Артур Лиман. Крайон. Деньги – это энергия. Научитесь ею управлять. Вступление. Счастье и достаток приготовлены для всех. Вы замечаете, друзья, как многое в нашем мире меняется. Меняется и отношение людей к деньгам и богатству. Еще совсем недавно очень многие люди считали богатство уделом избранных. Теперь мы видим, что это не так. Ключи к богатству находят и те, кто еще недавно не помышлял даже о приличном достатке, и те, кто не считает себя какими-то особенными. Еще одно заблуждение прошлого. Богатство считалось синонимом счастья. И опять же мы видим, что это не так. Что множество богатых людей не только несчастливы, но у них нет даже малейшего удовлетворения своей жизнью. Более того, эти богатые люди, словно в насмешку, бывают наделены какой-то уж очень тяжелой судьбой. Злой рок буквально преследует их. Кажется, человечество немножко запуталось в вопросах денег и богатства. Многие люди до сих пор считают, что богатство – грех. Что Бог не принимает богатых в Царство Небесное. Кто-то пытается быть счастливым даже без гроша в кармане. Заметим, не так уж мало людей, которым это удается, но все же им приходится сталкиваться с определенными трудностями и подчас непреодолимыми. Как же быть и богатым, и счастливым одновременно? Возможно ли это? Давайте не будем забывать, что мы живем уже в новое время. А в новое время возможно все. Бедный может стать богатым, богатый может стать просветленным. Тот, кого не интересуют большие богатства, может создать комфортный для себя уровень достатка, который позволит ему чувствовать себя свободным и жизнерадостным и вместе с тем получать необходимые для себя блага. Пришло время, когда каждый может жить именно так, как хочет, и получать именно те материальные блага, которые ему нужны. Все прежние законы изобилия, богатства, денег уже не действуют. Уже исчезла прежняя реальность, когда достатком управляли неподвластные человеку силы, такие как карма, которая была очень сильно завязана на денежных обстоятельствах. Теперь эти силы перестали владычествовать над людьми и стали вполне управляемыми. Значит, больше нет смысла ссылаться на карму, судьбу и обстоятельства, мешающие вам иметь столько денег, сколько вы хотите. Значит, надо просто брать в руки свою судьбу и самостоятельно создавать нужные вам обстоятельства. Об этом говорят многие просветленные учителя. Об этом говорит и Крайон, высокая духовная сущность, разговаривающая с людьми посредством ченнеллеров, таких как Ли Кэролл, первооткрыватель Крайона, Нама Бахалл, Дэвид Браун, Барбара Бессон, Тамара Шмидт и другие. Крайон вступил в диалог с людьми, чтобы, помимо прочего, помочь нам осознать наше собственное могущество и наши возможности по улучшению своей жизни. Вот почему его послания такие воодушевляющие. Информация от Крайона наполнена светом, теплом и настоящей божественной любовью. Вот основные ее положения. Каждый человек несет в себе божественное начало. Это значит, что каждый человек изначально является духовным существом, по сути, ангелом в человеческом облике. Все люди – члены единой божественной семьи. Каждый един с Богом и является его проявлением искры или лучом. Люди, будучи, по сути, ангелами, божественными сущностями, добровольно принимают решение воплощаться на земле для выполнения великой миссии – создания земного рая или просветления земной материи, наполнения ее высокими божественными вибрациями. Чтобы создавать рай на земле, люди должны вспомнить о своей истинной сути – божественной природе. Это и есть основная жизненная задача любого человека – вспомнить, кто ты есть на самом деле. Это непростая задача, потому что земная реальность сопротивляется такому вспоминанию. По этой причине большинство людей все еще пребывают в неведении о своей истинной природе и подлинном мироустройстве. Пробудившихся очень мало, но постепенно их становится все больше. Крайон пришел для того, чтобы помочь людям пробудиться. Только пробудившись, открыв в себе божественное начало, мы можем начать жить в сотворчестве с Богом. Жить в сотворчестве с Богом – это значит стать равноправным партнером с Ним, обрести все качества и возможности Творца. Это значит встать на путь преобразования себя, своей жизни и окружающего мира по законам божественности. Законы божественности – это законы любви и света. Любовь и свет Бога – силы, преображающие реальность. При помощи этих сил мы можем сотворить для себя реальность настолько гармоничную и настолько счастливую, насколько захотим. Вы замечаете, как новый век рождает и новое мировоззрение. Все больше людей во всем мире отказываются быть маленькими людьми, пешками в руках судьбы и обстоятельств, зависящих от тех, кто выше и сильнее. Все больше людей задумываются о том, что их задача на земле гораздо масштабнее и важнее, чем они предполагали. Все больше людей, которым надоело страдать, болеть, бедствовать, воевать друг с другом. Все больше людей, которые осознают свою силу, могущество, свое высшее предназначение и обретают возможности для преображения своей жизни и мира вокруг себя. Это происходит потому, что люди начали осознавать свое божественное происхождение и благодаря Крайону в том числе. Хотя Крайон говорит, что мы должны благодарить прежде всего себя самих, ведь он пришел, чтобы просто напомнить нам о том, что мы и сами уже хорошо знаем. Он пришел потому, что мы уже готовы вспомнить об этих истинах и начать их применять в своей жизни. Так не пора ли нам уже преодолеть путаницу, царящую в головах людей, по поводу денег и богатства? Не пора ли нам разобраться, что и как мы должны сделать, чтобы создать для себя изобилие, достаток или даже настоящее богатство, в зависимости от того, на что у нас будет желание и намерение? Эта аудиокнига-тренинг как раз и ставит такую задачу. Не только разобраться в истинах нового времени, касающихся наших взаимоотношений с деньгами, достатком, богатством, изобилием, но и помочь слушателям реализовать эти истины на практике. Аудиокнига основана на посланиях Крайона, данных людям с любовью и пожеланием блага. Крайон присутствует рядом с нами сейчас, и также он будет присутствовать рядом с вами, слушающими книгу и выполняющими практические упражнения. Вы увидите, что в упражнениях нет ничего сложного, они просты и естественны. И вместе с тем они открывают в каждом, кто выполняет их силу Творца. Люди осознают свою божественность, и потому мир уже никогда не будет прежним. Не будет прежней и ваша жизнь. Она изменится. Но это будут изменения, которые производим мы сами. Нет никого, кто властвует над вами, кто решает, как вам жить и каким уровнем достатка довольствоваться. Все в вашей власти, потому что вы и никто другой являетесь Творцом и Создателем своей жизни. И как Создатель вы можете творить легко, ведь вы вступаете в полосу сотворчества с Богом, туда, где открывается зеленая волна в вашей жизни. Вы можете сотворить все, что вам нужно. Сотворить любую реальность своими мыслями, намерениями, желаниями. И не бояться последствий, не бояться каких-то наказаний. Нет и не может быть наказаний в мире, где каждый Бог. В таком мире каждое действие совершенна и обладает лишь благими последствиями. В такой мир вступает человечество. Будьте первопроходцами, будьте мастерами, будьте тем, кто уверен, да, я могу создать все то, что мне нужно. Да, я могу показать пример этого всем остальным. Вы уже мастера, дорогие, говорит Крайон. Просто не все из вас знают об этом. Земная жизнь каждого из вас – это подвиг, за который вы достойны огромного почитания, совершенно независимо от ваших заслуг и достижений. Вы все любимы. Ваша божественная семья безмерно уважает каждого из вас. Мы всегда рядом, мы всегда готовы прийти на помощь. И как же мы радуемся, когда кто-то из вас поднимается еще на одну ступень по пути к самому себе, к своему божественному «я» и ко всем возможностям, которые открывает для вас сотворчество с Богом. В добрый путь, дорогие, в добрый путь. В добрый путь каждому, кто отважился выйти из привычных рамок и заглянуть за горизонты. Мастерство в ваших руках. Так востребуйте же его. Пусть наша любовь хранит и защищает вас в пути. Эта аудиокнига подскажет вам путь, ведущий к достойной, изобильной, благополучной и счастливой жизни. Все свершится буквально само собой, если на то будет ваше намерение. Но не будьте пассивны, будьте активны, но активны в духовном смысле. Активность в духовном смысле – это вовсе не суета, не стремление сделать десять дел одновременно и всюду успеть. Пусть будет активным ваше намерение. Пусть будет активной ваша устремленность к цели. Пусть будет активна ваша вера в себя, в свои возможности Творца. Пусть будет активным ваше знание о том, что вы божественны, и что Бог с любовью и заботой прокладывает для вас лучшие пути и направляет ваши шаги по ним. Эта аудиокнига продиктована божественной любовью и заботой, и все же сверяйте каждый шаг со своим сердцем. Делайте то, что близко вам, на что откликается ваша душа. Этот тренинг вовсе не предусматривает, что все должны прийти к единому результату. Например, что все в итоге станут богатыми, преуспевающими и знаменитыми. Нет, результат будет у каждого свой. И самое главное, что вы поймете, каков именно ваш путь к успеху и достатку. Вы лучше узнаете себя и сможете определить, что нужно для счастья и гармонии именно вам. Вселенная изобильна для всех, но каждый должен найти свою меру изобилия, свою гармонию в отношениях с деньгами, свое состояние равновесия между счастьем и богатством, свой комфортный уровень достатка. Но знаете, что самое главное? Что и счастье, и достаток, и благополучие доступны для всех. Они ждут вас. Пусть эта аудиокнига поможет вам сделать несколько шагов в правильном направлении. А дальше зеленая волна успеха сама поведет вас с искренней надеждой на это. Автор. Глава первая. Божественное отношение к деньгам. Деньги – эквивалент нейтральной жизненной энергии. Потому и относиться к ним следует нейтрально. В человеческом обществе очень распространено отношение к деньгам как к проблеме. Те, кому не хватает денег, озабочены этим как очень большой проблемой. Те, у кого много денег, тоже обременены проблемами использования и сохранности своих средств. Вокруг денег человеческим разумом создано слишком много сложностей. Поэтому деньги так часто становятся источником страданий, совершенно независимо от того, имеются ли они у вас и в каком количестве имеются. Часто можно слышать, что деньги – это зло именно потому, что они приносят страдания, из-за них портятся отношения между людьми и даже идут войны. Они порой пробуждают самые низменные инстинкты, порождают агрессию, толкают на преступления. Но все это происходит не из-за свойств самих денег. Все это происходит лишь от неправильного отношения людей к ним. Почему люди не ругаются и не воюют из-за воздуха, которым дышат? Почему не переживают, что воздуха не хватит? Почему не пытаются запастись им впрок? Потому что воздух на нашей планете существует в избытке. Его хватает всегда и на всех. И люди в этом уверены. Но почему тогда мы уверены, что денег не может хватить на всех? Ведь что такое деньги? Это средство к существованию. Только и всего. Не больше и не меньше. Это то, что необходимо нам каждый день, как воздух. Это не какая-то великая ценность, которой нужно дорожить, как зеницей ока. Это не божество, на которое нужно молиться. Но это и не зло, из-за которого нужно страдать. Это эквивалент жизненной энергии, необходимой, чтобы жить на земле. Но неужели мы думаем, что Бог, давая нам позволение родиться на земле, вместе с тем откажет в необходимой жизненной энергии, в тех средствах к существованию, которые нужны нам ежедневно. Конечно, Бог не может так поступить. Бог открывает доступ для каждого человека ко всему, что ему необходимо для жизни. И лишь сам человек своими мыслями, убеждениями и неправильным отношением к деньгам перекрывает себе этот доступ. Мир буквально переполнен жизненной энергией, которой мы можем пользоваться для своих нужд. Этой энергии в мире даже больше, чем воздуха, о нехватке которого мы почему-то не переживаем. Деньги – всего лишь эквивалент этой энергии, ее символическое отражение. И если мы сами не перекрываем себе доступ к этому изобилию энергии, то мы будем постоянно и бесперебойно получать все, что нам нужно. Достаток – это то, чем по полному праву может обладать каждый. Нужно только устранить препятствия в своем сознании, мешающие подключиться к этой энергии достатка. И главное препятствие – это неправильное отношение к деньгам, а именно страх их нехватки, неверие в то, что вы можете получить все, что вам нужно без проблем и страданий. Крайон. Изменение отношения к деньгам – вот первый шаг, который нужно сделать, чтобы обрести достаток. Для этого нужно осознать, что ваше отношение к деньгам по сей день не делало вас счастливым, потому что у вас было отношение к деньгам, принятое среди людей. А это далеко не идеальное отношение. Попробуем сменить его на другое, которое мы назовем божественным отношением к деньгам. Все божественное совершенно, построено на любви и не омрачено диссонансными энергиями страха, тревоги, обиды, злости, чувства собственной неполноценности. Именно на божественной основе мы можем построить и отношения с деньгами. Начните настраивать себя на нейтральное отношение к деньгам. Это такое отношение, когда вы не приписываете деньгам тех свойств, которых они не имеют. Деньги не могут быть мерой ценности вас как личности и как божественной сущности. Наличие или отсутствие у вас денег не может характеризовать вас ни положительно, ни отрицательно. Если от наличия или отсутствия денег зависит ваша самооценка и ваше чувство собственного достоинства, значит, вы неправильно относитесь к деньгам и вам нужно выработать нейтральное отношение к ним. Упражнение 1. Настрой на нейтральное отношение к деньгам. Вспомните о том, как вы себя чувствуете, когда у вас есть деньги, когда их достаточно и когда их не хватает. Зависит ли от этого ваши эмоции, ваша самооценка, ваше чувство собственного достоинства? Появляется ли у вас чувство страха, тревоги, неблагополучия, если возникают какие-то перебои с деньгами, или их не хватает на то, что вам нужно? Есть ли у вас страх перед завтрашним днем, связанный с опасениями потерять источники дохода? Если вы отвечаете «да» на эти вопросы, значит, ваше отношение к деньгам ненейтрально, то есть необъективно. Вы приписываете деньгам свойства, которых у них нет, а именно свойства влиять на ваше настроение, самочувствие, на ваши эмоции, на вашу самооценку, чувство собственного достоинства. Скажите себе, деньги – это эквивалент жизненной энергии, которая, как воздух, всегда и везде доступна мне в необходимых количествах. Я сверхценен по сути своей, как божественное существо света. Моя сверхценность не зависит ни от кого и ни от чего, в том числе и от денег. Мое чувство собственного достоинства, безусловно, то есть не зависит ни от каких условий. Я всегда чувствую себя достойным любви и уважения, уверенным в себе. Деньги – подобный потоку энергии, который проходит через мою жизнь, никак не затрагивая мою самооценку и мое чувство собственного достоинства. Повторяйте себе эти или подобные фразы каждый раз, когда чувствуете, что опять впадаете в зависимость от денег и допускаете эмоциональную реакцию на их наличие или отсутствие. Не нужно делать из денег ценность, какой они не являются. Итак, нейтральное отношение к деньгам – это отношение к ним лишь как к средству получения необходимого, а не как к злу или добру, не как к источнику проблем, не как к силе, которая способна влиять на ваше самочувствие, настроение и эмоциональное состояние. Чтобы укрепиться в таком отношении к деньгам, важно перестать воспринимать деньги как реальную ценность. Да, это может потребовать определенного переворота в сознании. Как это – перестать считать деньги ценностью? А что же тогда ценность, если не деньги? Отношение к деньгам, как к самой большой ценности, слишком сильно вбито в разум множество людей. Потому люди начали воспринимать идею ценности денег как аксиому, даже не задумываясь о том, соответствует ли это реальности. Но спросите себя, в чем ценность денег как таковых? Вот, предположим, они лежат перед вами. Вы можете любоваться на них, радоваться тому, что они у вас есть. Или вы можете чувствовать удовлетворение от того, что на вашем банковском счету лежит какая-то круглая сумма. Но если вы не найдете этим деньгам реального применения, ваша радость очень быстро сойдет на нет. Потому что сами по себе деньги – не ценность. Это просто бумажки или кусочки металла. Да, их можно обменять на какие-то ценности. Вот в этом и суть. Ценно не деньги, а то, на что их можно обменять. Это значит, что деньги как таковые нам не нужны. Нам нужно то, что можно на них получить. Казалось бы, такая простая мысль. Но люди упорно продолжают считать ценностью деньги как таковые. Поэтому люди начинают зависеть от денег. Боятся их потерять. Боятся их не получить. Люди буквально вцепляются в деньги. Держатся за них. Не хотят отпускать. Но вы, может быть, замечали то, во что мы вцепляемся, то, за что держимся, то, что боимся отпускать, то мы и теряем в первую очередь. То, что кажется нам очень ценным и важным, как раз и оказывается для нас недоступным. Делая из денег какое-то божество, мы нарушаем законы Вселенной. Ставя деньги на место Бога, мы предаем свою собственную божественность. Вот почему мы теряем то, что обожествляем. Посредством таких потерь сама жизнь подсказывает нам. Пересмотри свою систему ценностей. Перестань считать Богом то, что Богом не является. Найди свою божественность, соединись с ней. Перестань молиться на деньги. И именно тогда ты легко получишь столько денег, сколько тебе надо. Чтобы прийти к божественному отношению к деньгам, надо снять их излишнюю ценность для себя. Как это сделать? Поставить на первое место ценности духа. Утвердить их в качестве приоритетных. Поверьте, если на первом месте для вас стоят ценности духа, то вы предоставляете духу заботиться обо всем остальном. И все необходимое естественным путем приходит к вам. Сделать приоритетными ценности духа – это не значит отказаться от всего остального, что было для вас важно. Но это значит поставить все прочие ценности на свое место, туда, где они будут служить вам, а не работать против вас. Делайте это осознанно. Просто убирайте из своего сознания старые установки относительно денег и привыкайте к новым установкам, таким, которые соответствуют божественной природе вещей. Упражнение 2. Снятие излишней ценности денег и установка ценности духа в качестве приоритетных. Закройте глаза, сосредоточьте внимание на области сердца. Представьте, что вы находитесь внутри потока энергии, луча света, который уходит вниз к центру Земли, а вверх – в бесконечность космоса. Представьте, что этот поток соединяет вас с вашим божественным домом. Скажите мысленно. Отныне я ставлю себя в своем божественном проявлении на первое место в своей жизни. Это моя высшая, незыблемая ценность. Отныне никто и ничто не может встать между мной и Богом. Да будет так. Вспомните о тех материальных ценностях, которые вы вольно или невольно ставили на первое место. Скажите себе, «Отныне я снимаю излишнюю значимость материальных ценностей в своей жизни. Отныне я снимаю излишнюю значимость денег в своей жизни и в своем сознании. Я предоставляю деньгам занять подобающее им место, быть тем, что они и есть, а именно нейтральным средством обмена». Представьте себя в чистом, ничем не замутненном свете божественности. После этого можете сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и открыть глаза. Или уснуть, если вы выполняете упражнения перед сном. Необходимо устранить препятствия, мешающие деньгам приходить в вашу жизнь. Вы наверняка знаете, что природа не терпит пустоты. Есть и еще один закон. Подобное притягивается подобным. Это значит, если у вас возникает какая-то насущная потребность, то к вам тут же начинают притягиваться средства ее удовлетворения. Потребность – это своего рода пустое место в энергетическом смысле. А в любое пустое место поток энергии начинает стремиться буквально сам собой. Так мировая энергия стремится уравновесить сама себя. Оттуда, где много, всегда направляется поток энергии туда, где есть ее недостаток. Именно благодаря этому закону птичка всегда находит себе на обед червячка или зернышко, не заботясь заранее о том, готова ли для нее еда. Еда всегда найдется, когда в ней есть потребность. Таков закон движения энергии в мире. По крайней мере, он действует в природе. Птичка не задается вопросами, что я завтра буду есть, не умру ли я от голода, а вдруг я больше никогда в жизни не поймаю червячка, чем тогда я буду кормить детей и что оставлю им в наследство. Пчела тоже никогда не говорит себе, а что будет, если я завтра прилечу туда, где всегда собираю нектар, а там уже нет ни одного цветка. Пчела знает, что если цветов и нектара на них не будет в этом месте, то они будут где-то в другом месте, и ее инстинкты безошибочно подскажут, куда нужно лететь. Да, вы можете сказать, что эти существа неразумны, потому они и не задумываются о пропитании. Человек, в отличие от них, разумен, но всегда ли он использует разум себя на пользу? К сожалению, далеко не всегда. Именно своими мыслями, установками, убеждениями человек создает препоны на пути того естественного потока энергии, который призван приносить ему удовлетворение насущных потребностей. Если у вас есть какая-то потребность, есть пустое место в вашей жизни, которое необходимо заполнить, а оно никак не заполняется, значит, вы поставили какой-то ментальный, эмоциональный, энергетический блок между собой и потоком энергии, стремящимся заполнить эту пустоту. У вас нет денег? Так. Поверьте, Вселенная заинтересована в том, чтобы восполнить тот пробел и заполнить эту пустоту. Но вы не позволяете Вселенной это сделать. Вы ставите препоны на ее пути. Это делается, конечно, неосознанно. Выход один. Осознать, как именно вы это делаете и перестать это делать. Упражнение три. Снимите блоки, ограничивающие убеждения, мешающие свободно течь денежному потоку. Задумайтесь, не соглашаетесь ли вы явно или скрыто с этими или подобными мыслями. Деньги – зло, от них все беды. Быть нравственным – это значит быть бедным. Богатые никогда не войдут в Царствие Небесное. У меня никогда не было и не будет много денег. Я страшусь за свой завтрашний день. Я не знаю, чем буду завтра кормить мою семью. Я готов на любую тяжелую работу, лишь бы заработать хоть что-нибудь. Все богатые, безнравственные люди, они наживаются за счет других. Я очень беспокоюсь за свои деньги и тяжело переживаю их потерю. Когда у меня нет денег, я тревожусь, что моя семья будет голодать. Когда у меня есть деньги, то не нахожу покоя от мыслей, на что их лучше потратить, а также от страха, что их могут украсть, что я могу их потерять или что потрачу их впустую. Подумайте о том, откуда у вас взялись подобные установки. Они могли быть унаследованы от родительской семьи, или внушены вашим окружением. В этом нет ничего удивительного, ведь такие мысли и убеждения очень широко распространены среди людей. Именно из-за них деньги превращаются в проблему. Осознайте, что на самом деле такие установки не имеют отношения к реальности. Они ошибочны. Они не отражают истинное положение дел в божественной вселенной. Начните осознанно менять такие установки. Отмечайте все случаи, когда они у вас возникают. Как только заметите это, говорите себе. Воздуха в мире хватает на всех, так и денег в мире хватает на всех. Я спокойно и свободно получаю из денежного потока столько, сколько мне нужно. Бог желает мне изобилия. Бог желает мне достатка. Принять свою божественную суть это значит принять свое право на достаток, изобилие, благополучие. Все необходимые мне блага беспрепятственно входят в мою жизнь. Я признаю право на богатство свое собственное и других людей. Вы можете придумать и свои собственные аффирмации, которые помогут беспрепятственному вхождению материальных благ в вашу жизнь. Условия нормального функционирования денежного потока – равновесие, принятие и отдавание. Очень важно прийти к восприятию денег именно как эквивалента энергии, жизненной силы, а конкретно как потока этой энергии. Денежная энергия – это именно поток. Поток существует лишь тогда, когда он пребывает в движении. Есть движение – есть поток. Движение прекращается, поток иссякает, либо его энергия застаивается и в конечном итоге тоже теряет свои изначальные свойства. Представьте себе пустыню с растрескавшейся землей или пересохшее русло реки или стоячее болото. Все это возникает там, где нет потоков воды, именуемых реками, каналами, ручьями, родниками. В итоге местность становится скудной, безжизненной. Аналогичным образом может оскудеть и пространство нашей жизни, если мы не создадим условия для беспрепятственного протекания энергетических потоков и энергии денег в том числе. Что нужно делать, чтобы поток энергии начал двигаться? Нужно два полюса, между которыми сможет начаться движение. В случае с деньгами эти два полюса – принятие и отдавание, что означает, мы должны уметь принимать деньги и отдавать их. Если смотреть шире, мы должны уметь принимать и отдавать вообще все блага, и материальные, и нематериальные. Это значит, чувствовать себя достойным получать все хорошее и чувствовать себя способным делиться всем хорошим. Принятие и отдавание создают два необходимых полюса, чтобы энергия текла. Если вы не чувствуете себя вправе принимать, к вам ничего не придет, почва пересохнет. Если вы только принимаете, но не хотите или боитесь отдавать, энергия застоится и протухнет, образуется стоячее болото, уже не способное дать вам ничего хорошего. Если же вы легко принимаете и отдаете, энергия течет свободно, поток остается чистым и насыщенным. Вам остается только быть в этом потоке, чтобы получать все необходимое. Вам не нужно ни подгонять поток, ни усиленно грести веслами. Нужно просто быть свободным и плыть по течению. Слишком просто. На самом деле, получать все необходимое – это просто. Богом наш мир задуман так, чтобы мы здесь не знали ни в чем нужды. Нужду создает не Бог и не мироустройство. Нужду создают сами люди непродуктивными установками своего сознания. Важно! Умение принимать и отдавать – это не столько физические действия, сколько внутреннее состояние. Если вы принимаете какой-то дар, но в глубине души чувствуете себя недостойным, в следующий раз этот дар может и не прийти. Если вы отдаете, дарите что-то, но чувствуете нежелание расставаться с этим, то поток энергии не будет течь так, чтобы продолжать наполнять пространство вашей жизни новыми дарами. Известна истина о том, что не оскудевает рука дающего, и все, что вы отдаете, возвращается к вам. Но этот закон действует лишь тогда, если вы делитесь легко, бескорыстно и с открытым сердцем. Поэтому важно не столько научиться чисто физическим действиям дарения и получения, сколько натренировать в себе внутреннее состояние вашего разума, сознания и души, соответствующие легкому, бескорыстному, свободному процессу дарения и получения. Упражнение 4. Настрой на легкость в получении и отдавании жизненных благ. Представьте, что через пространство вашей жизни проходит энергетический поток, который в изобилии несет вам все необходимые и желаемые блага. Представьте, что вы открыты этому потоку и готовы с радостью и благодарностью принять все то хорошее, что он несет вам. Сначала подумайте о том, что вы уже получили благодаря этому потоку. В вашей жизни ведь есть очень много хороших и необходимых вам вещей. У вас есть где жить, есть пища и вода, есть возможность дышать, видеть, слышать, чувствовать, воспринимать мир, общаться с близкими, друзьями и любимыми, любоваться природой, делать что-то, что вам нравится. Важно начать замечать, ценить это, а главное прийти к убеждению, что вы по достоинству и по праву получаете то хорошее, что есть у вас. Не относитесь к этому, как к чему-то само собой разумеющемуся. Прямо сейчас перечислите те блага, которыми вы обладаете, поблагодарите жизнь за то, что она щедро делится с вами и скажите себе, «Я по праву и по достоинству получаю все лучшее. Так и должно быть. Я с радостью и благодарностью принимаю все лучшее, что несет мне жизнь». Начните с такой установкой, радостью и благодарностью принимать все дары и от людей, и от жизни, от мира в целом. Если заметите, что у вас есть какая-то неловкость при получении даров, что вы сомневаетесь, достойны ли вы, имеете ли на это право, сразу вспоминайте о своей божественной сути и о том, что вы достойны лучшего по праву рождения. Снова представив себя в потоке даров, подумайте о том, нет ли у вас страха отдавать, делиться. Нет ли желания удержать поток, оставить себе все, что он несет. Скажите себе, что Вселенная изобильно, и дары, несомые потоком, никогда не кончатся. Подумайте, чем вы могли бы делиться с другими? Не обязательно материальными вещами. Вы можете делиться теплом и светом своей души, хорошим настроением. Вы можете просто давать другим добрые пожелания. Если вы будете желать искренне, к вам будет возвращаться то, чего вы желаете. Желаете другим здоровья, здоровье будет и у вас. Желаете другим денег, деньги будут и у вас. И так далее. Так работает закон дарение получения. Делясь, вы помогаете потоку двигаться, и благодаря проточности к вам приходят новые блага в соответствии с тем, что вы отдаете. Тяжкий труд ради денег – недуховный путь. Привычка относиться к деньгам как к чему-то очень важному, буквально сверхценному, привычка делать из денег или их недостатка проблему привела к тому, что большинству людей в современном мире деньги даются очень тяжело. Существует такое распространенное ошибочное мнение, что ради денег надо тяжко трудиться, буквально принося в жертву себя и свою жизнь работе, подчас нелюбимой и не стоящей подобных жертв. Бог так любвеобилен и милосерден, что он просто не смог бы создать для нас такой жестокий мир, где жизнь приносится в жертву тяжкой ненавистной работе ради куска хлеба. Разве мы живем только для того, чтобы зарабатывать деньги? Разве мы живем только для того, чтобы добывать себе пропитание и материальные блага? Конечно, нет. Цель человека на земле состоит в том, чтобы создавать земной рай, повышать вибрации земной материи, а для этого просто необходимо чувствовать себя счастливым и получать удовольствие от жизни. Потому что энергии счастья это энергии высоких вибраций, и только обеспечив себе существование в этих вибрациях, мы можем распространять их и вокруг себя, неся свет и любовь и другим людям и миру. Рай земной начинается с ощущения счастья, внутреннего ощущения каждого человека. Важнейшая задача каждого человека стать счастливым, найдя источник этого счастья внутри себя, а не в каких-то внешних обстоятельствах. Сейчас я скажу то, что возможно вас удивит. Бог создал вас не для того, чтобы вы изо дня в день тяжко трудились ради пропитания. Бог создал вас, чтобы вы наслаждались тем трудом, который приносит вам радость, чтобы вы росли и расцветали в этом труде, чтобы вы купались в своей созидательной работе, словно в волнах любви, чтобы ваша работа дарила вам счастье и удовлетворение от вашей способности созидать то, что вам нравится. Если вы занимаетесь таким трудом, вы можете не волноваться об источниках дохода. Бог позаботится о том, чтобы вы ни в чем не нуждались. Крайон. Бог создал мир, где все необходимое может и должно даваться легко. В идеале мы вообще не должны беспокоиться о пропитании, ведь если мы живем в контакте со своей божественностью, если мы пребываем в потоке высоковибрационных энергий любви и света Бога, если мы выполняем свои задачи нести свет и любовь Бога на землю, создавать рай земной на нашей планете, а прежде всего в своей собственной душе, тогда все необходимое приходит к нам безо всякой натуги, легко и естественно. Чтобы это начало происходить, опять же требуются перемены в сознании. Меняйте прежние отношения к деньгам как к чему-то труднодоступному, ради чего требуются жертвы, что нужно зарабатывать тяжким трудом. Вы можете делать то, что вам нравится и при этом зарабатывать деньги. Вы можете получать удовольствие от жизни и при этом быть обеспеченным человеком. Условие одно – идти по пути духа, делать то, что предназначено вам Богом, и не испытывать никаких сомнений по поводу того, на что вы в таком случае будете жить. Бог не оставит без гроша в кармане человека, который несет на землю божественные энергии и самой своей жизнью утверждает здесь божественные законы. Попробуйте перестать относиться к деньгам как к какой-то вражеской крепости, которую нужно завоевать во что бы то ни стало, взять штурмом любой ценой. Установите с деньгами дружественные отношения. Поверьте в то, что деньги любят вас, и вы тоже неплохо к ним относитесь, не особо при этом их превознося. Поверьте в то, что деньги могут приходить к вам легко, что и получать, и тратить их можно с удовольствием. Все реальные перемены начинаются именно с перемен в сознании. Изменив свои мысли о деньгах, вы измените и уровень своего достатка. Упражнение пять. Выбирайтесь из плена, в котором вас держат деньги. Перечислите то, что вы делаете ради денег и материального благополучия, но что не доставляет вам никакого удовольствия. Если найдется хотя бы одно такое дело, значит, вы у денег в плену. Не вы являетесь их хозяином, а они вашим. Жить ради денег бессмысленно. Они должны быть на службе у вас, а не вы у них. Подумайте о том, как вы могли бы жить, не будь у вас этих обременительных занятий. Сначала у вас может возникнуть чувство протеста против таких бессмысленных мечтаний. Возможно, голос рассудка и здравого смысла скажет вам, что отказаться от тяжкой работы ради денег это совершенно невозможная затея. Но попытайтесь постепенно приучить себя к мысли, что не так уж это и невозможно. Есть люди, которые занимаются тем, что приносит им удовольствие и живут в достатке. Эти люди ничем не лучше и не хуже вас. Они просто нашли свою счастливую нишу. Вы тоже можете найти такую свою счастливую нишу. Но для этого вам нужно сначала отказаться от предвзятости, от внушенного вам убеждения, что зарабатывать деньги можно лишь трудясь в поте лица. Подумайте о том, кто, как и почему внушил вам это убеждение. Так было принято в вашей семье, так принято считать в вашем окружении среди ваших знакомых. Вы прочитали об этом в книгах, узнали на опыте своем и других людей. Поймите, что существуют и другие знания, другие убеждения, другой опыт, другое воспитание, другие книги. Наконец, где можно узнать о том, что Бог вовсе не желает наказывать нас тяжким нелюбимым трудом ради элементарного пропитания. Не кажется ли вам, что необходимость тяжко трудиться ради денег словно держит вас в цепях? Начните постепенно ослаблять эти цепи. Для начала хотя бы мысленно. Спросите себя, а что, если я не прав, считая, что обязан тяжко трудиться? А что, если Бог приготовил для меня какое-то счастливое занятие, которое поможет мне наслаждаться жизнью и при этом не бедствовать? Поверьте, что такое занятие есть. Представьте, что нашли его, и больше ничего не мешает вам наслаждаться жизнью. Меняя свои мысли, вы постепенно подготовите почву для перемен в жизни. Резкие перемены не нужны, они должны созреть, а созреют они по мере перемен в вашем сознании. Если пока не можете оставить прежние занятия, начните наряду с ними уделять больше внимания тому, что приносит вам удовольствие. Даже если вы делаете это не ради денег, если вы зададитесь такой целью, то начнете видеть способы зарабатывать на жизнь любимым делом. Резюме Чтобы в вашей жизни был стабильный достаток и благополучие, нужно изменить отношение к деньгам с обычного, принятого среди людей, на божественное. Божественное отношение к деньгам предполагает нейтральное восприятие денег как эквивалента жизненной энергии, а не как зла или добра, снятие излишней ценности денег, осознание, что сами по себе деньги ценностью не обладают, освобождение сознания от блоков, ограничивающих убеждений, мешающих деньгам свободно приходить в вашу жизнь, равновесие между принятием и отдаванием как условие для нормального функционирования денежного потока, отказ от привычки к тяжкому труду ради денег, приобретение привычки легко и с удовольствием получать все необходимое. Глава вторая Нейтрализация кармы для решения денежных проблем Как проявляется карма в отношении денег? Если как вы не стараетесь наладить свои отношения с деньгами, а денежные вопросы вновь и вновь приводят к страданиям, велика вероятность, что мы имеем дело с неотработанной кармой. Признайтесь себе честно, является ли денежный вопрос для вас болезненным? Часто ли бывает, что вам неприятно говорить о деньгах, обсуждать денежные проблемы с другими людьми? Возникает ли у вас чувство неловкости, страха, беспокойства, растерянности или другие диссонансные эмоции, когда вы говорите и думаете о деньгах? Трудно ли вам решиться на серьезные расходы? Переживаете ли вы из-за крупных покупок? Возникает ли у вас чувство униженности, ущемленности, обиды из-за низкой зарплаты, пенсии или из-за недостаточной щедрости ваших близких? Если вы обеспечены, есть ли у вас опасения, что кто-то может посягнуть на ваши деньги или что ваши друзья и близкие любят вас только ради ваших денег? Теряли ли вы крупные суммы денег больше двух раз в своей жизни? Сталкивались ли вы с воровством, вымогательством больше двух раз? Часто ли у вас возникает чувство, что деньги уходят впустую, не задерживаются в ваших руках, тогда как необходимого вы остаетесь лишены? Есть ли у вас чувство, что сколько ни работай, а денег все равно не будет? Есть ли у вас чувство, что из-за денег в вашей жизни больше неприятностей, чем радостей? Ваши мысли о деньгах по большей части тревожны, беспокойны, безрадостны? Если вы ответили «да» хотя бы на два-три из этих вопросов, можно смело утверждать, что тут замешана карма, которая безотлагательно нуждается в нейтрализации. Что такое карма? Это просто закон причин и следствий. Работает он так. Когда-то, может в этом воплощении, а может и в прошлых, вы создали или допустили в свою жизнь некую диссонансную энергию. Эта энергия, не будучи вовремя нейтрализованной и трансформированной, начинает притягивать к вам ситуации, где она проявляется снова и снова, благодаря чему накапливает силу. То есть нежелательные ситуации, порождаемые этой энергией, будут становиться все хуже и драматичнее, если не отработать эту энергию. Отработать ее, значит пройти урок, который несут в себе нежелательные ситуации. Пройти урок, это значит прекратить порождать энергию страданий, превратив ее в энергию света и любви. Собственно, путь трансформации любых энергий в свет и любовь, это и есть путь преодоления кармы. Вот как создается карма в отношении денег. Пример первый. Когда-то вы потеряли крупную сумму денег, что стало причиной ваших страданий. Вы не приняли эту ситуацию, не попытались извлечь из нее урок, а вместо этого обиделись, озлобились, почувствовали себя униженным. Эти диссонансные энергии начали вновь и вновь притягивать к вам ситуации, когда деньги у вас пропадают. Пример второй. Однажды вы оказались без средств к существованию, из-за чего пострадало ваше чувство собственного достоинства. Вы забыли о высшем достоинстве своего божественного Я, которое не зависит ни от чего, и от денег в том числе. Низкая самооценка, постоянное чувство ущербности, неполноценности не дают вам выбраться из бедности, а то и нищеты. Пример третий. В вашем распоряжении оказалась большая сумма денег, вследствие чего вы поставили себя выше других людей. Вы стали презирать тех, кто беднее вас, забыв и о своем, и об их высшем достоинстве, независящем от денег. В итоге вы либо потеряли богатство, либо сохранили его, но оно стало источником постоянных неприятностей и бед. Пример четвертый. Однажды вам удалось при помощи денег решить какую-то серьезную проблему. И вы решили, что деньги это самая главная ценность в жизни, что они обладают подлинным могуществом, и что купить можно абсолютно все. По сути, вы поставили деньги на место бога в своей жизни. Вы отказались от пути возрождения своей божественности, от пути служения духу, и выбрали путь служения деньгам. Результат беды, болезни и другие неприятности, в которых деньги оказываются беспомощны. Как видим, денежная карма может преследовать как бедных, так и богатых людей. В современном обществе присутствует точка зрения, что богатство и благополучие, и даже богатство и счастье это одно и то же. Но это далеко не так. Богатство сочетается и с благополучием, и со счастьем лишь тогда, когда мы выбираем в качестве первостепенных ценности духа и живем по божественным законам, следуя пути просветления и служения Богу, а не деньгам. Бедный человек может страдать от бедности, но ведь и богатый может страдать от богатства. И в том и в другом случае необходима нейтрализация кармы, хотя это и разные виды кармических уроков. Упражнение 1. Определите свои кармические уроки. Если у вас нет тревоги и беспокойства из-за денег, если вы спокойно и с удовольствием и получаете и тратите деньги, если с деньгами связано только чувство радости, значит у вас нет ярко выраженных кармических денежных проблем. Но если с деньгами связана хотя бы малейшая болезненность, которая периодически повторяется, налицо кармическая ситуация, которую нужно выявить и осознать. Перечислите лучше письменно в виде списка все ситуации в вашей жизни, какие сможете вспомнить, когда с деньгами были связаны страдания, переживания, душевная боль. Не спешите, потратьте столько времени, сколько необходимо, чтобы список оказался достаточно полным. Но даже если вы перечислите не все эпизоды, ничего страшного, достаточно нескольких из них, чтобы вы могли выявить закономерности. Как вам кажется, есть ли что-то общее в перечисленных вами эпизодах? Попробуйте охарактеризовать их в нескольких словах. Например, вы часто теряете деньги, у вас часто воруют деньги, вы постоянно в долгах, вы никак не можете найти постоянный источник дохода, вы часто становитесь жертвой обмана и мошенничества, вы ссоритесь с близкими из-за денег, вы попадаете в опасные для жизни ситуации из-за денег, вы попадаете в унизительные ситуации из-за денег или их отсутствия и так далее. Сформулировав так суть вашей проблемы, вы сделали не что иное, как определили, что за начальная ситуация привела к развитию кармы. Вам даже не обязательно вспоминать прошлое и тем более не обязательно анализировать свои прошлые воплощения, чтобы понять, с чего собственно все началось. Карму и отличает свойство повторения схожих событий. Событие, которое и породило карму, будет повторяться не только на протяжении одной жизни, но даже из воплощения в воплощение. Теперь вы знаете хотя бы примерно, что это за событие. На данном этапе вам нужно просто осознать это и понять. Все происходящее с вами не случайность, а закономерность. Это понимание поможет вам более спокойно, без страданий и драматизации принять происходящее с вами. Так вы сделаете первый шаг к нейтрализации этой кармы. Выразите намерение на нейтрализацию кармы. Крайон не раз говорит, что в прежние времена на отработку кармы могла уйти целая жизнь, а то и несколько жизней. Именно поэтому продолжительность жизни была невелика, усвоив за одну жизнь один кармический урок, человек прекращал земное существование и возвращался в божественный дом, так как задача воплощения была выполнена. Теперь все изменилось. За одну жизнь мы можем отработать не один, а множество кармических уроков, по сути полностью нейтрализовать карму и сделать это в короткие сроки, за несколько лет, а то и месяцев, не тратя на это долгие годы. При этом у нас еще останется достаточно жизненных сил, чтобы жить уже не для отработки кармы, а во имя созидательных задач. Вот почему сейчас мы можем жить значительно дольше, чем наши предшественники, вернее, мы же сами в прошлых воплощениях. У нас больше задач и больше возможностей для их решения. Еще одно и самое важное отличие нового времени состоит в том, что раньше карма отрабатывалась, как правило, в принудительном порядке, через беды и страдания. Большинство людей не готовы были осознанно проходить кармические уроки, трансформируя диссонансные энергии в свет и любовь. Потому такая трансформация проходила через всевозможные несчастья. В этом тоже причина малой продолжительности жизни. Если весь жизненный путь является чередой страданий, это невозможно выдерживать долго. Душе требуется отдых. И сейчас есть люди, и их немало, которые предпочитают неосознанно, конечно, путь страданий и несчастья ради отработки кармы. Они просто не знают, что уже наступили новые времена, когда Бог дал людям чудесный дар ускоренной нейтрализации кармы. И все осознанно живущие люди в любой момент могут им воспользоваться, чтобы прекратить череду страданий в своей жизни. Чтобы получить в свое распоряжение божественный дар нейтрализации кармы, нужно выразить на это свое намерение. Помните о том, что вы наделены свободной волей. Чтобы в вашей жизни что-то произошло, вы должны изъявить на то свою волю. Если вы не изъявляете своей воле, то Бог не может дать вам ни один дар, ведь в таком случае это означало бы, что Он действует против вашей воли или во всяком случае без согласия с ней. так проявляется уважение Бога к вашей свободной воле. Проявите волю, попросите Бога, если хотите получить божественный дар нейтрализации кармы, доступной людям в новой эре. Крайон. Если вы уже осознали, что ваши страдания и проблемы из-за денег возникают не просто так, не по случайности, а по закону причины следствий, если вы уже знаете, что каждая проблемная ситуация несет в себе урок, если вы готовы осознать и отрабатывать эти уроки, вы можете в любой момент выразить намерение на получение божественного дара нейтрализации кармы. Это нужно сделать только один раз. Бога не нужно просить дважды. Но учтите, что даже получив в свое распоряжение этот дар, вам придется поработать ради прохождения кармических уроков. Сама по себе автоматически карма не устранится. От вас требуется как минимум понимание своих кармических уроков и искреннее намерение достойно пройти их. Другое дело, что сам процесс прохождения уроков больше не будет связан с болью и страданиями, как было в прежние времена, и займет совсем немного времени по сравнению с прошлым, когда на это могла уйти вся жизнь. Выразить намерение вы можете в любой момент, когда будете к этому готовы. Упражнение два. Формирование намерения на получение божественного дара нейтрализации кармы. Направьте внимание внутрь себя, соединитесь мысленно с вашим божественным я и скажите обязательно вслух. Дорогой Бог, Всевышний, Создатель, Дух, мое божественное я, здесь и сейчас, находясь в данной точке пространства времени, я прошу о доступе к дару новой эры, божественному механизму нейтрализации кармы. Я принимаю кармические уроки со спокойствием и благодарностью и выражаю готовность отработать их в ускоренном режиме, без боли и страданий. Я заручаюсь божественной помощью и поддержкой, да будет так. Вот и все, вы выразили намерение. Повторять просьбу не нужно, не сомневайтесь, что она услышана Богом и принята к исполнению. Но для каждого конкретного случая отработки кармы вы, если хотите, можете выражать еще и более конкретную просьбу. Например, я выражаю твердое и чистое намерение, ускоренно, без боли и страданий, пройти кармический урок, связанный с деньгами. Отныне я перехожу на божественное отношение к деньгам и выражаю желание нейтрализовать кармические энергии так, чтобы деньги приносили мне лишь радость, удовольствие, спокойствие и благополучие. Таким образом, вы создадите намерение, являющееся действенной энергией, направленной силой. При помощи этого намерения вы запустите в действие механизм нейтрализации кармы, который будет включаться каждый раз, когда вы захотите отработать кармический урок. Механизм нейтрализации кармических энергий принятие. Большинство людей в случае неприятностей начинают испытывать негативные, крайон, говорит, диссонансные эмоции. Такова привычка, подкрепленная тысячелетним опытом человечества. Это буквально вписано в нашу генетику. Когда случается что-то нежелательное, мы начинаем страдать. Расстраиваться, переживать, злиться, обижаться, причем все эти реакции возникают автоматически. Мы даже не успеваем их проконтролировать. Но приносят ли нам облегчение эти эмоции? Честно признаемся, нет. Напротив, чем больше мы страдаем, переживаем, злимся или обижаемся, тем хуже нам становится. Неприятности лишь усугубляются от этого. Более того, негативными эмоциями мы создаем почву для повторения подобных неприятностей и в будущем. Выход один отказываться от этой привычки. Даже то, что вписано в генетику, можно переписать. Для этого нужно осознанно подойти к своим реакциям, устранять склонность реагировать автоматически и начать менять эти привычные реакции на другие, продуктивные, которые не только не будут порождать новую карму, но и нейтрализуют уже имеющуюся. Крайон говорит, что страдания уже неуместны для энергий нового века. Наши страдания происходили лишь от незнания истинного положения вещей. Нам казалось, что нас кто-то наказывает или что нами играет случай злой рок, что с нами происходит что-то несправедливое, такое, чего мы не заслужили. Теперь-то мы знаем, что все происходящее создано нами же самими. Все неприятности лишь следствие прошлых ошибок. Но раз мы сами совершили ошибки, то сами же можем их исправить. Для этого нужно лишь осознанно и спокойно посмотреть на происходящее, как на те уроки, которые нужно пройти. Посмотрите на ваши неприятности не как на какое-то наказание, а как на урок, который вам по силам пройти ради обретения лучшей участи. Так вы получите в свои руки ключ к нейтрализации кармы. Весь секрет лишь в том, чтобы изменить угол зрения на свои проблемы, посмотреть на них с другой точки зрения. Вместо того, чтобы страдать и сокрушаться, ах, я несчастный, за что мне это? Скажите, интересно, для чего мне это? Что я могу с этим сделать? Какой урок извлечь? Что хорошего я могу получить из этого в итоге? Как только вы начнете рассматривать неприятности не как повод для страданий, а как способ извлечь из них что-то хорошее, все изменится в один миг. Скажите себе, что эта неприятность пришла, чтобы чему-то вас научить, чтобы вы что-то поняли, чего не понимали раньше, чтобы стали сильнее и опытнее, чтобы начали жить более осознанно наконец. Тогда вы сможете понять, что в конечном итоге все происходит ради вашего высшего блага. Даже если вы теряете что-то материальное, вы можете приобрести несравнимо больше духовных ценностей, которые со временем помогут вам вернуть и материальные потери. Но на первое место вы должны поставить развитие вашего духа, обожествление вашего сознания. Бывает, что именно материальные потери подводят человека к этому, а иначе он не может встать на путь возвращения к божественности. Если так, то неприятности вам нужны. Когда-нибудь вы осознаете это и даже скажете спасибо им. Но сначала надо хотя бы научиться спокойно принимать любые проблемы и неприятности. Трудно, да, потому что непривычно, но любую привычку можно тренировать. Когда мы бунтуем против своих проблем, мы лишь усиливаем их негативный заряд. Когда мы принимаем неприятности как то, что есть, как то, с чем надо иметь дело, мы нейтрализуем их негативный заряд. Дело в том, что любая энергия изначально нейтральна. Негативно или позитивно окрашенной ее делает человек, прилагая к ней свои эмоции. Но даже если вы породили негативную энергию, она все равно осталась просто энергией. И эта энергия готова в любой момент снова стать нейтральной, если вы этого захотите. В принятии как раз и заложен механизм нейтрализации. Упражнение три. Нейтрализация кармических энергий. Вспомните наиболее типичную ситуацию из вашей жизни, когда вы испытывали неприятности из-за денег. Вспомните свои эмоции в этой ситуации. Вы расстраивались, переживали, тревожились, боялись, чувствовали обиду, жалели себя, ощущали свою неполноценность, злились. Представьте, что вы смотрите на эти эмоции глазами своего высшего, божественного Я. Божественное Я всегда пребывает в любви, в свете, в покое и совершенстве. Его просто не могут коснуться никакие негативные эмоции. Потому глазами божественного Я можно воспринимать эти эмоции лишь со стороны, так, будто они вас не касаются. Вы поймете, что вашей истинной сути, вашего божественного Я, они в самом деле не касаются. Когда вы вот так отстранитесь от своих эмоций, скажите себе, эта ситуация нужна мне, она является уроком для меня. В конечном итоге она направлена на мое высшее благо. Если сразу трудно воспринять эту идею, приучайте к ней себя постепенно изо дня в день. Поймите, принять ситуацию это не значит смириться со страданиями. Это значит отойти в сторону от страданий и посмотреть на ситуацию объективным взглядом, как на то, что есть и на то, что может быть изменено. Скажите себе, это то, что есть, это то, с чем надо иметь дело, это то, что надо принять. Я принимаю это как есть, я принимаю это как то, что я могу изменить. Приучив себя к такому восприятию, вы сможете нейтрализовать диссонансные эмоции и спокойно принять ситуацию. Механизм трансформации кармических энергий, благодарность. Нейтрализовав диссонансные эмоции, вы уже снимаете механизм действия кармы. Нет страданий, нет и кармы. Но вы можете пойти еще дальше, трансформировать кармические энергии в нечто позитивное, окрашенное светом и любовью. Делая это, вы будете выполнять важнейшую задачу человека на земле, трансформацию энергии материального мира в свет и любовь Бога. Выполнение этой задачи полностью устраняет кармические проблемы из вашей жизни. Самый совершенный способ трансформации любой энергии в любовь и свет это благодарность. Энергия благодарности поистине делает чудеса. Ученые, исследовавшие свойства воды, выяснили, что если к большому количеству воды добавить всего каплю из освещенного источника, вся вода становится освещенной. Точно так же к любой энергии мы можем добавить всего лишь каплю благодарности и вся энергия станет позитивно окрашенной, так как благодарность безо всякого сомнения несет в себе большой положительный заряд. Это значит, какие бы диссонансные энергии не присутствовали в вашей жизни, благодарность способна мгновенно превратить их в свет и любовь. Диссонансные энергии ведут только к боли и страданиям, тогда как свет и любовь несут в себе счастье, мир, покой, благополучие, достаток, радость жизни. Вы уже сделали большой шаг к свету и любви, нейтрализовав энергии боли и страданий путем принятия кармической ситуации, как есть. Вы обратили боль и страдания в нейтральную энергию, жизненную силу. Добавив к ней энергию благодарности, вы превратите ее в свет и любовь Бога. Как это, проявить благодарность к чему-то, что вам неприятно, что вызывает боль и страдания? Со временем вы поймете, что в этом нет ничего невозможного и даже начнете получать удовольствие, выражая благодарность своим неприятностям. За что благодарить за урок? Даже если вы еще не совсем понимаете, в чем состоит этот урок, все равно благодарите. Чтобы лучше понять смысл урока, обратитесь к духу с соответствующей просьбой. Дорогой дух, мое божественное я, помоги мне понять, в чем состоит урок, который я должен извлечь из данной ситуации. чему я должен научиться, что понять, какие выводы сделать, какой позитивный опыт приобрести. Если вы зададите подобные вопросы, ответы придут, и вам будет гораздо легче искренне поблагодарить урок за все, что он вам дал. Упражнение 4. Трансформация кармических энергий. Сядьте в удобную позу, закройте глаза и подумайте о наиболее типичной для вас ситуации, связанной с деньгами, которая вызывает у вас боль, страдания, переживания или какой-то дискомфорт. Вспомните состояние этого дискомфорта. Вы можете почувствовать, что оно находит отражение и в вашем теле. Попробуйте определить, где именно в теле ощущается этот дискомфорт. Вы можете выявить некую сдавленность, напряжение, тяжесть или болезненность, будто что-то ноет внутри, не обязательно физически. Настройтесь на эту область дискомфорта в своем теле или в своем внутреннем пространстве и мысленно направьте туда поток энергии от вашего сердца. Скажите себе, что вы направляете поток любви и света Бога. Затем вспомните неприятные эмоции, связанные с этой ситуацией, вашу душевную боль и страдания, обиду, жалость к себе и так далее. Если вам захочется как-то выразить эти эмоции, например, слезами, каким-то резким движением, криком или просто интенсивным дыханием, выразите их, тем самым вы поможете в освобождении соответствующих энергий. Затем скажите вслух или про себя. Я благодарю эту боль, эти страдания, ведь они пошли мне во благо. Я благодарю эту боль и эти страдания, потому что они дали мне бесценный опыт, и я стал ближе к Богу благодаря им. Я благодарю все происшедшее за тот урок, который мне преподнесен. Все правильно. Так и должно быть, этот урок нужен мне. Я благодарю эту ситуацию и отпускаю ее, чтобы пребывать отныне в любви и свете Бога. Затем скажите, сейчас я трансформирую все диссонансные энергии в любовь и свет Бога и делаю это при помощи своей благодарности. Представьте вспышку золотого огня перед вашими глазами, в котором мгновенно вспыхивает и сгорает энергия боли в виде черного сгустка, который тут же обращается в золотую вспышку. Скажите, свершилось, я свободен. Поблагодарите Творца и ваших ангелов за помощь. Как не нарабатывать новую карму? Нейтрализация и трансформация диссонансных энергий это универсальные механизмы устранения действия кармы из своей жизни. Вы можете использовать эти механизмы для отработки прошлой кармы, но не менее важно не нарабатывать новую карму. Наступит момент, когда вы просто не будете создавать диссонансных энергий в своей жизни. Но пока большинству людей это не удается. Слишком сильно в нас впечатана привычка к автоматическим реакциям, которые далеко не всегда конструктивны. В травмирующих ситуациях горечь, боль, обида, злость, страх подчас охватывают нас помимо нашей воли. Не надо корить и осуждать себя за это. Если мы отнесемся осознанно к подобным проявлениям и научимся немедленно трансформировать их, ничего страшного уже не сможет произойти. диссонансные энергии будут преобразованы и не причинят нам зла. Самое главное быть бдительным, внимательным к себе и к своим эмоциям и не лениться сразу же по меньшей мере в течение того же дня отрабатывать подобные эмоции. Идеальных людей нет и даже просветленные порой оступаются, ошибаются, проявляют диссонансные эмоции. Их отличие от других людей в том, что они честны с самими собой, отдают себе отчет в своих ошибках и немедленно их исправляют. Не надо зарекаться от ошибок, от них никто не застрахован. Но научиться осознанно корректировать свое состояние и делать это достаточно оперативно просто необходимо, тогда вы не будете нарабатывать новую карму. Упражнение пять. Ежевечерняя коррекция эмоционального состояния. Эту практику нужно выполнять каждый вечер, можно лежа в постели перед сном. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя и представьте, что там, в глубине вашего внутреннего пространства, есть сияющий источник света. Это ваш божественный центр. Соединившись с ним, вы можете при помощи его энергии нейтрализовать любые диссонансные эмоции. Вспомните свой день с самого утра. Не столько события, сколько ваши эмоции. Главное, что нужно понять, не было ли ситуации, когда вы стали источником диссонансных энергий или приняли такие энергии от других людей. Иными словами, не испытывали ли вы тех или иных негативных эмоций. Если вы ставите целью отрабатывать денежную карму, особо обратите внимание на негативные эмоции, так или иначе связанные с деньгами. Представьте, что вы направляете на эти эмоции свет из божественного центра. Можно также мысленно поместить эти чувства в ваш божественный источник света и наблюдать, как они растворяются, исчезают, трансформируясь в свет. Направьте им свою любовь и благодарность, чтобы завершить трансформацию. Если хотите, можно попросить помощи у ваших ангелов для этой работы. Не забудьте их также поблагодарить. Таким образом, нужно трансформировать все негативные эмоции, испытанные вами в течение дня, какие сможете вспомнить и осознать. Так вы предотвратите наработку кармы. Резюме. Чтобы освободиться от кармы, мешающей наладить нормальное отношение с деньгами, необходимо определить, каковы ваши кармические уроки в отношении денег, выразить намерение на нейтрализацию кармы, применить механизм нейтрализации кармы при помощи принятия ситуации, как есть, применить механизм трансформации кармических энергий при помощи благодарности, практиковать отработку диссонансных энергий, чтобы не нарабатывать новую карму. Глава третья. Обретение силы необходимы для привлечения денег и достатка. Воссоединитесь со своей божественностью. Для того, чтобы в нашу жизнь пришли блага, которых мы достойны, необходимо осознать и принять свою внутреннюю силу. От Бога мы все наделены силой для получения всего необходимого. Но пока эта сила неосознана, она не может быть приведена в действие. В этом случае она как бы есть, но фактически ее нет. Карайон постоянно говорит о том, что мы могущественны, просто не знаем о своем могуществе, вернее, забыли о нем. Человек подобие Бога, или, как еще говорят, все мы дети Бога, или его лучи, искры, частицы. Все эти обозначения довольно условны, но суть в том, что каждый человек обладает божественной природой. Это значит, что в каждом человеке заложены все свойства и возможности Всевышнего, в том числе и его творческие созидательные возможности. Мы можем создавать все необходимое для себя так, как это делает Бог, намерением, мыслью, словом, энергиями любви и света. Бог творит легко, просто потому, что творчество его природа. Точно так же творчество является природой человека, как духовного божественного существа. Вот только у большинства людей эти возможности спят или в лучшем случае задействованы всего на несколько процентов. Почему так происходит? Потому что условия материального мира не способствуют памяти о нашей божественности и о подлинно божественном величии, каким наделены люди от Бога. Эти условия на протяжении многих веков способствовали как раз обратному чувству униженности, ощущению собственной слабости, беспомощности. Но задача человека на земле как раз и состоит в том, чтобы вспомнить о своем божественном величии, и начать реализовывать его на практике вопреки всем сложностям, препятствиям и тому сопротивлению, который создает материальный мир на пути каждого, кто проснулся и начал свой путь к просветлению. Да, мы живем в сопротивляющейся среде, именно потому, что все века лишь немногие люди пробуждались, чтобы идти к Богу. Но сейчас времена изменились, пробуждаются все больше и больше людей. Число тех, кто вспоминает о своей божественности, растет в геометрической прогрессии. И чем больше пробужденных на земле, тем легче пробудиться остальным. Поэтому в наше время уже не надо тратить множество жизней, чтобы вспомнить о своей божественности и вернуть свое подлинное божественное величие. это можно сделать очень быстро, в пределах одной жизни, и потратить на это даже не годы, а месяцы, а то и еще меньше, потому что все готово для пробуждения большого количества людей. Теперь даже сама планета Земля, ее обновленная энергетика, способствуют этому. В сущности, вся вселенная ждет только нашего намерения на возрождение в Боге, если мы готовы искренне и открыто выразить это намерение, процессы восстановления наших божественных качеств идут очень быстро. Вы можете сказать, что есть множество людей, которые не пришли к Богу, и тем не менее они богаты, успешны, обладают достатком, процветают. Во-первых, мы уже говорили о том, что богатство и счастье далеко не синонимы, что они сочетаются между собой лишь при условии следования пути духа, восстановления своей божественности. Во-вторых, все земные источники изобилия, достатка, благополучие, все источники, кроме божественных, не являются надежными. Они казались надежными на протяжении долгого времени. Люди искали и находили силу в деньгах, власти, имуществе и прочих материальных вещах и возможностях. Эти источники могли их питать на протяжении долгого времени, но они никогда не были вечными. А сейчас и подавно эти источники иссякают очень быстро. Посмотрите на людей, которые ищут опору в деньгах и власти. Да, они могут вознестись очень высоко по социальным меркам. Но уже в следующий момент они могут оказаться на самом дне. И такое происходит все чаще. Почему? Потому что материальные источники силы и могущества не просто ненадежны, они иллюзорны. Ни деньги, ни власть, ни материальные блага не дают настоящей силы. Они дают лишь временную иллюзию силы. Но подобные иллюзии сейчас разоблачаются очень быстро. Есть только один подлинный источник силы могущества, достатка, успеха, благополучия. Это вечный, вневременный, внепространственный, надмирный, божественный источник. Невозможно потерять силу, если мы черпаем ее из этого источника. Тот, кто открыл в себе божественность и воссоединился с ней, всегда будет сильным, могущественным, процветающим, причем его сила и могущество будут только возрастать, что бы ни происходило вокруг. Божественный источник силы никак не зависит от событий материального мира. Выразите намерение воссоединиться со своей божественностью и всегда быть с нею в контакте. Дополните намерение соответствующей медитации визуализации смотри следующее упражнение, которую можно повторять так часто, как захотите. Упражнение один. Воссоединение собственной божественностью. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза, если хотите. Представьте, что прекрасные существа света, ангелы, стоят за вашей спиной. Оберегая, охраняя вас и направляя на вас свою чистую божественную любовь. Любовь безусловную, любовь всепрощающую, любовь милосердную. Они великолепные, большие, сильные, сияющие. Они стоят за вашей спиной и простирают над вами руки или крылья или просто окутывают вас светом. Вы чувствуете их безмерную доброту и сострадание к вам. Почувствуйте себя тем, кто защищен этими энергиями, этими ангелами, этими прекрасными существами. Это члены вашей божественной семьи. Почувствуйте себя в их объятиях. Почувствуйте себя в безопасности под их защитой. Почувствуйте себя достойными их безусловной любви, потому что вы достойны ее. Какими бы вы ни были и что бы вы ни делали. Теперь представьте себе, что к ним присоединяется еще один ангел, столь же прекрасный и величественный. Он встает рядом с ними, за вашей спиной, и ваша божественная семья отступает чуть назад, отдавая ему первенство. Вы чувствуете его любовь, его силу, его защиту, его сострадания и доброту к вам. Этот ангел вы сами. Это вы в вашей божественной ипостаси. Этот ангел то, что вы есть на самом деле. Мысленно соединитесь с этим ангелом, станьте им, смотрите его глазами на себя в физической оболочке, на свое тело. Увидьте, что это тело именно такое, каким оно задумывалось изначально. что это тело идеально подходит для прохождения на земле именно тех уроков, которые следует пройти. Увидьте, что это тело сейчас находится в идеально подходящем для этой встречи возрасте. Что это прекрасный возраст для просветления и воссоединения с Божественным. Благословите это тело и направьте ему энергии исцеления. Представьте, как вы окутываете светом любви себя человека. Направьте себе человеку потоки света и любви Бога. Снова представьте, что вы человек, находящийся в объятиях ангела. Вы тот, кто принимает энергии любви и света от него. Почувствуйте себя в потоках света. Почувствуйте, как восплабеняется и наполняется энергией каждая клетка вашего существа, потому что пробуждается божественность, закодированная в вашей ДНК. Вы наполняетесь любовью и светом Бога, вы обретаете божественность. Научитесь полностью принимать себя. Чтобы принять свою силу, надо принять самого себя. Только тогда можно выйти на путь духа, который просто исключает недостаток в чем бы то ни было. Может быть вы замечали, что иногда все задуманное получается у вас легко, будто само собой. Вы только захотели чего-то и вот уже дела идут как по маслу. Все осуществляется и складывается впечатление, что кто-то вас ведет за руку заранее намеченным удачным маршрутом. При этом вы тратите минимум сил, а иногда наоборот, как вы не стараетесь, дела не идут. На пути осуществления желаний возникают препоны, и вы будто пробуксовываете на месте, тратите уйму сил, и все впустую. Дело вовсе не в везении или невезении, не в стечении обстоятельств. Просто в первом случае вы делали то, что соответствует задачам духа, и потому действовали в сотворчестве с Богом. А во втором случае вы пытались двигаться не лучшим для себя путем, а потому неодобренным Богом. Бог всегда выбирает только лучшее для нас и помогает на лучших путях. Если мы пытаемся делать что-то, что не принесет нам блага, Бог не помогает двигаться этим путем. У всех людей хоть раз в жизни были моменты, когда чувствовалась помощь и поддержка свыше, когда все складывалось удачно, и желанные цели достигались легко, с минимумом усилий. То есть на практике каждый хоть раз испытал, что такое действовать в сотворчестве с Богом. У большинства людей этот опыт не стал осознанным, и потому люди считают его случайностью. На самом деле это не случайность. Если мы начнем осознанно вступать в сотворчество с Богом, то его проявления будут все чаще возникать в нашей жизни, пока не станут чем-то постоянным и непрерывным. Что такое сотворчество? Это прежде всего равноправные партнерские отношения. Это как раз и становится камнем преткновения для многих людей. В течение тысячелетий люди считали себя рабами Бога, зависимыми и беспомощными существами, ощущавшими свое ничтожество перед его величием. И вот теперь Крайон говорит, что мы равны с Богом, можем стать его партнерами и творить вместе с Ним. Сознание подчас с трудом перестраивается для принятия этой истины. И все же его необходимо перестраивать. И главное, что нужно сделать для этого, обрести чувство собственного достоинства и выровнять самооценку. Если мы низко ценим себя, если мы не обладаем божественным достоинством, мы просто не можем соединиться с творческой силой Вселенной и начать творить вместе с нею, мы не сможем стать достаточно чистым каналом, чтобы проводить через себя божественные энергии. Нужно осознать свою божественность и принять себя таким, как есть. Нужно избавиться от чувства неполноценности, низкой самооценки, от чувства вины, от самоосуждения, от чувства, что вы недостаточно хороши, недостойны и так далее. Все эти чувства не отражают истинного состояния дел. Для Бога каждый человек достоин любви, уважения. В Боге каждый совершенен и никто ни в чем не виноват. Если вы хотите создать для себя что-то хорошее, достаток, успех, благополучие, счастье, сначала убедитесь, что вы полностью принимаете себя таким, как есть, без малейшего осуждения, критики, чувство неполноценности, чувство вины. Ни одно дело не может быть успешным, если вы хотя бы в чем-то не принимаете себя. Разберитесь в себе, за что вы себя не любите, что вам не нравится в себе, что вы не принимаете, за что вы осуждаете и критикуете себя. Затем вспомните, что вы божественны, вы луч, искра, божественная сама ваша суть, ваша природа. Разве можно критиковать, осуждать, не любить Бога? Отнеситесь к себе так, как относится к вам Бог, отнеситесь к себе, как к Богу. Это и будет означать полное принятие, без которого невозможно гармония с собой и невозможно никакое созидание во благо себе. Упражнение два. Настрой на принятие себя. Сядьте в удобную позу, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Направьте внимание внутрь себя, сосредоточившись на области в центре груди. Задайте себе вопросы. Что мне не нравится в себе? За что я себя осуждаю? Из-за чего я испытываю чувство вины? Что мешает мне чувствовать себя достойным? Вопросы можно сформулировать иначе, на ваше усмотрение. Некоторое время просто пребывайте в состоянии внутренней тишины, прислушиваясь к себе и позволяя ответам всплыть на поверхность. Не пытайтесь эти ответы сформулировать словами и не ждите, что они придут к вам в виде готовых мыслей. Правильно будет, если они придут в виде эмоций. Не подавляйте эту эмоцию, дайте ей так или иначе проявиться. Признайте, что испытываете чувство вины или чувство, что вы недостаточно хороши, или чувство, что вас обделили, обидели. Признайте, что вы в связи с этим испытываете душевную боль. Позвольте, если надо, пролиться слезам по этому поводу. Представьте, что за вашей спиной стоит бесконечно любящее вас существо, белоснежный или золотой ангел. Он любит и принимает вас таким, какой вы есть. Все ваши недостатки, ошибки, все то, за что вы себя судите, является ничтожно малым по сравнению с этой любовью. Посмотрите на себя глазами этого ангела. Вспомните то, за что вы не можете себя простить. Вспомните ту ситуацию, которая вызвала у вас это чувство вины. Скажите себе, я прощаю, прощаю, прощаю себя за это. Повторите несколько раз. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, откройте глаза. Подойдите к зеркалу и, глядя на свое отражение, скажите вслух, я хороший, замечательный человек. Я, как и все, совершаю ошибки. Это нормально. Я себя понимаю и прощаю за это. Я отношусь с пониманием ко всем своим несовершенствам, промахам, недостаткам. Они не мешают мне быть хорошим, достойным человеком. Они вовсе не мешают мне относиться к себе с любовью и уважением. Моя любовь к себе безусловна. Она не зависит ни от чего, и ничто не может ее ни отменить, ни уменьшить. Я отменяю чувство вины раз и навсегда, потому что раз и навсегда прощен за все. Я достоин того, чтобы быть прощенным и любимым. Я прощен, я любим, я прощен, я любим, я прощен, я любим. Включите в действие энергию безусловной любви. Настоящая сила всегда проистекает из безусловной любви, все остальное лишь видимость силы. Безусловная любовь это любовь, которая ни от чего не зависит, не ставит никаких условий, то есть любовь бескорыстная, чистая, всепрощающая. Бог любит людей именно безусловной любовью. Это любовь, которая не судит и не наказывает, а только прощает и принимает. Каким бы ни был человек, как бы себя не вел, что бы ни делал, он не может лишиться божественной любви. Человек может сам начать себя считать недостойным любви, сам вывести себя из ее энергии, но Бог никогда не закроет перед ним двери, никогда не перестанет любить и в любой момент будет готов снова принять его в свои объятия. Безусловная любовь это и есть основное свойство божественных энергий. Это закон, на котором строится мир. Безусловная любовь это не просто чувство, это сила, это энергия. Энергия творящая и созидающая. По сути, другой созидающей силы во вселенной нет. Вот потому по-настоящему положительных результатов в любом деле, в любом нашем начинании на земле мы можем достичь лишь тогда, когда включаем в действие энергии безусловной любви. Все, что задумано, начато и сделано с такой любовью, просто обречено на успех. А вот если мы делаем что-то не из любви, а из каких-то других соображений, корысти, выгоды, желания получить награду или благодарность, то провала не избежать. В этом случае тоже можно достичь успеха, но успех этот будет временным и непрочным. И рано или поздно обернется своей противоположностью. Когда вы собираетесь что-то предпринять и во что-то вложить усилия, в первую очередь спрашивайте себя, делаете ли вы это из безусловной любви? Нет ли здесь какой-то корысти с вашей стороны? Вы действительно делаете это лишь потому, что любите это делать, или хотите скрыто или явно получить что-то взамен? Вам кажется, что вы абсолютно бескорыстно заботитесь о другом человеке? Вы делаете это лишь потому, что любите это делать. Так ли это? Проверьте, не обманываете ли вы себя, не ждете ли вы на самом деле благодарности? А может вы таким образом хотите повлиять на этого человека, чтобы он отплатил вам особой привязанностью или чтобы почувствовал, что он перед вами в долгу? Дорогие, такие намерения не являются чистыми. А если ваше намерение нечисто, то ваши силы будут потрачены впустую. Вы не получите то, что хотите. Крайон. Безусловная любовь очень сильно отличается от того чувства, которое люди привыкли называть любовью. В человеческом обществе преобладает как раз условная любовь. Люди готовы любить друг друга лишь на каких-то условиях. Если ты будешь любить меня, тогда и я буду любить тебя. Если ты будешь вести себя так, как я хочу, я буду любить тебя. И так далее. Такая любовь по сути не является любовью вообще, и в ней даже близко нет божественной чистоты. И все таки, несмотря на веками вырабатываем привычку к условной любви, которая не дает силы, а только отнимает ее, у каждого человека в глубине души есть источник безусловной любви. На подсознательном уровне мы знаем о своей божественности, а значит знаем, что такое безусловная любовь. Нужно просто обратиться к себе и возродить ее источник. И тогда вы можете сверяться с ним, как с компасом или камертоном, прежде чем браться за какое-то дело. Если в вашей душе живет безусловная любовь и именно с нею вы приступаете к какому-то делу, можете не сомневаться, что вас ждет успех. Упражнение 3. Безусловная любовь как сила ведущая к цели. Останьтесь наедине с собой. Устройтесь в любой удобной позе. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя, мысленно соединитесь с вашим божественным центром. Представьте, что за вашей спиной стоит ангел, который смотрит на вас глазами полными любви. Почувствуйте потоки любви, которые окутывают вас. Затем мысленно соединитесь с ангелом и посмотрите на себя его любящими глазами. Затем снова почувствуйте эту любовь, изливающуюся на вас человека. Затем представьте, что вы человек и вы ангел сливаетесь воедино. Вы становитесь единым, неразделенным существом, пребывающим в пространстве любви. Любовь и внутри вас, и вокруг вас, она везде, она часть вас, и вы часть ее. Оставаясь в этом пространстве любви, начинайте мысленно перебирать цели, которые вы хотите достичь, и желания, об исполнении которых вы мечтаете. Замечайте, удается ли вам оставаться в этом состоянии любви, когда вы думаете о той или иной цели. Если эти мысли выбивают вас из состояния любви, рождают беспокойство, страх, тревогу, уныние или прочие диссонансные эмоции, значит, данная цель вряд ли нужна вашему духу. Если же вы чувствуете, как состояние любви окрыляет вас при мысли о той или иной цели, как оно словно поднимает вас над землей, и вы испытываете радостное воодушевление, значит, дух дает вам все силы и возможности для достижения этой цели. Начните движение к вашей цели вот из этого состояния безусловной любви, и она станет вашей реальной движущей силой на пути к успеху. Ставьте только позитивные цели. Принимать себя, относиться к себе позитивно, с безусловной любовью необходимо, чтобы вкладывать безусловную любовь во все, что вы делаете, и таким образом достигать успеха. Безусловная любовь способна наполнить вас силой, необходимой для созидания, сотворчества с Богом и сотворения собственной жизни, для успеха, благополучия, процветания, счастья. Все, что не является безусловной любовью, отнимает наши силы. Вот почему все, что делается без любви, не приводит к подлинному благу, как бы мы ни старались. Так зачем стараться впустую? Подключив к делу безусловную любовь, мы, можно сказать, находим тот самый рычаг, который способен перевернуть землю. Мы можем делать поистине великие дела с минимальными усилиями. Сила и энергия любви работает за нас. Но произойдет это при одном условии. Если и цели, которые вы ставите, тоже являются позитивными, ваша позитивная установка в отношении себя и мира, ваше позитивное намерение плюс ваша позитивная цель, вот подлинная формула успеха. Если вы хотите позитивного результата, например, успеха в каком-то деле, но в глубине души сомневаетесь в этом результате или в своих способностях, или с помощью этого результата хотите достичь непозитивных целей, например, доказать кому-то свое превосходство, эта крупица негатива обернется против вас. Пожалуйста, исключайте любое уныние, неверие в себя или желание противопоставить себя другим, когда вы приступаете к созидательным целям. Помните, что все зависит от вас. Если вы не верите в свой успех, успеха не будет, но ведь никто не мешает вам проникнуться позитивными ожиданиями и верить в то, что все у вас будет хорошо. Крайон. Если ваша цель по-настоящему позитивна, вы будете уверены, что ее осуществление пойдет во благо и вам, и другим людям. В таком случае все этапы постановки и достижения ваших целей будут сопровождаться радостью, удовольствием, предвкушением чего-то хорошего. Будьте внимательны к своим чувствам и настроениям. Если вдруг возникают сомнения, уныние, эмоциональный спад или другие диссонансные состояния, задумайтесь, правильную ли цель вы выбрали, действительно ли ее осуществление пойдет вам во благо. По-настоящему позитивная цель обладает таким энергетическим зарядом, что она сама будет двигать вас вперед с минимальными усилиями с вашей стороны. Упражнение 4. Проверка целей на позитивность. Перечислите лучше письменно, о чем вы мечтаете, каких целей хотите достичь. Выберите наиболее значимую и актуальную цель. Представьте ее уже достигнутой. Затем направьте внимание внутрь себя, в свое внутреннее пространство. Представьте, что соединяетесь со своим божественным центром. Сосредоточьтесь на области сердца и прислушайтесь к своим ощущениям. Вызывает ли у вас радость мысли о предстоящем достижении цели? Есть ли у вас приятное предвкушение ее достижения? Искреннее желание двигаться к ней? Нет ли чувства, что вы вынуждены заниматься этим по принуждению? Если ваши ощущения некомфортны, возможно, вы выбрали не ту цель, которая соответствует задачам вашего духа. Если ощущения комфортны, если вы не чувствуете никакой скованности, угнетенности, напряжения, если ощущаете только легкость, свободу, радость, то вы на верном пути. Чтобы окончательно удостовериться в позитивности вашей цели, задайте себе вопросы. Способен ли я с любовью делать все то, что необходимо для достижения этой цели? Отнесусь ли я с любовью к тому результату, который получу в итоге? Продиктовано ли любовью само мое намерение достичь этой цели? Честно ответьте себе на эти вопросы, слушая свое сердце, и вы поймете, каких целей стоит достигать, а каких нет? Научитесь удерживать свою силу. Крайон говорит, что среди нас нет слабых людей, есть те, кто не знает о своей силе, и еще есть те, кто добровольно отдает свою силу другим людям, из чувства жалости или чувства долга, или сдаваясь под напором тех, кто привык пользоваться чужими энергетическими ресурсами. К сожалению, нам приходится встречаться с манипуляторами, скрытыми или явными агрессорами, с теми, кто так или иначе претендует на наши жизненные силы. Если говорить об этом явлении без прикрас, то его можно характеризовать как паразитизм. Крайон называет паразитизм крайне деструктивным явлением. Причем деструктивно ведет себя не только тот, кто пытается паразитировать на других, отнимая у них силу, но также и тот, кто отдает свою силу, тем самым потворствуя паразитизму. Весь секрет в том, что мы действительно могущественны, а потому никто не может отнять нашу силу, если мы сами не соглашаемся отдавать ее. Мы подчас отдаем свои силы близким, например, когда жертвуем своими интересами, делая то, что хотят они, даже если нам это не нравится. Некоторые целители отдают силы пациентам, обесточивая себя. При этом донору кажется, что он делает благое дело, но Крайон говорит, что это не так. Отдавая свои силы другому, мы не только причиняем вред себе, но и культивируем слабость и беспомощность этого другого. Отдавая ему силу, мы демонстрируем, что у него недостаточно своей собственной силы, хотя это не так. Крайон говорит, что в новых энергиях планеты Земля недопустимо отдавать свою силу. Каждому из нас дана сила, чтобы мы осуществляли свои собственные задачи, служили своему духу, шли своим путем и жили своей жизнью. Если мы начинаем жить жизнью кого-то другого, а именно это происходит, если мы отдаем свою силу, то просто предаем себя, не достигаем целей своего духа, не выполняем то, ради чего пришли на землю, и в большой степени лишаем смысла само свое существование. Заметьте, делиться любовью и светом это не то же самое, что отдавать силу. Если вы нашли в себе источник безусловной любви, если вы направили эту любовь прежде всего самому себе, то вокруг вас образуется притягательная аура любви. Вы не отдаете свою силу, но другие люди могут греться в лучах вашей ауры, и благодаря этому открывать источники любви и в самих себе. Начать ценить себя, свою божественную суть, поставить на первое место свое божественное я, окружить себя аурой любви, вот лучшая защита от всевозможных деструктивных воздействий извне, от всех посягательств на вашу силу и энергию. В течение многих тысячелетий мы привыкали отдавать свою силу, потому что слишком низко ценили себя. Сейчас пришло время выработать новую привычку, ставить себя на первое место, жить своей, а не чужой жизнью и удерживать свою силу. Упражнение пять. Станьте неуязвимым для деструктивных воздействий. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких, медленных вдохов и выдохов. Сосредоточьтесь на дыхании. Представьте, что вы находитесь внутри потока очень яркого, сияющего белого света, который соединяет небо и землю, уходя в бесконечность в обоих направлениях. Сделайте несколько вдохов, представляя, что вдыхаете этот сияющий свет, а на выдохе мысленно распространяете его по всему телу. Когда почувствуете, что абсолютно спокойны, что сияющий свет божественного источника защищает вас, вспомните ситуацию, когда кто-то негативно воздействовал на вас, отнимая вашу силу. Не нужно долго думать, обычно подсознание само выталкивает нужное воспоминание практически сразу. Причем обратите внимание, отнимать у нас силу можно не обязательно проявляя агрессию. Некоторые люди умеют делать это и молча, например, затаив обиду или молчаливо укоряя в чем-то. Чаще всего у нас отнимают силу, провоцируя на одно из двух, а то и на оба сразу, чувство жалости и чувство вины. Если вы поддаетесь на такие провокации и в самом деле начинаете жалеть другого или чувствуете себя виноватым, вы невольно отдаете ему свою силу и, по сути, перестаете принадлежать самому себе, потому что начинаете жить не своей жизнью, а постоянно думаете, как угодить другому. Собственные же нужды при этом часто остаются неудовлетворенными и в собственной жизни начинается упадок, тогда как тот, кто провоцирует вас отдавать ему силу, процветает. Представив перед собой этого человека, снова сосредоточьтесь на ощущении получения энергии из высшего источника. Представьте, что вы стали наблюдателем, который смотрит на происходящее будто со стороны, тогда как все ваше внимание занято ощущением вашей защищенности в луче божественного света. Представьте, что этот человек начинает вести себя так, как он вел себя обычно, провоцируя вас отдавать ему силу и энергию. Но вы вместо того, чтобы поддаваться ему и испытывать привычные для вас чувства раздражения, обиды, злости, дискомфорта, эти ощущения как раз и говорят о том, что вы отдаете свою силу, вспомните, что это урок, испытание, которое вам по силам пройти. Скажите про себя, это урок, который мне по силам, я его прохожу, чтобы стать сильнее. Затем мысленно поблагодарите агрессора и также про себя произнесите, спасибо за то, что ты тренируешь меня, пытаясь отнимать у меня силу, благодаря тебе я избавляюсь от своих проблем и учусь становиться сильнее. Затем представьте, что вы стали прозрачным и любые воздействия могут проходить сквозь вас. Заметьте, вместо того, чтобы строить стены и прочие границы, вы напротив делаете границы прозрачными. Представьте, что негативное воздействие, исходящее от агрессора, проходит сквозь вас и соединяется с потоком света, внутри которого вы находитесь. Этот поток уносит все нежелательные энергии через ваше тело вниз вглубь земли. Попросите землю, чтобы она помогла вам заземлить и нейтрализовать нежелательные воздействия. Представьте, что образ агрессора медленно тает и, наконец, исчезает из зоны видимости совсем. Снова глубоко дышите, представляя, как ваше тело очищается от всех остатков нежелательных энергий, а то, что остается, мгновенно преобразуется в свет. Оцените, как изменилось к лучшему ваше состояние. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и открывайте глаза. Резюме. Чтобы получать в своей жизни все необходимое, достигать успеха, достатка, благосостояния, нужен доступ к источнику внутренней силы. Чтобы получить этот доступ, необходимо воссоединиться со своей божественностью и постоянно находиться в контакте с ней. Научиться полностью принимать себя, включить в действие энергию безусловной любви, ставить только позитивные цели, чтобы их энергия сама двигала вас вперед, удерживать свою силу, не потакать паразитизму окружающих, не позволять обесточивать себя. Глава четвертая Обретение качеств мастера-творца Дайте себе разрешение на творчество Типичная ошибка многих людей состоит в том, что они ожидают перемен к лучшему откуда-то извне. Они ничего не делают и только ждут, когда обстоятельства переменятся к лучшему. Но обстоятельства не могут перемениться к лучшему, пока мы не начнем сами менять что-то в себе. Все перемены начинаются изнутри это закон. Что внутри то и снаружи это непреложная истина вселенной. При желании вы можете заметить, что ваши успехи или неуспехи в любом деле зависят в большой степени от вашего внутреннего настроя. Чтобы чего-то достичь нужно настроиться на это, то есть произвести определенные перемены в своем сознании и душевно-психологическом состоянии. Настрой это то, что зависит от вас, а не от других людей и не от обстоятельств. Кроме настроя нужны еще и определенные качества. Это качество мастера, качество творца. Созидательные силы не придут откуда-то извне, чтобы построить для вас лучшую жизнь. Эти созидательные силы должны приложить к реальным изменениям именно вы и сделать это мастерски, как настоящий мастер-творец. В глубине души каждого из вас скрыт мастер, который жаждет вырваться на свет и явить миру свои творения. Для этого нет преград, кроме тех, которые вы сами вольно или невольно создаете себе. Преграды не снаружи, они внутри. И эти преграды иллюзорны, дорогие. Они держатся лишь потому, что вы сами верите в них. Крайон. Никто за вас не создаст то, что вам нужно в вашей жизни. Это можете сделать только вы. Но для этого надо изменить свои представления о себе. Надо перестать считать себя слабым, беспомощным, зависимым существом, которое только и может ждать милости от других людей и от обстоятельств. Надо осознать свое могущество. Надо осознать, что вы сами имеете силы и возможности для того, чтобы обустроить свою жизнь наилучшим образом. Надо дать себе право творить и принять на себя ответственность за то, что и как вы созидаете в своей жизни, в частности, и на планете Земля в целом. Дать себе разрешение на творчество, на созидание, на сотворение своей версии земного рая. Вот первое условие успешного процесса творения, которое вы, как Бог, можете в любой момент начать в своей жизни. Упражнение 1. Обретение права на творчество. Подойдите к зеркалу, посмотрите в глаза своему отражению. Смотрите так, будто вы смотрите не на внешний облик, а на внутреннюю суть, скрытую за внешним обликом. Попробуйте уловить отблески этой внутренней сути вашей божественности в глубине своих глаз. Скажите вслух, «Отныне я разрешаю себе создавать в своей жизни все то, что считаю нужным». Повторите несколько раз, пока эти слова не начнут звучать прочувствованно и убедительно. Затем скажите также вслух, «Богом мне даны созидательные возможности и способности, Богом мне дано могущество, Богом мне дано право создавать все необходимое для себя». Сейчас я сам даю себе такое право. В сотворчестве с Богом я начинаю процесс сотворения лучшей жизни для себя. Возьмите на себя ответственность за то, что и как вы создаете. Если вы то и дело говорите, что от вас ничего не зависит, что вы ничего не можете поделать, что виноваты обстоятельства, судьба, злой рок, другие люди, правительство, ситуация в политике и экономике, курс доллара и так далее, вы таким образом снимаете с себя ответственность за свое благополучие. Это удобная позиция, потому что позволяет ничего не делать. Но с другой стороны, эта позиция удерживает вас в состоянии собственной ущербности и заставляет страдать. Это позиция жертвы. Вы не являетесь жертвой, потому что Бог не предусматривал для вас такой роли. Но если вы сами загоняете себя в такую роль, то начинаете чувствовать себя как жертва. Поймите, являетесь вы жертвой или нет, это зависит только от вас, больше ни от кого и ни от чего. Это ваш выбор, быть жертвой или быть творцом своей реальности. Может быть, вы делаете выбор неосознанно, но от этого он не перестает быть вашим и только вашим выбором. Подойдите осознанно к тому, что происходит в вашей жизни. Честно проанализируйте свое поведение и проверьте, нет ли у вас привычки искать виноватых, перекладывать ответственность на других. Даже если вы совершили ошибку, не бойтесь признаться себе в этой ошибке. Поймите, признать ошибку это значит получить шанс на ее исправление. Тот, кто никогда не признает своих ошибок, не только не имеет шанса исправить их, в дальнейшем он будет совершать еще больше ошибок. Просто потому, что не признает их, а значит не может извлечь из них урок. Только признавшись себе честно, что все существующее в вашей жизни создано вами и больше никем вы имеете возможность выйти из состояния беспомощности и зависимости и создать что-то лучшее. Это и будет означать взять ответственность за свою жизнь на себя. Упражнение 2 Осознанное принятие ответственности Подумайте о тех аспектах вашей жизни, которые вас не устраивают. Признайтесь себе честно, нет ли у вас склонности винить в этом обстоятельства или других людей? Не говорите ли вы себе «Я ничего не мог поделать? У меня не было другого выбора? Так уж сложилось и так далее. Осознайте, что подобные фразы всего лишь самообман. Все, что с вами происходит, является результатом ваших собственных решений, вашего выбора, даже если он был сделан неосознанно. Теперь вам предстоит это понять и принять. Вспомните путь, который привел вас к нежелательной ситуации. С чего это началось? Какое ваше решение толкнуло вас на этот путь? Действительно ли у вас не было другого выбора? Может, вы не видели других возможностей, считая, что решение принимаете не вы, а кто-то другой? Даже если вам кажется, что другого выбора не было, скажите себе, я осознаю свою ответственность за сделанный мною выбор. Я сам отвечаю за то, что создал эту ситуацию в своей жизни. Но раз я сам создал эту ситуацию, значит, я сам могу найти и выход из нее, а затем я сам могу создать нечто другое, лучшее. ответственность это тот фундамент, на котором можно построить лучшую жизнь. Сейчас вы заложили его. Обретите уверенность, что вы достойны успеха, достатка, изобилия. Уверенность, что вы достойны изобилия, достатка, успеха, проистекает непосредственно из чувства божественного достоинства и связана с ним нормальной сбалансированной самооценки. Если вы все еще не уверены, что все богатства вселенной предназначены для вас, значит, вам надо поработать над обретением чувства собственного достоинства. Только помните, все изобилие мира предназначено для вас, но в той же самой мере оно предназначено и для других людей. Для Бога никто не выше и не ниже другого. Все в равной мере наделены могуществом и все в равной мере способны создавать для себя все необходимые блага. Может быть, вы задаете вопрос, если все блага мира предназначены для меня, почему же у меня до сих пор их нет? Ответ. У вас до сих пор их нет, потому что до сих пор вы ни разу не протягивали руку, чтобы эти блага взять. До сих пор вы ни разу по-настоящему не открыли глаза, чтобы увидеть, где эти блага находятся. До сих пор вы ни разу не поверили, что в самом деле достойны эти блага получить. Но истина остается истиной. Бог приготовил для вас эти блага. Бог только и ждет, когда вы наконец прозреете, увидите эти блага и придете их забрать. Наша практика как раз и служит такому скорейшему прозрению. Вы уже поняли, что само собой ничего не сделается. Все зависит от вашей веры в себя, от вашей ответственности, от вашей решимости и вашего намерения. Следующее упражнение направлено на то, чтобы вы научились воспринимать окружающую реальность как рок-изобилие, каковой она и является. Но она является такой для тех, кто способен увидеть ее такой. Упражнение три. Рок-изобилие. Представьте, что в вашем распоряжении появился волшебный рок-изобилие, из которого к вам в любой момент явится все то, чего вы только пожелаете. Это могут быть как материальные, так и нематериальные вещи. Возможность побывать там, где вы хотите, получить новые знания и опыт, заняться любимым делом, приобрести новые качества характера, новые таланты и способности обрести любые умения. Представьте, что Вселенная не ставит перед вами никаких ограничений. Лишь вы сами можете ограничить поток изобилия, решив, что вам нужно, а что не нужно. Представьте, как в вашей жизни появляется все то, чего бы вы не пожелали. Что это будет? В каких количествах? Как вы распорядитесь этими богатствами? Как благодаря им изменится ваша жизнь? Представьте, как вы выбираете только те блага, которые вам на самом деле нужны и с их помощью обустраиваете свою жизнь так, чтобы она была максимально похожа на рай. Возвращайтесь к этому упражнению, когда захотите. Оно поможет не только раскрепостить ваше сознание, настроив на принятие изобилия в свою жизнь, но и позволит вам понять, какие блага вам на самом деле нужны, а какие нет. Обретите силу чистого намерения. Чтобы получить желаемое, вы должны быть как минимум твердо уверены, что вы хотите это получить. Кроме того, вы должны быть твердо намерены это получить. Это кажется очевидным, но практика показывает, что множество людей хотят что-то улучшить в своей жизни, но при этом сомневаются и в себе, и в своей цели, не решаются двигаться к ней, беспокоятся, а вдруг все пойдет не так, а вдруг в итоге будет не лучше, а хуже. Такие сомнения и колебания как раз и вызваны отсутствием чистого намерения. Из-за того, что у них отсутствует чистое намерение, множество людей застревают на стадии мечты, в лучшем случае планирования, но дальше этого дела у них не идет. Крайон не раз говорит, что нам вовсе не обязательно сообщать Богу о том, что конкретно мы хотели бы получить. Всевышнему и так известны все наши нужды. Он знает о том, что нам необходимо подчас еще до того, как мы сами сумеем это осознать. Задача не в том, чтобы обратиться к Богу с просьбой о получении желаемого. Задача в том, чтобы сам человек был готовым к получению этого желаемого. Когда мы готовы, когда мы дозрели, тогда желаемое становится доступным, но не раньше. Бог приготовил для нас все необходимые нам дары, но Он ждет, когда мы сами будем готовы их получить. И выразим на это осознанное, ясное и четкое намерение. Такой популярный метод, как визуализация желания, работает лишь при наличии твердого и чистого намерения получить это желаемое. А если такое намерение есть, то и визуализация не столь уж необходима, потому что Бог давно уже приготовил для вас все в лучшем виде, в гораздо лучшем, чем вы можете себе вообразить. Визуализация, к сожалению, у многих людей превращается все в то же пустое мечтание. Гораздо полезнее заняться формированием чистого намерения, чем визуализацией желаемого. Что такое чистое намерение? Это когда вы, безусловно, хотите получить желаемое, то есть не ставите никаких условий и готовы полностью принять на себя ответственность за свой выбор, свое решение и за ту ситуацию, которая возникнет в вашей жизни вследствие этого решения. Чистое намерение обычно возникает, когда мы очень сильно чего-то хотим. Если мы хотим чего-то очень сильно, мы хотим получить это на любых условиях. Нас не пугают невозможные трудности, неперемены, которые всегда связаны с осуществлением мечты. Если же ваше намерение не является безусловно чистым, то, получив желаемое и обнаружив, что с этим связаны какие-то перемены, сложности, непредвиденные обстоятельства, вы можете сказать, «Бог, забери, пожалуйста, это обратно. Мы так не договаривались». Если же ваше намерение безусловно чистое, то желаемое будет для вас так важно и дорого, что вы никогда не согласитесь отдать его обратно, даже столкнувшись с какими-то трудностями, возникшими в связи с получением этого желаемого. Например, если вы по-настоящему и всерьез мечтаете о какой-то работе, то вас не смутит, что до нее долго добираться, что придется возможно иногда жертвовать развлечениями, что вам надо будет чему-то учиться, что не все сразу получится и так далее. Что бы ни было на этой новой работе, вы примете все как есть, возьмете на себя ответственность за свой выбор и будете, не жалуясь, делать все, что надо. Это и будет означать, что ваше намерение было чистым. А если ваше намерение чистое, то вы непременно получите желаемое. Есть такая счастливая закономерность. Упражнение 4. Проверка намерений на чистоту. Составьте список ваших желаний, записывайте то, что будет приходить в голову, не особо задумываясь. Это могут быть как крупные желания найти работу своей мечты, так и небольшие что-то приобрести, куда-то поехать и так далее. Пронумеруйте эти желания в порядке убывания значимости. Начиная с первого желания, обдумайте каждое из них на предмет того, хотите ли вы получить желаемое безо всяких условий или на каких-то условиях. Задайте себе вопросы. Насколько сильно я хочу получить желаемое? Уверен ли я на сто процентов, что я действительно этого хочу? Готов ли я чем-то пожертвовать ради исполнения этого желания? Чем именно? До каких пределов могут дойти эти жертвы? Может ли случиться, что я пожалею о том, что получил желаемое? При каких условиях это произойдет? Могу ли я представить себе дальнейшую жизнь без получения желаемого? Будет ли у меня чувство, что я упустил что-то важное? Буду ли я жалеть об этом? Из ответов вы сможете сделать вывод о том, насколько чистым и твердым является ваше Если вы уверены, что хотите достичь своей цели при любых условиях, можете смело двигаться вперед к мечте. Постоянно совершенствуйтесь в мастерстве. Крайон постоянно говорит, что мы уже мастера, хоть еще и не осознаем этого. Мы сами творим свою жизнь, творим ее своими мыслями, намерениями, своими собственными решениями, осознанными или неосознанными. Это происходит потому, что мы обладаем могуществом. При помощи этого могущества мы материализуем свои мысли и эмоции. И если мы уверены, что в нашей жизни не может быть ничего хорошего, у нас и не будет ничего хорошего. Вот так мы сами заказываем себе свою жизнь и сами, не зная того, осуществляем заказанное. Но зачем же использовать свое мастерство, свое могущество во вред себе? Не лучше ли научиться пользоваться этим могуществом во благо? Да, этому нужно учиться. Нужны сознательные и постоянные усилия. Нужно отдавать себе отчет в том, что и как вы создаете в своей жизни. Нужно анализировать ошибки и делать выводы. Нужно понимать, как и почему в вашей жизни возникают те или иные события. Вы ведь знаете, что они возникают не сами собой. Их создаете вы. Тот, кто стремится к подлинному мастерству, никогда не скажет о том, что с ним случилось. Я не заслуживаю этого, или за что мне это, или это несправедливо по отношению ко мне. Мастер вместо этого задаст себе вопросы. Чем, какими мыслями, чувствами, намерениями, действиями я притяну к себе это? Что я должен понять из этого? Чему научиться? Как я должен изменить свои мысли, чувства, намерения, действия, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Крайон говорит, что настоящего мастера отличает способность постоянно учиться, быть вечным учеником. Мастер это вовсе не тот, кто уже все знает и умеет, не тот, кто никогда не ошибается и ни в чем не сомневается. Мастер это тот, кто любую неприятность встречает словами «в чем тут урок для меня» или «в чем моя ошибка?» Когда вы переполнены чувством божественного достоинства, вы не стесняетесь учиться, не боитесь совершать ошибки, не смущаетесь своим незнанием или непониманием чего-то, потому что уверены, все это никак не может поколебать вашего чувства собственного достоинства. А тот, кто в глубине души не уверен в себе из-за того, что утратил или еще не обрел связь со своим божественным «я», тот пытается доказывать себе и другим, что он чего-то стоит путем кичливости и хвастовства, отстаивания своей правоты и демонстрации своей уверенности. Но если нет уверенности истинной, божественной, то любая уверенность будет лишь видимостью, чем-то внешним и показным, чего на самом деле не существует. Поэтому знайте, ваш статус ученичества, который нисколько не умаляет вашего звания мастера, свидетельствует о высшей степени вашего божественного достоинства. Добровольно принять на себя статус ученичества и достойно нести его может только подлинный мастер, тот, кто отмечен божественным светом и любовью. Крайон. Мастер не откладывает на потом исправление ошибок. Он из всего старается извлекать опыт. Он докапывается до истины и пробует снова, меняет свои мысли, намерения, эмоции, действия до тех пор, пока они не принесут желаемого положительного результата. Оглянитесь по сторонам и поймите, внешний мир отражает вас. Обстоятельства показывают, насколько вы следуете или не следуете своей божественности. Если в ваших мыслях раздор, раздоры будут и вокруг вас. Если вы воюете с собой и с другими, пусть даже мысленно, если в вашей душе нет любви, мира, гармонии, покоя, не исключено, что вам придется увидеть войну и рядом с собой. Иногда уроки бывают очень жестокими, если мы упорствуем в своем нежелании учиться. Лучший способ избежать жестоких уроков учиться буквально у всего, даже у малейших неприятностей. Если вы будете учиться у мелких неприятностей, крупные неприятности уже не придут в ваш дом. Упражнение пять. Формирование привычки извлекать уроки из всего. Подумайте о той неприятности, которая сейчас вас больше всего беспокоит. Неважно, мелкая она или крупная. задайте себе вопрос, в чем здесь урок для меня. Попробуйте отвлечься от всех мыслей и хотя бы на несколько секунд погрузиться в состояние внутренней тишины. Представьте, что вы вслушиваетесь в пространство, будто ожидая ответа. Не пытайтесь догадаться, что это за ответ. Не придумывайте ответ сами, просто вслушивайтесь в тишину. Через несколько мгновений такого вслушивания можете начать размышлять над сутью урока. Знаете, что ответ уже есть у вас внутри. Вам надо только докопаться до него. Подсказка. Суть всех уроков в том, чтобы помочь вам вспомнить вашу божественность и исправить то, в чем вы отступаете от божественности. Неприятности это подсказка, что надо искать и исправлять ошибку в ваших мыслях, эмоциях, намерениях, действиях. Вот примеры того, чему вы можете научиться у неприятностей. Вы можете понять, где отступали от любви и научиться безусловно любить себя и других. Вы можете научиться сохранять мир и любовь в душе, несмотря ни на что. Вы можете научиться терпению и умиротворению в любой ситуации. Вы можете научиться трансформировать энергии, превращая то, что кажется в вашей жизни диссонансным, в свет и любовь Бога. Вы можете увидеть в человеке, доставляющем вам неприятности, отражение тех качеств, которые вам не нравятся в себе или которые вы не признаете в себе и изменить это, даже сталкиваясь с проявлениями, противоположными по сути свету и любви Бога. Вы можете научиться чему-то, хотя бы тому, что не нужно делать и как не нужно себя вести. Часто учеба на негативном примере бывает очень действенным способом трансформации себя и своей жизни. Не сдавайтесь, даже если не сразу все получается. Если жизнь преподнесла вам урок, значит он вам по силам. И вы всегда можете попросить помощи и поддержки у Бога, ангелов, вашей божественной семьи. Резюме. Чтобы обрести качество мастера-творца, способного самостоятельно создавать нужную ему реальность, необходимо дать себе разрешение на созидание и творчество, принять на себя ответственность за то, что и как вы созидаете, обрести уверенность, что вы достойны изобилия, достатка, успеха, благополучия, обрести силу чистого намерения, постоянно совершенствоваться в мастерстве, извлекая уроки из всего происходящего. Глава пятая. Обретение истинных целей и желаний. Вам нужно необходимое, но не нужны излишества. Понятие изобилие к район толкует совсем не так, как обычно это делают люди. Картину изобилия мы обычно представляем так. На нас сплошным потоком сыплются всевозможные блага, так что мы буквально утопаем в деньгах, драгоценностях, виллах, автомобилях, яхтах, мехах, всевозможных яствах и так далее. Но разве на самом деле нам это нужно? Представьте себя утопающим в таком вот изобилии. Разве это жизнь? Нет, это скорее больше похоже на ад, но уж никак не на рай земной. Дело в том, что излишества еще никому не приносили счастье. Источником счастья скорее станет умеренность, чем излишества. Излишества на самом деле нам и не нужны. Нам нужно только то, что является необходимым. Все, что сверх того, становится обузой и для тела, и для духа. Так вот, изобилие, как трактует его краен, это вовсе не куча всяких благ, которые готовы одномоментно свалиться на вас. Мир изобилен в том смысле, что он предоставляет нам неограниченные возможности по получению всего того, что нам необходимо. Изобилие, которое предоставляет нам Вселенная, похоже на неисчерпаемый источник, родник с кристально чистой водой. Мы в любой момент можем припасть к этому источнику и утолить жажду. Никому не придет в голову выпить сразу всю воду. Никому не придет в голову выпить больше, чем может вместить организм, чтобы запастись водой впрок. Зачем? Если этот источник действует постоянно, если он неисчерпаем, и если он в любой момент доступен нам. Источник изобилия вечен, бесконечен, неисчерпаем. Не нужно брать из него все сразу. Он предоставлен нам, чтобы мы брали из него по мере необходимости ровно столько, сколько нужно в данный момент. И наша задача решать, что брать из этого источника, когда брать и в каких количествах. Выбор поистине не ограничен. Мы можем получить действительно все, что только захотим. Бог не запрещает нам ничего, потому что уважает нашу свободную волю. Крайон говорит, что мы сами создаем все то, что нас окружает. В противном случае мы жили бы в вакууме, в пустоте. Все, чем наполнен наш мир, создано намерением людей. Да, мы не всегда создаем то, что идет нам во благо. Иногда мы создаем для себя проблемы и неприятности. Дух всегда предупреждает нас, когда мы пытаемся совершить что-то себе во вред. Но воспрепятствовать этому не может никто, потому что воля человека священна. Бог позволяет нам делать все, что мы хотим. Даже Бог не может пойти против воли человека. Позвольте вам напомнить, что вы живете на планете свободной воли. Это условие эксперимента, который учредили вы сами. Вы экспериментируете с энергиями, делая с ними и из них все, что только захотите. А затем смотрите, что из этого получилось, и делайте выводы о том, правильным или нет было ваше действие. Бог и все светлые силы Вселенной позволяют вам это, вам дают подсказки, но слушать или не слушать их тоже решаете только вы. Закон свободной воли работает и здесь. вывод таков. Вы можете сотворить для себя все, что угодно, но при этом будет совсем неплохо, если вы начнете заранее задумываться о последствиях. Крайон. Бог позволяет нам все, что угодно, но думать о том, что нам на самом деле нужно, а что нет, а также задумываться о последствиях осуществления наших желаний, должны мы сами. Давайте не будем забывать, что мы творцы, мы равноправные партнеры с Богом, поэтому мы вовсе не должны ждать, пока Бог все решит за нас. Мы живем на земле, и мы сами способны понять, что нам здесь нужно для полноценной жизни, а что нет. Важно только подойти к этому осознанно. Сейчас проблема людей не в том, что они не могут получить необходимое, а в том, что они то и дело гонятся за вещами, на самом деле им ненужными. Определитесь, что вам нужно на самом деле, не гонитесь за лишним, не пытайтесь получить избыток благ. Жизнь станет намного проще и счастливее, потому что никому из нас на самом деле не нужен лишний груз бесполезных вещей. Упражнение 1. Определите, что вам на самом деле необходимо. Возьмите лист бумаги, напишите на нем «Я хочу» и далее перечислите все ваши желания, как материальные, так и нематериальные. Пишите все, что придет в голову, даже если в итоге получится довольно длинный список. Затем проанализируйте каждый пункт списка на предмет того, действительно ли для вас это необходимо. Задавайте себе вопросы. Это просто моя прихоть, каприз, я этого просто хочу, или мне это на самом деле необходимо? Для чего мне это нужно? Для достижения действительно важных целей, или просто потому, что это есть у других людей, что это модно, престижно и так далее? Что изменится, когда я это получу? Улучшится ли качество моей жизни? Улучшится ли мое настроение, самочувствие, душевное состояние? Решу ли я какие-то проблемы с помощью этого приобретения? Не возникнут ли в итоге новые проблемы? Будет ли мне это нужным через месяц, а через год, два? Будет ли меня это радовать, когда я это получу? Как долго может продолжиться эта радость? Стану ли я счастливее от исполнения этого желания? Есть ли у меня четкое представление о том, как я буду распоряжаться полученным? Постепенно вы выясните, какие из ваших желаний продиктованы необходимостью, а какие нет. Вычеркните те пункты, которые отражают желания, не продиктованы необходимостью. Перечитайте список. Подумайте, нет ли еще каких-то желаний, продиктованных необходимостью, которые вы забыли в него включить? Для этого рассмотрите все сферы вашей жизни, что вам нужно для обустройства быта, укрепления здоровья, для образования, отдыха, духовного роста и саморазвития и так далее. Иногда бывает, что как раз необходимые вещи отходят на задний план, так как люди увлечены приобретением не самых обязательных вещей. Устраните этот перекос в ваших потребностях. Это позволит вам упорядочить свою жизнь, прийти к душевному покою, а также более разумно начать использовать свои финансы. Как ограничить желания эго? Существует желание духа, это и есть подлинные желания, отражающие то, что вам необходимо, и существуют желания, осуществление которых требует эго. Осуществление желаний эго обычно не идет во благо, а лишь впустую отнимает наши силы, время, деньги. Нередкость, когда они оборачиваются во вред, и мы получаем лишь ненужные проблемы. Дух хочет только того, что вам пойдет во благо. Дух плохого не пожелает. Дух не пожелает ненужного. Дух не пожелает того, что принесет проблемы. Все это создает эго. Что такое эго? Это те стороны вашей натуры, которые оказались неправомерно раздуты в силу искажений, которые создает материальность. Многие вещи в материальности оказываются не тем, чем кажутся. Многие вещи вам кажутся важными и значительными, хотя таковыми не являются. И в итоге вы придаете слишком большое значение тому, что на самом деле никакого значения не имеет. Крайон. Крайон говорит, что Бог приготовил для каждого из нас неисчислимые дары, которые призваны сделать нас счастливыми, успешными, а нашу жизнь благополучной во всех отношениях. Но люди часто проходят мимо этих даров. Это происходит потому, что эго буквально ослепляет их, эго заставляет гнаться за какими-то химерами вместо подлинных даров. Может быть, вы замечали, что даже богатые люди, у которых, казалось бы, все есть, редко бывают удовлетворены, потому что стоит лишь вступить на путь потакания желанием эго, как о покое и счастье можно забыть. Эго никогда не бывает довольно. Что ему не дай, все будет мало. На смену одним желанием приходят новые и новые, и так без конца. Эго требует еще и еще, ведь человек уже перестает понимать, что его духу на самом деле не нужно то, чего хочет эго. Выход один. Не давать эго власти над собой, соединиться со своей божественностью, жить с ней в контакте и согласовывать все свои желания со своим божественным я. И никогда не идти на поводу у эго. Эго заставляет вас беспокоиться и тревожиться. Дух никогда не создает таких эмоций. Дух пребывает в покое, и его желания тихи и спокойны. И реализуются они обычно легко, без стрессов и нервозности. Если беспокойство, тревога, страх гонят вас к осуществлению очередного желания, знайте, что это желание эго, а не духа. Желание духа всегда приводит вас в состояние радости, покоя, умиротворения. Именно из-за происков эго наши подлинные желания часто бывают скрыты от нас. Но если мы будем внимательны к голосу духа, то обязательно научимся их выявлять. Упражнение два. Помощь духа в определении истинных желаний. Останьтесь наедине с собой, можете закрыть глаза, если хотите. Бешите глубоко и размеренно, перенесите все свое внимание внутрь себя. Мысленно соединитесь со своим божественным центром и обратитесь к Богу, к духу, с просьбой помочь вам отличить желание духа от желаний эго. Затем сформулируйте ваше желание, то, которое наиболее актуально для вас. Установите внутреннюю тишину и несколько мгновений вслушивайтесь в нее. Переключите внимание на свои ощущения, появилось ли у вас чувство полета, свободы, тихой радости, или есть какой-то дискомфорт, напряжение, беспокойство, чувство, что что-то не так. В первом случае дух одобряет ваше желание, во втором нет. Дух ничего вам не запрещает, он просто предупреждает о том, что для вас будет лучшим, что пойдет во благо, а что нет. Ваши внутренние ощущения как раз и отражают голос духа. В глубине души вы всегда знаете истину о том, что вам нужно, а что нет. Это упражнение, если вы будете практиковать его постоянно, поможет более четко услышать этот внутренний голос, голос интуиции, голос сердца, голос духа. Правильное отношение к материальным ценностям. Они не цель, а лишь средство достижения целей. Важное правило, позволяющее найти истинное желание, не делайте деньги и материальные вещи целью, относитесь к ним лишь как к средству получения необходимого. Деньги ведь нужны не ради денег, а чтобы получить какие-то блага. Любые материальные ценности это тоже лишь средство достижения истинных целей. Разве автомобиль вам нужен ради самого автомобиля? Нет, он нужен вам для того, чтобы вы могли быстро и с комфортом перемещаться на большие расстояния. Разве шуба вам нужна ради самой шубы? Нет, она нужна, чтобы вам было тепло, удобно и комфортно в морозы. Дух вовсе не заставляет вас довольствоваться минимумом. Дух не хочет, чтобы вы вместо шубы купили дешевую телогрейку. Ведь вашей целью может быть не только тепло, но и красота, элегантность. Вы вполне вправе хотеть, чтобы шуба была качественной, легкой, чтобы она хорошо на вас сидела и была удобной в носке и так далее. Вы имеете право сообщить Духу об этих своих предпочтениях. И тогда Дух уж точно поможет вам найти именно такую вещь, какая вам нужна. Суть в том, чтобы сообщать Духу не о той вещи, которую вы хотите получить, а о той цели, которой вы хотите с помощью этой вещи достичь. Не надо ставить перед Духом такие цели, как «хочу денег» или «хочу машину такой-то марки». Таким образом, вы просите не о цели, а о средствах достижения цели. Но Дух лучше знает, какие средства вам нужны. Предоставьте ему выбирать эти средства. Да, такое правило действует в нашем мироздании. Не ставьте целью получения материальных вещей. Сообщайте Духу лишь о тех целях, для осуществления которых требуются материальные вещи. Почему действует это правило? Во-первых, потому, что все материальное бренно, не вечно. Все материальное очень быстро исчезает, превращается в прах. Так стоит ли нам тратить силу своего намерения на привлечение материальных вещей? Материальные вещи, как таковые, того не стоят. Они не важны. Важно лишь то, чего мы хотим достичь с их помощью. Во-вторых, потому, что Духу виднее, какие именно материальные средства нам нужны для достижения наших целей. Мы можем ошибиться, а Дух всегда подведет нас к лучшему и поможет сделать оптимальный выбор. Пока мы живем на Земле, нам не обойтись без материальных вещей, но важно правильно определить их роль и место, которые состоят в том, чтобы быть средством и не более того. Если вы хотите создать в своей жизни подобие земного рая, это достойная задача Духа. Но для осуществления этой задачи вам могут понадобиться средства, которые облегчат ваш труд. Этими средствами может быть и загородный дом, и автомобиль, и деньги, и все, что угодно, другое, материальное. Если вы хотите получить все это ровно в таком качестве и количестве, в каком это нужно для создания прототипа земного рая, вам все это будет даваться легко. Но если вы хотите эти вещи ради них самих, у Духа появятся к вам вопросы. Дух будет спрашивать, зачем тебе это нужно? Дух будет помогать вам добывать эти вещи лишь тогда, когда услышит устраивающий его ответ, ответ, соответствующий целям и задачам Духа. Есть и еще такая закономерность. Материальные вещи, если они не служат каким-то высшим целям, не делают нас счастливыми. Они обычно не оправдывают возлагаемых на них надежд и ожиданий. Обычно мы радуемся новому приобретению день, два, неделю, потом оно становится привычным, а бывает, что и разочаровывает или становится источником новых проблем. Но уж точно не прибавляет нам счастья. Материальные вещи могут радовать нас лишь тогда, когда они служат высшим целям и не являются сами целью и смыслом нашего существования. Поэтому нам надо правильно ставить цели, не подменять подлинные цели желанием приобрести что-то материальное. Каждый раз, когда вы хотите что-то материальное, спрашивайте себя, зачем вам это нужно, а главное, нужно ли это духу. Упражнение 3. Переформулировка материальных целей с точки зрения важности для духа. Напишите на листе бумаги список ваших материальных желаний и целей. по каждому пункту задайте себе вопрос «Для чего мне это нужно? Какой цели послужит это приобретение?» Запишите рядом с каждым пунктом ответ на этот вопрос. Таким образом у вас получится новая цель. Мне нужны деньги, чтобы получить образование, освоить новую профессию, более полно реализовать свои способности. Мне нужен загородный дом с участком, чтобы жить здоровой природной жизнью, возделывать сад по подобию уголка земного рая. Мне нужна новая квартира, чтобы моя семья могла жить в достойных условиях. Теперь выберите из этих желаний наиболее актуальное и сообщите о нем вашему божественному Я, Духу Всевышнему, используя в своей формулировке лишь вторую часть записанной вами цели. Например, «Дорогой Дух, я хочу, чтобы моя семья жила в достойных человека условиях. Помоги мне осуществить это желание теми средствами, которые являются наилучшими с точки зрения Всевышнего. Таким образом, вы предоставите Духу свободу выбора наилучших средств, не ограничивая его рамками своих представлений. Все, что вам необходимо, уже существует во Вселенной. Давайте вспомним, о чем часто говорит Крайон. Время это условность, принятая в земном материальном мире. В Божественной Вселенной времени нет. Вернее, для нее существует только момент вечного сейчас. Вечное сейчас это способ существования Вселенной, в которой прошлое, будущее и настоящее существуют одновременно. Нам трудно понять это в силу ограниченности нашего трехмерного мышления. Но мы можем попробовать осознать реальность вечного сейчас посредством аналогии. Представьте, что жизнь это не линия, ведущая из прошлого в будущее, а некий объем, например, сфера, где ничего не является прошлым и ничего не является будущим, а все существует в настоящем. Это значит, что ваше прошлое никуда не исчезло, оно всегда с вами. Это значит, что ваше будущее уже существует на карте Вселенной, и где-то в глубине души вы знаете об этом. Вот почему Крайон говорит, что нам не надо опасаться за свое будущее, ведь в нем не может произойти ничего такого, что нам неизвестно. На подсознательном уровне мы знаем все, что нас ждет, и готовы к этому. Это не значит, что будущее предопределено. Оно может меняться, если меняемся мы сами, если меняются наши мысли, чувства, намерения, ведь именно сегодняшними намерениями мы создаем свой завтрашний день. И вместе с тем этот завтрашний день уже существует. Он существует во вселенной в самом идеальном для нас виде. Не все люди приходят к этому идеальному варианту будущего, и все же существует он для всех. Прийти к нему может каждый, кто доверится водительству духа, кто своими чистыми мыслями и намерениями сам будет прокладывать себе дорогу к этому идеальному будущему. Итак, мы можем представить себе, что идеальный вариант будущего уже ждет нас. Там нас ждет решение всех наших проблем и осуществление всех наших лучших желаний. Мы можем осознанно задаться целью прийти к этому варианту будущего такому, которое запланировано для нас духом. А дух, как известно, планирует для нас только лучшее. Может быть вы замечали, что иногда, мечтая о достижении какой-то цели, вдруг ясно как наяву видите эту цель уже осуществленной и у вас не возникает сомнения, все будет так, как вы представили. А иногда никак не удается представить желание исполнившимся. Это знают те, кто пытается заниматься визуализацией. Картинка будущего представляется расплывчатой, нечеткой, как будто ускользающей. Объяснение этому простое. Если мы видим цель уже осуществившейся и видим ясно и четко, значит именно такое решение уготовано для нас духом. И такой вариант будущего уже вполне сформировался во Вселенной. Если же картинка нечеткая, мы пытаемся получить что-то, что не предусмотрено для нас духом. Это не значит, что мы не можем это получить. Можем. Но на это потребуется очень много сил, а вот результат скорее всего разочарует. Чтобы облегчить себе достижение цели, представьте себе, что лучший вариант ее осуществления уже существует и попросите дух помочь вам прийти к этому лучшему варианту. Как только вы обнаружите, что лучший вариант будущего уже существует, как только вы поверите в это, так ваши дороги будут сами вести вас к желаемому, почти без ваших усилий, потому что дух будет вести вас. Упражнение 4. Планирование лучшего варианта будущего. Подумайте о наиболее актуальном для себя желании, сформулируйте его и произнесите вслух. Обратитесь к духу, Богу, Божественному Я, Всевышнему, также вслух, с просьбой помочь в достижении этой цели. Затем скажите, дорогой Бог, я знаю, что это мое желание уже осуществлено в наилучшем варианте. Помоги мне прийти к осуществлению этого желания теми путями, какие ты сочтешь разумными и правильными. Затем закройте глаза и поставьте руки перед собой ладонями вверх или положите их на колени, если вы сидите. Представьте, что вы держите на ладонях драгоценную шкатулку. Шкатулка открывается, и вы видите в ней картину вашего осуществленного желания. Если вы представляете картину ясно и четко, если у вас появляется уверенность, что так и будет на самом деле, значит вы нашли верный вариант осуществления вашего желания, и в скором времени оно будет осуществлено в материальной реальности. Если же не удается представить образ осуществленного желания, или он смутный, плывущий, нечеткий, будто подернутый дымкой, снова попросите дух показать вам наилучший вариант желаемого. Вы можете перебирать и ваше желание, и форма их осуществления до тех пор, пока не почувствуете, что нашли именно то, что вам подходит лучше всего. Доверьтесь духу и идите вслед за ним. Духу очень хорошо известны наши истинные цели. Вот почему Крайон говорит, что мы не должны предъявлять Богу список того, что хотим получить. Бог это знает и без нас. От нас требуется лишь осознание того, что нам на самом деле нужно, и готовность к получению желаемого. Когда мы осознали, каковы наши истинные цели с точки зрения духа, когда мы готовы к их достижению, дух начинает нас вести к нашим целям. Благодаря этому цели достигаются легко, с минимумом усилий с нашей стороны. Лишь на цели неугодные духу мы тратим уйму сил. Цели угодные духу достигаются легко. И вот здесь очень важен вопрос нашего доверия духу. Если мы доверяем духу, мы точно знаем, что дух проведет нас по самым лучшим путям к нашей цели. Если же мы не доверяем духу, мы начинаем сами прокладывать себе эти пути. Мы прокладываем их путем планирования, расчетов, логики и здравого смысла. Но у духа другая логика. Именно поэтому наши планы так часто не осуществляются. Именно поэтому бывает, что в нашей жизни осуществляется нечто, чего мы не планировали. И это оказывается лучше того, что мы планировали. Вывод простой. Предоставьте планировать духу. Ставьте цели, но не объясняйте духу, каким образом он должен привести вас к цели. Дух это знает лучше, просто потому, что видит дальше и шире. Дух лучше видит те пути, которыми ваши планы могут быть осуществлены. Дух видит самые короткие и легкие дороги к вашим целям. Дух в отличие от вас как человека не отделен завесой от этих знаний. Дух словно смотрит на все происходящее с вами сверху. Поэтому он видит то, что находится за ближайшим поворотом, когда вы этого видеть еще не можете. Если вы вынуждены действовать вслепую, то дух всегда зряч. Помните, что вы пришли на землю именно для того, чтобы вспомнить о своей духовной, божественной природе и научиться слышать подсказки духа. Когда вам удается это, ваша жизнь становится благополучной и вы живете в состоянии мира, радости, счастья. Крайон. На первый взгляд это кажется трудным, почти недостижимым, ставить цели, но не планировать пути достижения их. Это требует значительной перестройки сознания. Но наверняка в вашей жизни были ситуации, когда вы действовали по обстоятельствам, спонтанно, не планируя заранее, и в результате все удавалось как нельзя лучше. В таких ситуациях у нас возникает чувство, что нас кто-то ведет, что нам как будто подсказывают, какой шаг сделать следующим. Это и есть подсказка духа. Когда мы идем к нашим истинным целям, дух всегда дает такие подсказки, и в итоге мы выбираем самые лучшие пути и возможности, принимаем самые верные решения, делаем самый правильный выбор. Научиться слушать голос духа, исследовать ему, даже если эти подсказки не соответствуют обычной логике и нарушают ваши планы, это и значит выйти на самый правильный и надежный путь к вашей цели. Упражнение пять. Научитесь ставить цели и одновременно отказываться от планов по их достижению. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза, немного подышите медленно и размеренно, чтобы успокоиться и уравновесить мысли и чувства. Подумайте о той цели, которую вы хотели бы в первую очередь достигнуть в любой сфере, личной, профессиональной, касающейся жилья, образования, отдыха, поездок и так далее. Представьте, что эта цель уже достигнута. Скажите духу, мысленно или вслух, вот то, что я хочу. Добавьте так же вслух или про себя. Доверяю духу спланировать для меня путь к этой цели и провести меня этим путем. Дорогой дух, дай мне свои подсказки, чтобы я знал, куда идти, где поворачивать и какие двери открывать. Закончив выполнение упражнения, можете мысленно возвращаться к вашей цели, представлять ее осуществленной, если это приносит вам радость, но не планируйте, как именно идти к ней. Если поймаете себя на том, что по привычке указываете Богу, как ему лучше вести вас к цели, представьте, что мысленно стираете возникшие в вашем воображении картинки этих планов. Занимайтесь своими обычными делами, но в любой момент будьте готовы последовать подсказкам и подталкиванием Духа, которые вы по мере практики научитесь различать. Ожидайте счастливых шансов, и они появятся. Резюме Чтобы достигать своих истинных целей и желаний требуется определить, что для вас на самом деле является необходимым, отдать приоритет желаниям Духа, ограничив желание Эго, относиться к материальным ценностям, лишь как к средству достижения подлинных целей, поверить, что все ваши насущные желания уже осуществлены Вселенной, ставя цели, не планировать пути достижения их, доверив все планы Духу. Глава шестая Подключение к потоку изобилия Откройте собственную волновую природу. Мы уже не раз говорили, что изобилие, как и вообще любые блага, приходят через нашу жизнь в виде потока. Для кого-то этот поток обильный, для кого-то скудный, чьей-то жизнь он вообще пересох, а кто-то находит все новые и новые источники, питающие его. Отчего это зависит? Вовсе не от потока, а от того, какие условия для его благоприятного течения мы сами создаем в своей жизни. Чтобы создать необходимые условия для того, чтобы поток стал мощным и насыщенным, протекал ровно и плавно, в первую очередь, нам надо начать ощущать это движение потока. Одно дело, когда мы знаем теоретически, что жизненные блага это поток, а другое дело, когда воспринимаем этот поток, чувствуем его и умеем работать с ним непосредственно. Давайте вспомним, что вся вселенная имеет энергетическую волновую природу. Мы живем среди потоков энергии. Все, что мы видим, слышим, ощущаем, является проявлением энергетических потоков. Более того, человек тоже представляет собой поток энергии. Все материальные объекты представляют собой и материю, и волну одновременно. Такова физика нашего мира, подтвержденная солидными научными исследованиями. Вы тоже сочетаете в себе свойства и материи, и волны, или энергии. Ваша духовная природа – это волновая природа, а для волны или для потока энергии нет никаких ограничений. Ваше материальное тело может присутствовать только в одной точке пространства, тогда как ваша духовная волновая составляющая может путешествовать не только в пространстве трехмерного мира, но и в других измерениях, и при этом быть в нескольких точках одновременно. Трудно себе представить, да, но лишь в силу ограниченности нашего трехмерного разума, а для духа не существует ограничений. Попробуем хотя бы отчасти взглянуть на мир и его природу с позицией духа. Чтобы ощутить себя в потоке, приносящем жизненные блага, нужно принять и волновую энергетическую потоковую природу мира, и свою собственную природу как волны энергетического потока. Принять не теоретически, а на практике, восприняв себя как волну на уровне собственных ощущений. Наша обыденная реальность мешает нам это сделать, потому что в материальном мире мы действуем посредством материального тела и воспринимаем себя в первую очередь как тело. Но чтобы постичь свою истинную природу, надо хотя бы иногда отвлекаться от внешнего мира и соединяться со своим внутренним пространством, где мы и вступаем в контакт с духом. Упражнение 1. Настрой на восприятие собственной волновой природы. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза, направьте внимание внутрь себя. Представьте, что вы оказались в безграничном внутреннем пространстве. Это пространство встречи с собственной духовной природой. Мысленно погружайтесь глубже в это пространство. Представьте, что внешний мир постепенно отдаляется и тает. Ваши глаза направлены строго внутрь себя, как и ваше внимание. Вы не отвлекаетесь ни на что. Представьте, что исчезают границы вашего тела. Вы будто растворяетесь в пространстве. Вы больше не плотное тело. Вы безграничное пространство. Почувствуйте себя целой вселенной. Почувствуйте, что это живая дышащая вселенная. Дышите медленно, глубоко, размеренно и представляйте, как с дыханием приходят в движение потоки энергии внутри вас. Эти потоки сливаются воедино и вы становитесь потоком сильным и мощным. Вы остаетесь в покое и безмятежности и вместе с тем энергии сильно и мощно проходят сквозь вас. Вы чувствуете освобождение от любого напряжения, скованности. Вы сильны и свободны, как величественная полноводная река. Попробуйте снова ощутить свое тело, его границы, не теряя при этом ощущение потока. Почувствуйте, как легко вы можете переходить от ощущения себя, как тела, ощущению себя, как потока. Постепенно вы начнете одновременно удерживать оба эти ощущения. Когда почувствуете, что не теряя ощущения тела, можете ощущать себя потоком, открывайте глаза. Вы запомнили это состояние и теперь сможете возвращать его себе в любой момент. Избавьтесь от страха потери. Мы уже говорили, что для устойчивого благосостояния необходимо уметь как принимать, так и отдавать. Слушайте главу первую упражнение четыре. Это непременное условие нормального функционирования денежного потока. Данное условие является частным случаем более широкого закона о функционировании вообще любых энергетических потоков. Про проточность вот что нужно для существования потока. Что такое проточность? Это постоянное обновление, постоянный приход чего-то нового на место освободившееся от старого. Знаете почему поток изобилия порой обходит вас стороной? Потому что вы не создаете условия для проточности. Иными словами вы хотите получать что-то новое не освободив место занятое чем-то старым? Умеете ли вы освобождаться от всего устаревшего, от того, что вам уже не служит, или от того, что изжило себя? Этот вопрос касается абсолютно всего. Материальных вещей, старых привычек и занятий, отношений, жизненных обстоятельств. Много ли в вашей жизни накопилось вещей и материальных, и нематериальных, за которые вы держитесь только потому, что жалко расстаться или потому, что это напоминает вам о прошлом. Но прошлое ушло, и если вы не отпускаете его, то рискуете застрять там и закрыть себя для чего-то нового, настоящего, действительно нужного вам. Не бояться потерь, вот важное условие для того, чтобы наполниться проточной энергией, чтобы потоки свободно проходили сквозь вас и пространство вашей жизни. При этом условий и поток изобилия станет доступен вам. Потерь боится только тот, кто не верит, что сам может в любой момент создать все для себя необходимое. Потерь боится тот, кто живет во власти своего эго, являясь по сути его рабом. Если вами руководит не эго, а ваше божественное я, вы не будете бояться потерь. Вы легко будете отпускать от себя то, что уходит. Вы легко будете создавать нечто новое, то, что должно прийти. И вы никогда не будете изо всех сил вцепляться в то, что уже создано вами, не будете пытаться удержать это, не будете защищать от чьих-то посягательств. Напротив, вы будете легко отдавать то, что создано вами, потому что отдавая, вы высвобождаете огромное количество энергии для созидания чего-то нового, лучшего и большего. Крайон. Научитесь освобождаться от прошлого, не держаться за него. Начните хотя бы с того, что избавьтесь от старых вещей, которыми вы уже не пользуетесь. Вы можете обнаружить, что после этого новые вещи приходят к вам будто сами собой. Почему так происходит? Да потому, что в стакан невозможно налить воды, если он и без того полон. Если мы хотим свежей воды, то сначала должны вылить старую, тоже и с деньгами, и с вещами, и с любыми благами, как материальными, так и нематериальными. Держась за старое, вы не даете прийти новому, потому что не позволяете потоку двигаться. Упражнение 2. Отпустите прошлое. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя, в свое внутреннее пространство. Представьте, что это пространство вашей жизни. Жизнь не линия, она объемна. Представьте, что ваше прошлое, настоящее и будущее присутствуют в вашей жизни одновременно. Прошлое это часть вашего внутреннего пространства. Например, вы можете представить, что события прошлого располагаются слева от вас. Представьте, что всматриваетесь в события прошлого. Какие из них вспоминаются вам в первую очередь? Какие эмоции связаны с этими событиями? Есть ли что-то, о чем вы сожалеете? Есть ли что-то, что вы хотели бы продлить и в настоящем? Поочередно вспоминайте каждое из этих событий и представляйте, что от них к вам тянутся энергетические нити. Сделайте вдох, представляя, что втягиваете в себя энергию, которую вы оставили в прошлом. Затем резко выдохните, представляя, что обрываете эти нити. Можете представить вспышку фиолетового пламени между собой и вашим прошлым, в котором сгорают эти нити. Скажите себе, я беру из прошлого то, что служит мне во благо в настоящем. Я освобождаю место, в которое приходит то лучшее, что готово войти в мою жизнь. Проверьте, не осталось ли каких-то сожалений или прочих диссонансных эмоций, связанных с прошлым. Если остались, представьте, что вы очищаетесь от них при помощи фиолетового пламени. Освободитесь от страха неудач, настройтесь на движение к успеху. Вы, наверное, замечали, что бесстрашные люди живут более интересной, насыщенной жизнью. Они не боятся сняться с насиженного места, не боятся кардинальных перемен в жизни, не боятся выйти из привычной зоны комфорта, чтобы испытать что-то новое. Что же дает им силу, что делает их бесстрашными? Всего лишь одна очень полезная установка. Убежденность в том, что их путь ведет только к победам, к новым успехам и достижениям, к чему-то лучшему. Ваши мысли обладают силой. Если вы не верите в себя, боитесь, что в результате перемен жизнь изменится к худшему, то действительно можете притянуть к себе такие перемены. Если вы убеждены, что идете путем, предназначенным для вас духом, а это путь вперед и вверх, к успеху, к лучшей жизни, то в вашей жизни будет все складываться к лучшему. Вот и секрет бесстрашия. Убежденность, что вы оставляете позади старое, ради чего-то лучшего, ожидающего вас впереди. Разве вы будете бояться потерять что-то привычное, но уже не служащее вам, если будете знать, что вас ожидает нечто гораздо более прекрасное и по-настоящему необходимое. Настройте себя на успех, на обретение новой, лучшей жизни. Настройте себя на легкость, в освобождение от старого, и поток изобилия легко войдет в вашу жизнь. Для этого вам надо только представить, что поток несет вас вверх и вперед, а не вниз к победе, к успеху, а не к поражению. Упражнение три. На гребне успеха. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза, дышите ровно и размеренно. Представьте, что исчезли границы вашего физического тела. Теперь вы поток энергии. Вы легко и свободно движетесь, ничто не препятствует вам. Представьте, что вы как поток энергии вливаетесь в океан энергии и становитесь мощной сильной волной. Вы ощущаете огромную мощь, которая движет вас по поверхности океана. Волна вздымается все выше, становится все сильнее. Представьте, что вы в своем физическом теле взмываете на гребень этой волны. Вы чувствуете себя и частью волны и человеком одновременно. Представьте, что вы выпрямляетесь во весь рост на самом гребне волны, который поднимает вас очень высоко над поверхностью океана. Мысленно скажите себе, я на гребне волны, я на гребне успеха. Повторите несколько раз. Почувствуйте силу и свободу, почувствуйте, что прочно удерживаетесь на гребне волны и двигаетесь только вверх и вперед. Если вы научитесь вот так в своем воображении чувствовать себя на гребне волны, на гребне успеха, будучи бесстрашным и свободным, это ощущение появится у вас и в жизни. Вам будет легко идти к успеху и одерживать победы. Выбирайте самое благоприятное русло для свободного течения потока изобилия. Для успеха во всем и для достижения достатка, изобилия в том числе, требуется не мешать потоку. Когда мы не мешаем потоку, он сам находит себе наилучшее русло. Так происходит со всеми потоками на свете. Если мы не поставим запруду на реке, то она сама найдет кратчайший путь к океану. Поток никогда не будет искать для себя трудных путей. Поток всегда ищет самый легкий путь. Энергия всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Это закон природы. Энергия движется туда, где нет препятствий для ее прохождения или их минимум. Как часто люди нарушают этот закон? Всем нам дано от природы достаточно жизненных сил для получения всего необходимого. Но мы тратим эти силы на преодоление сложностей, которые сами же и создаем. Тогда как наша энергия стремится в совсем другое русло, в то, где этих препятствий не будет. Для каждого из нас предназначено такое русло, чистое, просторное, свободное, по которому наши энергии готовы сами нести нас к успеху, благополучию, достатку. Как же попасть в это русло? Очень просто. Делать то, что дается вам легко, что само идет. Каждый человек может достичь очень многого с наименьшими усилиями, если начнет двигаться по своему самому благоприятному руслу. В человеческом обществе распространено мнение, что жизнь борьба, за все надо бороться, надо мужественно преодолевать трудности, но это не соответствует законам природы. Реки не бросаются на непреодолимые скалы, они просто обходят их стороной. Ни одно растение, ни один цветок, ни одно дерево не будет расти в неблагоприятном для себя месте, если рядом есть другое благоприятное. солнце никогда не будет пытаться вставать на западе, потому что для него это неестественно. Законы природы это законы мягкости, законы адаптации, законы выбора лучших путей, а вовсе не преодоление заведомо неблагоприятных условий. Все лучшее приходит к нам не там, где надо бороться и преодолевать обстоятельства, а там, где мы оказываемся изначально в самых благоприятных обстоятельствах. Идите тем путем, который сам стелется перед вами. Входите в двери, которые сами открываются и не бейтесь головой в непроходимые стены. Помните то, что вам по силам и есть лучшее для вас. То, на что сил не хватает, вам на самом деле и не нужно. Честно ответьте себе на вопрос. То, чем вы зарабатываете деньги, это самый естественный для вас путь. Это дается вам легко, с удовольствием. На вашем пути нет и не было непреодолимых препятствий, которые вы героически преодолевали. Вы делаете то, к чему наилучшим образом приспособлены, что умеете, кажется, с рождения. Вам это никогда не надоедает, вам это нравится, и вы готовы делать это снова и снова. В таком случае вы нашли наилучшее русло для своей энергии. Упражнение 4. Определите свои пути наименьшего сопротивления. Составьте список занятий, которые вам нравятся, не только связанных с профессией, зарабатыванием денег. О деньгах на данном этапе лучше вообще не думать. перечислите все то, что доставляет вам удовольствие не только в процессе выполнения, но и после, что дает несиюминутное удовлетворение, что приносит какой-то положительный и радующий вас результат. Выделите из вашего списка те занятия, в которых вы чувствуете себя наиболее уверенно. Есть ли такие сферы деятельности, в которых вы как рыба в воде? Что-то вы умели делать как будто с самого рождения? Что вы просто знаете, как делать, хотя никто вас этому не учил? Есть ли дело, которое вы можете сделать прямо сейчас, и вам не нужно для этого как-то готовиться или специально себя настраивать? Именно в таких занятиях с большой долей вероятности кроется ключ к самому благоприятному руслу энергии изобилия. Даже если эти занятия не связаны с зарабатыванием денег, начните уделять им больше внимания. Когда вы занимаетесь естественными для себя вещами, вы уже включаете в своей жизни поток изобилия, создаете благоприятное русло для притяжения, достатка и благополучия. Главное заставить поток двигаться беспрепятственно и вам не придется долго ожидать получения необходимых материальных благ. Трансформируйте энергию препятствий и помех себе во благо. Энергия всегда ищет для себя путь наименьшего сопротивления, то есть она стремится в самое благоприятное русло. Ваше благоприятное русло это тот путь, на котором вы можете легче всего реализовать себя и притянуть необходимые материальные блага. Такое русло предназначено для каждого человека, но бывает, что человек никак не может найти способ наилучшего приложения своей энергии. Бывает и так, что такой способ находится, энергия устремляется по созидательному руслу, все складывается хорошо и вдруг начинаются затор за затором без видимых причин. Но причины на самом деле есть, и они, конечно, не в самом потоке энергии изобилия, они, как всегда, в нас самих. Крайон называет пять основных причин. Вот они. Посторонние, навязанные извне программы, поглощающие всю вашу энергию. Обычно они появляются в нашем сознании и подсознании под влиянием других людей, общепринятых мнений или принимаются под давлением обстоятельств. Это происходит тогда, когда мы решаем жить не по велению духа, не так, как подсказывает сердце, а так, как надо, как принято, как живут другие люди, как диктуют правила социума. Нежелательные обстоятельства, созданные этими посторонними программами. Когда мы сбиваемся с пути, предназначенного духом, то можем оказаться связанными с совершенно неподходящим нам человеком или заняться чуждым для себя делом. Неудачи, невезения и даже страдания в таких случаях обычное дело. Страх. Если мы боимся неудачи, поражения, боимся перемен, боимся бедности, но и богатства тоже боимся, то даже самый благоприятный путь может завести в тупик. Негативные эмоции. Если наше движение к успеху сопровождается эмоциями раздражения, злости, обиды, неверия в себя и чем угодно еще, что не соответствует безусловной любви, то успеха становится достичь весьма проблематично, даже при самых благоприятных начальных условиях. Чрезмерная зависимость от проявлений материального мира. Об этом мы уже говорили. Если мы ставим материальное на первое место и начинаем относиться к вещам и деньгам как к высшим ценностям, то наши энергии полностью блокируются. Если вы столкнетесь или уже столкнулись с подобными препятствиями, пусть они не станут дополнительным поводом для диссонансных эмоций. Отнеситесь к ним спокойно. В конце концов, мы все еще только учимся. Ошибки делают все без исключения. В ошибках есть польза. На них можно учиться. Например, тренировать свою способность к трансформации энергии. Пусть вам не кажется, что устранение препятствий – дело слишком сложное. Оно вам вполне по силам. Только вспомните, что все в мире – это энергия. Препятствия и помехи – это тоже энергия. А с энергией всегда можно что-то сделать. Вы умеете работать с энергиями, вы делаете это постоянно. Вы можете трансформировать энергии, преображать их силой вашего намерения. Крайон. Вместо того, чтобы переживать и расстраиваться из-за препятствий и неудач, начните воспринимать их как уроки. Это просто очередная жизненная задача. Решив ее правильно, вы получите в свое распоряжение дополнительные силы, и перед вами откроются дальнейшие пути к успеху, по которым вы снова пойдете легко и беспрепятственно. Проанализируйте свою жизненную ситуацию и определите, какое именно препятствие вам мешает. Если препятствий несколько, начинайте с того, которое представляется вам самым значительным. Следующее упражнение поможет вам с минимальными затратами сил и с максимальной выгодой для себя устранить любые препятствия. Упражнение пять. Трансформация энергии, препятствий и помех. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких и медленных вдохов и выдохов. Представьте себе ваше препятствие в виде энергии. Вы можете представить его, например, в виде энергетического шара. Он окрашен в темный или другой негармоничный цвет. Вы должны четко и конкретно представлять себе, что конкретно означает этот шар, какого рода препятствия скрывается за ним. Это ваш страх или негативная эмоция или нежелательная ситуация вашей жизни. Чем конкретнее вы будете это представлять, а главное переживать, ощущать, тем лучше. Представьте, что этот шар стоит на вашем пути. Мысленно уменьшите его в размерах. Пусть он станет таким маленьким, как только возможно. Но если вы чувствуете, что дойдя до определенного предела, размеры дальше не уменьшаются, а может и увеличиваются, не упорствуйте. Почувствуйте свою силу и скажите себе, что вам нечего бояться. Как бы велика ни была помеха, это всего лишь энергия, с которой вы можете что-то сделать. Направьте мысленные усилия на то, чтобы сделать шар светлее и прозрачнее, направьте ему энергии любви и благодарности, и вы увидите, как он начнет преображаться. Обратитесь к вашему божественному Я. Дорогой Бог, дорогой Дух, помоги мне преобразовать и трансформировать энергии, мешающие мне двигаться по моему пути в любовь и свет Бога. Затем обратитесь к энергии, содержащейся в шаре со словами «Благодарю помехи, встающие на моем пути, за то, что они помогли мне вернуться к самому себе и получить опыт преображения энергии в божественный свет. Благодарю за уроки и за ценный опыт, который я извлек. Я больше не нуждаюсь в помехах и с благодарностью отпускаю их от себя. Направьте энергетическому шару поток фиолетовой энергии. Представьте, что шар сгорает в холодном фиолетовом пламени. Затем заполните то пространство, где был шар ярким белым сиянием. Скажите себе, «Мой путь свободен, русло расчищено, я могу без помех идти вперед». Вы можете повторять это упражнение в отношении каждого препятствия столько раз, сколько требуется до его полного устранения. Резюме. Чтобы подключиться к потоку изобилия, необходимо принять свою собственную энергетическую волновую потоковую природу, избавиться от страха потерь, отпустить то прошлое, которое уже не служит вам во благо, избавиться от страха неудач, настроиться на волну успеха, выбрать самое благоприятное русло для созидательной энергии, трансформировать энергию препятствий и помех в силу, ведущую к успеху. Глава седьмая. Обретение баланса между счастьем и достатком. Определите комфортное для себя количество денег. Достаток и счастье не синонимы. Множество людей жертвуют собственным счастьем, покоем, радостью жизни ради того, чтобы прокормить семью. Есть и такие, кто предпочитает бедность, лишь бы не заниматься добыванием денег, если это делает человека несчастным. Но на самом деле нам не нужно ничем жертвовать, чтобы жить в достатке и при этом чувствовать себя счастливым. Надо просто найти свою меру изобилия, свою зону комфорта во взаимоотношениях с деньгами. Эта мера у каждого своя и не нужно ориентироваться на других людей или на нормы, принятые в обществе. Каждый человек может получить все то, что ему нужно. Никто не обязан быть бедным, если можно обрести достаток. Жить в достатке и при этом чувствовать себя счастливым, быть спокойным и умиротворенным, радоваться каждому моменту жизни, не переживая из-за денег или их отсутствия, вот то, к чему нужно стремиться. Как это сделать? Прежде всего определите, какое количество денег для вас будет комфортным. Может быть, вы замечали, что многие богатые люди богаты именно потому, что у них особое отношение к деньгам. Они не считают каждую копейку, не боятся рисковать и даже потеря крупной суммы не станет для них катастрофой. Для таких людей комфортно обращаться с большими массами денег, пропуская их через свою жизнь мощным потоком. Даже если этот поток прерывается, они находят в себе силы возобновить его. Такие люди становятся миллиардерами и самыми выдающимися бизнесменами. Про них можно сказать, что деньги их стихия. Они знают, как зарабатывать и даже как получить деньги буквально из воздуха. Они знают и на что тратить и как из небольшого количества денег сделать большое количество. Если же вы не чувствуете, что деньги являются вашей стихией, если вы тяжело переживаете потерю даже небольшой суммы, большие деньги вряд ли принесут вам радость. Недостаточно иметь большие деньги. Надо еще уметь с ними уживаться. Кроме того, большие деньги нужны только тому, кто собирается создать большой бизнес. Если вы не хотите этого или не чувствуете в себе способности к этому, вам не нужна лишняя обуза в виде больших денег. Вас вполне удовлетворит такой источник дохода, который будет покрывать ваши насущные потребности и позволит жить на уровне среднего достатка, не бедствуя, но и не накапливая излишков неработающих денег. Многие люди на вопрос «Сколько вам нужно денег?» не задумываясь, отвечают «Миллион долларов». Но ведь на самом деле стоит задуматься, прежде чем давать ответ. Что вы будете делать с такой суммой? Сможете ли распорядиться ею с умом? Сделаете ли ее основой своего дальнейшего благосостояния или просто растратите по пустякам, пустите на ветер? Большинству людей на самом деле не нужен миллион долларов. Большинству людей для нормальной, благополучной, счастливой жизни достаточно меньших сумм. Какой уровень дохода нужен вам? Определить это значит перестать мечтать попусту и приблизиться к тому реальному благополучию и достатку, которые вам нужны. Упражнение один. Приучайте свое сознание к необходимому для вас количеству денег. Если вы чувствуете, что при нынешнем уровне дохода денег вам не хватает, представьте, что вы начали получать в три раза больше, чем сейчас. Даже если вам покажется, что и этого недостаточно, все равно остановитесь пока на такой сумме. Практика показывает, что к большому количеству денег нашему сознанию сразу трудно привыкнуть. Максимальная сумма, являющаяся комфортной для сознания, это доход в три раза превышающий нынешний. Представьте, что держите эти деньги в руках, пересчитывайте их. Проверьте по своим ощущениям, насколько это комфортно для вас. Нет ли тревоги, беспокойства? Если есть, значит, надо немного уменьшить сумму. Если же есть только чувство радости и приятные предчувствия, начните мысленно планировать, как вы можете использовать эти деньги. На какие необходимые нужды вы бы их потратили в первую очередь? Что бы вы получили в итоге? Как бы при этом себя чувствовали? Как изменилась ваша жизнь? Стало бы меньше проблем и забот? Не появились бы новые? Не станут ли новые приобретения обузой и источником дополнительных переживаний? Мысленно найдите такое применение деньгам, которое сделает вашу жизнь легче и приятнее и ничем не осложнит ее. Когда вам это удастся, вам останется только ждать появления таких денег в вашей реальной жизни. После этого, но не раньше, можно мысленно готовить себя к следующему повышению уровня доходов, опять в три раза по отношению к предыдущему, но не больше. Вот так постепенно, шаг за шагом, вы будете повышать свой уровень благосостояния при помощи формирования соответствующего намерения. Конкретизируйте ваши денежные планы. Заметьте, что мечтать о богатстве вообще бессмысленно, как и хотеть изобилие вообще. Если вы мечтаете о богатстве, но не знаете, зачем конкретно оно вам нужно, богатство не придет. Деньги к нам приходят только тогда, когда мы точно знаем, для чего они нужны. Причем в этом случае они приходят ровно в том количестве, в котором они нужны. Может быть, в вашей жизни были ситуации, когда вам нужны были деньги, в сумме значительно превышающей ваш уровень дохода, и вы не знали, где их взять. Но вдруг они начинали приходить приходить каким-то непостижимым образом из самых неожиданных источников. Так работает закон, если есть реальная потребность, находятся и средства для ее удовлетворения. А вот если потребность придуманная, если это просто прихоть, желание, эго, тогда не нужно ждать чудес, вряд ли денежные потоки направятся на реализацию того, что не нужно и не важно для духа. Независимо от того, каков сейчас уровень вашего достатка, проанализируйте, как именно работают ваши деньги, на что они расходуются, не уходят ли в пустую, на что вам хватает денег, а на что нет, нет ли у вас накоплений, которые лежат мертвым грузом, иными словами, каков ваш индивидуальный денежный поток насколько он постоянен, стабилен, проточен и достаточно ли эффективно используется. Итак, отказаться от пустых мечтаний о богатстве и осознать, сколько денег вам на самом деле нужно и для чего – это важный шаг к балансу между достатком и счастьем. Упражнение 2. Выразите намерение на формирование достаточного денежного потока. Ответьте себе на вопрос, есть ли действительно что-то необходимое, на что вам не хватает денег. Что это конкретно? Вы уверены, что оно вам необходимо? В какой форме вы видите удовлетворение этой потребности? Все, что вам нужно сделать, это выразить твердое намерение на удовлетворение этой потребности. Если вы не вполне уверены, что вам это на самом деле надо, денежный поток притянуть будет трудно. Деньги приходят только на то, что нам на самом деле нужно и в необходимости, чего мы на самом деле уверены. Если же вам кажется, что деньги вам нужны, но они не приходят, проанализируйте, есть ли у вас истинное желание это получить и есть ли твердое и чистое намерение на это. Или может быть то, что вы хотите получить, можно заменить чем-то другим, не требующим таких расходов. Если же вам в самом деле что-то необходимо, а деньги на это не приходят, значит вы можете получить необходимое либо вообще бесплатно, либо за меньшие суммы. Начните целенаправленно искать такие варианты. Живите посредством. Деньги это эквивалент жизненной энергии. Если вы берете на себя нагрузку, превышающую ваши возможности, то рано или поздно наступит истощение. Вы истратите больше сил, чем сможете восстановить. От истощения жизненной энергии можно даже серьезно заболеть. И тогда вы уже ничего не сможете делать, пока не выздоровеете и не восстановитесь. Аналогично и с деньгами. Если у вас недостаточно средств, значит, по каким-то причинам вы не имеете достаточно жизненной энергии. Это бывает, если человек не идет по пути духа, если отдает слишком много сил материальным вещам, если своими ограничивающими убеждениями, неуверенностью в себе, низкой самооценкой, перекрывает для себя доступ к высшему божественному источнику энергии. Этот источник открыт для всех. Каждый может получить к нему доступ, если избавиться от своих собственных внутренних препятствий. А потому, если у вас недостаточно денег, надо прежде всего наращивать свою жизненную энергию и начинать эту работу изнутри, с изменений в собственном сознании. Если же вы не производите подобных изменений в себе, а вместо этого начинаете тратить больше, чем получаете, то очень велик риск вскоре остаться вообще ни с чем, лишиться даже тех скромных источников дохода, которые у вас были. Конечно, никто не запрещает нам брать кредиты, влезать в долги, более того, иногда это бывает необходимо, потому что перемены в сознании требуют времени, а деньги бывают нужны прямо сейчас. Но для человека, идущего духовным путем, подобное должно стать исключением, а никак не правилом. Если вы идете путем духа, то вам будут даны деньги на все необходимое. Если же деньги вам не даются, значит, то, на что вы планируете их потратить, или не нужно вам, или время для его получения еще не пришло. Например, вы с семьей ютитесь в крошечной квартире и считаете, что для вас просто необходимо переехать в более просторное жилище, но денег для этого нет и, похоже, не предвидится. Почему, неужели дух не хочет для вас лучшего? Дух, безусловно, хочет для вас лучшего, но, возможно, вами еще не пройдены какие-то уроки, для которых вам необходимы именно ваши нынешние условия. Может быть, вам надо научиться ладить со своими домашними и не отступать от безусловной любви, даже находясь в таких тесных и дискомфортных условиях. Когда эта задача будет выполнена, то проблема обретения нового жилища разрешится сама собой, для чего появятся и деньги, и возможности. Поэтому, если деньги вам на что-то не даются, не спешите добывать их любыми способами. Примите ситуацию так, как она есть, и начните следовать пути духа, а также формировать намерение на улучшение ситуации. Помните, для вас полезно только то, что вам по силам, а то, что не по силам, принесет только вред. Итак, первое важное правило жизни по средствам. Не тратить больше, чем вы получаете. Второе важное правило. Никогда не тратить все до копейки. Даже если у вас совсем немного денег, постарайтесь распланировать свой бюджет так, чтобы никогда не оставаться совсем без копейки. Если вы с трудом дотягиваете до зарплаты, подумайте, от каких трат можно отказаться, чтобы у вас всегда в кошельке оставалось хотя бы немного денег. Это важный психологический момент. Вы должны знать, что у вас всегда есть пусть небольшой, но запас. Это позволит вам придерживаться убеждения «у меня всегда есть деньги». Благодаря этому убеждению ваш запас будет постепенно увеличиваться. Если же вы все время думаете «у меня нет денег» и беспокоитесь об этом, вы рискуете скатиться на самое дно. Следуя этим двум правилам, вы сможете даже из небольшого количества денег создать вполне устойчивый ручеек, который сможет постепенно перерасти в настоящий денежный поток, если вы не будете его истощать, а будете пополнять хотя бы мысленно. Помните, что деньги это эквивалент энергии. Крайон говорит, что это одна из разновидностей света. Вы можете получать свет от Бога, вы можете представить, что часть светового потока это энергия денег, именно так вы можете увеличить приток денег в вашу жизнь, а не при помощи кредитов и долгов. Упражнение 3. Преобразование энергии света в энергию денег. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза. Обратитесь к Всевышнему с просьбой направить вам поток жизненной силы, энергии божественного света. Представьте, что сверху, из глубин Вселенной, из другого измерения энергоинформационного космоса, нисходит луч золотистой энергии. Он проходит сквозь ваше тело и одновременно охватывает пространство вокруг вас. Представьте, что золотистым цветом окрашивается все, чего касается этот поток. Можете мысленно поместить в этот поток все то, что вас окружает, все то, что наполняет ваше жизненное пространство. Поблагодарите Всевышнего за этот поток. Затем скажите вслух или про себя. Дорогой Всевышний, я выражаю намерение преобразовать часть этого божественного потока энергии в энергию денег. Я прошу твоей помощи в этом. Представьте, что часть потока окрашивается в еще более интенсивный золотой цвет. Мысленно направьте этот поток на то, что вы хотели бы улучшить, преобразовать, изменить или создать заново в вашем жизненном пространстве. Например, если вам нужен дом, представьте этот дом, на который льется золотистая энергия и так далее. Поблагодарите Всевышнего за помощь и поддержку. Будьте уверены, что вскоре у вас появятся новые источники дохода. Освободитесь от привычки к бесцельным накоплениям. Если вы хотите, чтобы денежный поток беспрепятственно протекал через вашу жизнь, обеспечьте ему проточность, не создавайте заторов в виде неиспользуемых денег, лежащих мертвым грузом без движения. Логика Вселенной такова, если вы деньгами не пользуетесь, значит, они вам не нужны. Следовательно, такие деньги будут иметь тенденцию уходить от вас, и рано или поздно они уйдут постепенно или все сразу. Не забывайте, что деньги эквиваленты энергии, а энергию можно накапливать лишь до определенных пределов. Энергия всегда стремится к действию, к движению. Если ей не позволять двигаться, она все равно так или иначе вырвется, или найдет другое русло, уйдет от вас, или начнет действовать разрушительно, создаст неприятности или болезни. Возьмите за правило откладывать деньги только тогда, когда у вас есть какая-то конкретная цель, например, сделать крупное приобретение, на которое у вас нет сразу всей суммы. Копить же просто так на всякий случай или того хуже на черный день категорически противопоказано. Если вы накопили какую-то сумму, которую не планируете сразу тратить, или у вас образовался излишек денег, подумайте, как заставить их работать, чтобы они не лежали без движения. Лучше положить их на депозит или во что-то вложить, например, в ценные бумаги. Так они лучше сохранятся, тогда как деньги, лежащие у вас дома, вообще безо всякого движения, имеют самую большую тенденцию испаряться. Имейте в виду, если на крупную покупку надо копить очень долго, больше года, значит, эта вещь вам, скорее всего, не нужна, либо можно обойтись более дешевым ее эквивалентом. Чтобы накопления шли быстрее, опять же, сформируйте соответствующие намерения. Не забывайте, что Бог никогда не оставит вас без необходимого. Только не стесняйтесь об этом попросить. Самое интересное вот что, по мере того, как вы будете продвигаться по пути духа, у вас отпадет необходимость делать долгосрочные накопления ради получения желаемого. К необходимости трудно зарабатывать и долго копить, нас приводят лишь ошибочные убеждения, согласно которым ничто хорошее не дается легко. Крайон убеждает нас в обратном. Все, что нам нужно, все лучшее, чего мы достойны, мы можем получить легко, мы можем решить любую проблему буквально одним касанием, легким касанием своего намерения, желания, мысли, эмоций. Потому что для духа нет ничего невозможного, а значит и для нас тоже, если мы являемся партнерами духа. Дорогие, дух очень уважает ваше стремление комфортно обустроить вашу земную жизнь, приобрести все необходимые вам вещи, имущества, не знать недостатка в материальных средствах. Но на самом деле это все является вторичным по отношению к тем гигантским возможностям вас как духовного существа, которые вы можете востребовать в первую очередь. И тогда имущество, деньги, материальное благополучие станут следствием. Вам не придется тратить на их приобретение так много сил и энергии. Все это придет к вам совершенно естественным путем и даже практически без ваших усилий, если вы заложите для этого духовную основу. Крайон. Следующее упражнение поможет вам настроить свое сознание и подсознание таким образом, чтобы способность легко получать желаемое стала вашим привычным и неотъемлемым свойством. Упражнение 4. Золотой дворец. Останьтесь наедине с собой. Если хотите, закройте глаза. Представьте себе, что вы входите в прекрасный золотой дворец. Он светится и сияет. Это дворец изобилия. Здесь вы можете обрести все, что вам нужно. Проходя в высокие золотые двери, вы оказываетесь в огромном круглом зале. По его окружности расположено множество дверей. Вы видите на них надписи. На одной написано слово богатство. На другой благополучие. На третий отношения. На четвертой таланты. На пятые качества. На шестой достижения. На седьмой успех. На остальных дверях тоже есть таблички, но нет надписей. Вы можете сделать эти надписи сами, обозначить на них ту сферу жизни, в которой вам необходимо сотворить для себя нечто важное. Вы можете выбрать любую дверь, какую захотите. Представьте себе, что вы открываете эту дверь и заходите в комнату. Это очень большая комната, и вся она заполнена серебристым или золотистым сиянием. В этой комнате вы можете сотворить все то, что вам нужно. Сначала выразите вслух намерение получить то, что вы хотите и обратитесь за поддержкой и помощью к духу. Затем представьте себе, что вы видите перед собой картину уже осуществленной вашей мечты. Вы можете увидеть себя самого, обладающего желаемыми для вас качествами и талантами и получающего все их плоды, пребывающего в ореоле успеха. Вы можете увидеть картину той жизни, о которой вы мечтаете или те вещи, которыми вы хотите обладать. Поместите эту мысленную картину в центр комнаты. Представьте себе, что вы заполняете эту картину серебристым или золотистым светом, разлитым в комнате. Вы словно бы лепите картину из этого света или точнее отливаете ее в серебре или золоте, стараясь насытить ее как можно большим количеством энергии. Представьте себе, что картина вашей осуществленной мечты начинает очень ярко сиять, лучиться, а затем ярко вспыхивает ослепительным светом, подобным солнцу. Оставьте это солнце сиять в комнате и представьте себе, что вы тихонько выходите, закрыв за собой дверь. Мысленно выйдите из золотого дворца и вернитесь к реальности. Санимайтесь своими делами, желательно на какое-то время забыв о своем желании. Время от времени вы можете возвращаться в эту комнату, чтобы еще добавить энергии картине вашей реализованной мечты. Вам останется только следить за тем, как развиваются события в вашей жизни и не упускать шансы день ото дня, приближающие вашу мечту к реальности. Пользуйтесь только чистыми источниками доходов. Чтобы деньги не лишали вас возможности чувствовать себя счастливым, они должны приходить из чистых источников. Что такое чистые источники? Это все то, что идет людям во благо. Это все виды деятельности, соответствующие божественным законам и одобренные духом. К сожалению, многие люди, считающие деньги главной ценностью в своей жизни, готовы закрывать глаза на то, чем именно они зарабатывают. Не будем говорить о крайних случаях обмане, воровстве, мошенничестве и других преступных действиях. Подчас самые добропорядочные с виду люди, считающие себя вполне честными, участвуют в торговле некачественными или поддельными продуктами питания и лекарствами, работают на производстве, где изготавливают все это, занимаются недобросовестной рекламой, продвигают услуги, предполагающие обогащение одних за счет других. Все это в обществе, настроенном на потребление, считается порой едва ли не нормой, но с точки зрения духа это нормой быть не может. Наш мир устроен так, что нельзя причинять вред другим, не причиняя его себе. Если вы делаете что-то, что идет другим во вред, какое-то время вы можете получать за это деньги и жить благополучно, но долгого, стабильного благополучия и счастья в подобных случаях быть не может. Если вы решите, что вашей миссией будет нести добро, любовь и свет, делать только то, что идет во благо и вам, и другим людям, то вы не окажетесь в числе тех, кто не ведает, что творит, и кто ради собственного благополучия и благополучия своей семьи готов пренебречь благом других людей. В мире действуют законы божественной справедливости, а потому в результате подобной неразборчивости вы накажете самого себя. Не идите на компромисс со своей совестью, если она подсказывает вам, что кажущийся очень привлекательным источник дохода не соответствует нравственным законам, не соблазняйтесь даже очень большими деньгами, если источник их вызывает сомнения, делайте то, что позволяет вашей совести оставаться чистой. Невозможно чувствовать себя счастливым, если совесть нечиста. А если человек не чувствует себя счастливым, никакие деньги его не порадуют. К тому же деньги, добытые из сомнительных источников, вряд ли пойдут вам во благо. Это закон. Если вы зарабатываете деньги, делая благо другим, вы и в ответ получите благо для себя. Если ваша деятельность приносит вред кому-то, деньги тоже пойдут во вред. Обращайтесь к духу за помощью в случае сомнений. Обращайтесь к духу и с просьбой помочь вам найти самые чистые и достойные источники доходов. Такие источники существуют, но поскольку подобное притягивается подобным, то необходима чистота духа, чтобы найти такие источники. Упражнение 5. Обретение чистых источников дохода. Останьтесь наедине с собой. Закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя, мысленно соединитесь со своим божественным Я и скажите вслух или про себя. Дорогой Бог, Всевышний Творец, Создатель, в соответствии с чистотой моего духа и моими чистыми намерениями покажи мне чистые источники дохода, необходимые для благополучия, достатка, мира, покоя, счастья мне и моей семье. Подведи меня к нужным дверям в нужное время. Подскажи, какие двери и когда открывать? Я выражаю намерение делать то, что служит во благо мне и всем людям. Я выражаю намерение честным трудом зарабатывать себе на жизнь. Я выражаю намерение идти путем духа, делать то, что предназначено для меня Богом и принимать участие в строительстве рая на земле. Да будет так. Установите внутреннюю тишину, вслушивайтесь в нее несколько секунд. Будьте уверены, что внутри вас уже существует знание о том, где искать нужные вам источники дохода. Следуйте тем счастливым шансам, которые будут вам выпадать. Слушайте подсказки интуиции, и вы окажетесь в нужное время в нужном месте. Резюме. Чтобы не жертвовать душевным благополучием ради заработка и не мириться с бедностью ради душевного благополучия, надо обрести равновесие между достатком и счастьем. Для этого требуется определить, какое количество денег является для вас комфортным, то есть дает чувство радости и не вызывает тревоги, страха, беспокойства. Конкретизировать ваши денежные планы, то есть точно определить, для чего вам нужны деньги, что вы хотите получить за них. Жить посредством, то есть не тратить больше, чем получаете. не позволять большим суммам денег долго лежать без движения, получать деньги только из чистых источников, то есть зарабатывать лишь теми видами деятельности, которые несут безусловное благо людям. Глава восьмая. Любимое дело способно приносить доход. Начните делать то, что любите. Для большинства людей именно работа является основным источником достатка. Очень многие, к сожалению, занимаются нелюбимым делом ради денег. Им кажется, что они вынуждены это делать, что у них нет выбора, что они не могут заниматься тем, что им нравится, так как не смогут прокормить семью. Но если вдуматься, то нет никакого смысла заниматься нелюбимым делом ради денег. В таком случае сама жизнь теряет смысл. Человек приносит в жертву себя, свою жизнь, не выполняет свою миссию на земле, не может реализоваться, он всю жизнь мучается. Ради чего? Ради выживания. По сути, ради продолжения мучений. Это можно и нужно остановить. Крайон напоминает нам, что мы не жертвы. Все, что с нами происходит, выбираем мы сами. Нам может казаться, что обстоятельства нас вынуждают, но это не так. Обстоятельства имеют над нами власть лишь тогда, когда мы начинаем считать себя слабыми, беспомощными, неспособными справиться с этими обстоятельствами. Знаете ли вы, что заниматься тем, что вы не любите, что вам неинтересно, это поистине бессмысленное занятие. Вы пришли на землю любить, удивляться, увлекаться, творить, исследовать, экспериментировать, азартно и страстно испытывать то новое, что тянет вас к себе. Дорогие, для этого у вас не так уж много времени. Вы вечны и земной опыт для каждого из вас, как для духа мгновения. Это мгновение надо использовать так плодотворно, как это только возможно для вас. А использовать это мгновение плодотворно значит творить, любить, действовать из любви, делать только то, что вы истинно любите. Крайон. Человек, который слишком долго занимается нелюбимым делом, может даже забыть о том, что он на самом деле любит, но вы можете в любой момент об этом вспомнить. Главное начать этим заниматься хотя бы понемногу. На начальном этапе не думайте о том, как заработать при помощи любимого тела. Делайте его для себя, в свободное время, тогда, когда просит душа. Благодаря этому будет происходить важная вещь. Вы расчистите русло для энергии любви. Она начнет струиться через ваше жизненное пространство, создавая все более благоприятные условия для вашей самореализации в любимом деле и обретения достатка при его помощи. Упражнение 1. Формирование намерения на обретение любимого дела. Найдите возможность ненадолго остаться наедине с собой в спокойной мирной обстановке. Сосредоточьтесь на области сердца, почувствуйте свою глубину. Войдите в то внутреннее пространство, которое есть ваша собственная вселенная, микрокосм, обиталище Духа. Соединитесь с вашим божественным Я, настройтесь на тихое, спокойное, излучение любви. Прежде всего, в свой собственный адрес и скажите вслух «Дорогой Бог, Дух, Создатель, Всевышний и так далее, отныне я намерен следовать в жизни по пути любви. Я намерен следовать сердцу и делать то, к чему меня влечет божественная безусловная любовь, то, ради чего мой Дух пришел на землю, то, в чем я могу проявить себя наиболее полно и ярко. Дорогой Дух, я прошу Твоей помощи, помоги мне найти такое занятие. Дай мне ответ на мой вопрос в любой уместной, приемлемой и понятной для меня форме. Можете повторить это три раза с небольшими паузами. Затем вы можете вернуться к своим обычным делам, но, пожалуйста, будьте внимательны ко всем проявлениям, которые могут быть ответом Духа. Это могут быть ваши сны или внезапные интуитивные озарения или что-то прочитанное в книге или что-то услышанное по радио или из чьих-то разговоров. Когда ответ придет, вы не будете сомневаться, вы точно будете знать это ответ. Если ответ не приходит, вы можете время от времени напоминать Духу. Дорогой Дух, я ищу дело моей любви и радости. Подскажи мне, что это? Если ответа понятного вам все равно нет, обратитесь к самому себе, к своей душе. Может быть, вам всего лишь надо проявить больше честности к самому себе и признаться себе, чего на самом деле вы хотите. В глубине души у вас есть это знание. Просто не надо его бояться. Когда ответ так или иначе придет, попросите Дух показать вам путь, каким вы можете реально начать заниматься любимым делом. Это можно сделать примерно такими словами. Дорогой Дух, подведи меня к той двери, открыв которую, я смогу начать этот путь. Помоги мне двигаться по этому пути, оставаясь в безопасности. будучи под защитой Духа. Помоги мне идти смело, спокойно, шаг за шагом к моей цели, так, как это будет наилучшим образом с точки зрения Духа. Вы увидите, что Дух будет направлять вас, давать подсказки, создавать нужные вам обстоятельства. От вас требуется лишь слышать эти намеки, внимать этим подталкиванием и действовать в согласии с ними. Раскройте свои таланты и способности. Очень велика вероятность, что ваши таланты могут лучше всего проявиться именно в том деле, которое вы любите. Нас не случайно тянет к тому или иному занятию. Мы можем лучше всего реализоваться именно в том, что нам нравится делать. Ведь нравится нам обычно то, что мы умеем делать, что хорошо у нас получается, то есть то, к чему у нас есть талант. Каждому человеку даны таланты и способности к какому-то делу. У каждого есть свой дар. Неодаренных людей просто не бывает. Счастливым становится тот, кто осмеливается обнаружить свои таланты и реализовать их. Да, иногда это выглядит как вызов социуму, потому что окружающие говорят, что надо жить как все, надо тяжко трудиться ради куска хлеба, надо приносить себя в жертву, нельзя делать то, что нравится. Крайон говорит, что в энергиях старого мира очень многие люди поддавались этому давлению и буквально давили свои собственные таланты и способности, чтобы только угодить общественному мнению. Кому-то вследствие такого предательства себя даже удавалось занять престижное место в обществе, стать влиятельным и состоятельным человеком. Ну а теперь эти времена прошли. Пришла эра новых энергий, когда преуспеть может только тот, кто идет по пути духа. Путь принятия и реализации своих талантов и способностей, путь посвящения себя любимому делу это духовный путь, путь отказа от любимого дела ради денег не только не духовный путь, но и путь, не способный принести ни достатка, ни успеха. Такова реальность нового времени. Когда мы делаем то, что любим и то, в чем мы талантливы, нам сопутствует радость и любовь. Мы чувствуем себя счастливыми. Только такое состояние способствует выполнению нашей высшей миссии, которая состоит в том, чтобы нести любовь и свет Бога на землю. Когда вы несете любовь и свет, выполняя свою работу, вы закономерно получаете за это вознаграждение. Бог никогда не оставит без копейки того, кто является проводником его энергии на земле. Начните в своей работе проводить энергии Бога. Для этого делайте то, что любите и к чему имеете наибольшие склонности. Вот тогда вы осуществите заветную мечту многих людей, будете получать удовольствие от работы, за которую вам к тому же еще и платят. Прийти к этому не так трудно, как кажется. Это доступно каждому человеку. Надо только снять внутренние ограничения, перестать ствердить себе, что это невозможно. Поверьте, что это возможно и для вас, и это станет возможным. В детстве и в подростковом возрасте практически все люди очень хорошо чувствуют, в какой сфере лежат их таланты. Ведь в детстве мы не ставим перед собой взрослых запретов. Мы не рассуждаем о том, талантливы мы или нет. Нас просто тянет к делу, которое у нас хорошо получается. И все наши мечты связаны с теми областями деятельности, в которых мы талантливы. Иногда надо просто вернуться к детской мечте, чтобы раскрыть свои уникальные таланты. Упражнение два. Возвращение к детской мечте. Закройте глаза, сделайте несколько глубоких медленных вдохов и выдохов. Направьте внимание в область своего сердца и вспомните себя в подростковом возрасте. Представьте, что вы как будто перенеслись в свое прошлое и снова стали подростком, каким были когда-то. Вспомните, какие занятия тогда вам особенно нравились, было ли какое-то созидательное дело, которым вы занимались с удовольствием, в чем была основная сфера ваших интересов? Бывало ли, что у вас сладко замирало сердце в предвкушении, как вы займетесь любимым делом? Это такое дело, которым вы занимались даже тогда, когда никто от вас этого не требовал, вам этого хотелось. В этом реализовывались ваши творческие возможности и способности. Может быть, это было такое дело, от которого вас трудно было оторвать, и вы подчас могли ради него пожертвовать обедом, сном, прогулкой и так далее. При этом данное занятие вызывало у вас только положительные эмоции, и до сих пор вам приятно вспоминать об этом. Представьте себя подростком, который снова увлеченно занимается своим любимым делом. Представьте, какие приятные чувства вы при этом испытывали, и вы снова испытаете их. Теперь представьте, как вы подростком мечтаете, что станете взрослым и будете заниматься вашим любимым делом уже всерьез, или найдете такую профессию, где вам понадобятся проявившиеся в вашем любимом занятии навыки. Вы мечтаете и рисуете себе картину самого прекрасного, светлого, счастливого будущего, в котором вы делаете то, что любите. Сначала представьте, что видите эту прекрасную картину где-то на горизонте и предвкушаете, что у вас такое прекрасное будущее. Вспомните ваши детские мечты и детскую радость по этому поводу. Затем представьте, что перед вами расстилается яркий золотистый луч, как широкая прямая дорога. Вы идете по этому лучу прямо к картине вашей мечты и видите, как она приближается. И вот вы входите в этот сияющий золотистым светом образ. Теперь вы внутри той картинки, которая представляет собой вашу реализованную мечту. Представьте, что все это происходит с вами сейчас. Вы занимаетесь именно тем, о чем мечтали в детстве и все именно так, как было в этой мечте. Переживите это сполна, порадуйтесь, поверьте, что ваша мечта действительно сбылась. Представляйте, что все в вашей жизни прекрасно, что вы счастливы заниматься любимым делом и преуспевать. Наслаждайтесь этим состоянием столько времени, сколько захотите. Затем сделайте несколько глубоких, медленных вдохов, и откройте глаза. Отметьте, как улучшилось ваше настроение. Представьте, что весь путь, который вы проделали в визуализации, пройден вами и в реальности, и ничто не мешает вам заняться делом, которое является осуществлением вашей мечты. Вы в этом упражнении уже создали свое будущее, которое сейчас является вашим настоящим. начинайте воплощать его в жизнь прямо сейчас. Делайте то, что у вас получается лучше, чем у других. Мы уже знаем, что энергия всегда ищет пути наименьшего сопротивления. Она течет по расчищенному, свободному и самому удобному для себя руслу. Когда мы делаем то, что у нас получается с трудом, мы выбираем задачу на сопротивление. В принципе, никто не возражает, чтобы мы делали это. Мы имеем право ставить перед собой любые задачи, потому что наделены свободной волей. Но надо иметь в виду, что деньги и прочие блага легче к нам придут на том пути, где нет сопротивления решению наших задач. Значит, если мы выбираем задачу на сопротивление, не стоит ждать, что таким путем мы найдем для себя источник дохода. Мы можем это делать, особо не рассчитывая на вознаграждение. Если же мы рассчитываем на вознаграждение, то лучше выбирать пути наименьшего сопротивления. Некоторые считают, что выбор такого пути свидетельство слабости, но это лишь заблуждение, рожденное привычкой к трудностям и борьбе. Если вам внушали, что все хорошее дается лишь непосильным трудом, то вы можете, конечно, всю жизнь тяжко трудиться ради каких-то грошей. Но зачем, когда вам уготовано изобилие, которое можно найти на другом пути, пути радости, удовольствия от любимого дела? Путь наименьшего сопротивления это не путь слабости, это путь, уготованный для вас духом. Это путь, где вам легче всего реализовать свои таланты, выполнить свое предназначение и получить достойное вознаграждение. Заметьте, такой путь, путь выполнения предназначения у каждого человека свой. Он сугубо индивидуален, потому что каждый человек уникален, и каждый наделен уникальным талантом. Для каждого человека предназначено какое-то дело, которое он может делать лучше других. У вас тоже есть такое дело, которое вы делаете лучше других. Возможно, вы уже знаете об этом. Если нет, значит, вам еще предстоит сделать такое прекрасное открытие. Делая то, что у вас получается лучше, чем у других, вы преуспеете больше, чем другие. Вы будете легче и быстрее справляться с этой работой, чем другие. Вы будете выполнять эту работу более качественно. Соответственно, вы будете получать более высокое вознаграждение. Глядя на вас, другие люди, может быть, задумаются, на своем ли месте они находятся, и не пора ли им тоже найти такое дело, которое у них получается лучше. Бог дал людям самые разнообразные таланты. При помощи этих талантов все люди могли бы идеально делать свою работу, если бы оказались на своем месте. Если вы не любите свою работу, вы занимаете чужое место. На вашем месте мог бы оказаться другой человек, который бы делал это с удовольствием и справлялся бы лучше, чем вы. Ведь если вы не любите свою работу, вы как ни стараетесь, все равно не выполните ее так хорошо, как тот, кто ее любит. Так зачем заниматься нелюбимым делом, когда можно заниматься любимым? Освободитесь от страха, порожденного ложной установкой, что любимое дело не может давать деньги. Только любимое дело и может дать настоящий достаток. Если вы хотите выйти из режима выживания и войти в режим процветания, надо искать любимое дело, дело, которому у вас есть способности, дело, которое вы делаете лучше других. Это единственный путь к достатку, успеху, благополучию. Упражнение три. Найдите то, что вы делаете лучше других. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких и медленных вдохов и выдохов. Представьте себе одного или нескольких из тех людей, о которых вы обычно думаете, что им повезло больше, чем вам. Они богаче одарены природой и им легче преуспеть. Представьте, что эти люди стоят перед вами, и вы видите их ярко и отчетливо. Если у вас есть к этим людям какие-то негативные эмоции, неприязнь, враждебность или зависть, представьте, что между вами и этими людьми встает стена холодного фиолетового пламени, в котором в мгновение сгорают все диссонансные энергии. Когда пламя исчезает, вы видите этих людей с улыбками на лицах. Они смотрят на вас доброжелательно и искренне желают вам успеха. Мысленно тоже пожелайте им успеха и направьте им от своего сердца поток тепла и любви. Теперь мысленно попрощайтесь с этими людьми и представьте, что они уходят. Вот они ушли уже так далеко, что фигуры их стали совсем крошечными и вы видите их словно сквозь туман. А вот они и вовсе растворились вдалеке. Вы остались в одиночестве. Вы полностью защищены, вы ничего не боитесь, вы чувствуете себя спокойно и комфортно. Для большего чувства защищенности можно мысленно окружить себя коконом сияющего белого или золотистого света. Направьте все ваше внимание внутрь себя. Ощутите как можно ярче. Вы сейчас один, рядом никого нет. Теперь представьте, что не только рядом, но и вообще в мире нет никого кроме вас и вашей божественной семьи. Мысленно соединитесь с вашим божественным центром. Скажите вслух или про себя. Я уникальный человек. Я единственный в своем роде. На всем свете нет никого точно такого же, как и я. Я носитель уникальных талантов и способностей. Сейчас я осознаю и раскрываю эти таланты и способности, которые сделают меня счастливым, богатым, преуспевающим человеком. Теперь быстро, особо не раздумывая, ответьте себе на вопрос, какое дело вам удается лучше, чем другим людям. Если ответ не придет сразу, прекращайте упражнения и займитесь чем-то другим. Возможно, ответ всплывет из подсознания позже. Если этого не произойдет, повторите упражнение еще раз на следующий день или через день. Обычно ответ приходит довольно скоро. Начните не откладывая заниматься тем делом, которое вы определили для себя таким образом, как то, что вы делаете лучше других. Профессиональный рост. развивайтесь не линейно, а объемно. Духовный путь вполне сочетается с профессиональным и карьерным ростом, если подойти к этому процессу правильно. Крайон говорит, что для энергии старого времени было типично линейное развитие, то есть движение от одной цели к другой, например, от одной должности к другой, более высокой. Но теперь времена изменились и преуспевает не тот, кто стремится от цели к цели, а тот, кто увеличивает объем энергетического потока, вкладываемого в то дело, которым занят в настоящий момент, здесь и сейчас. Вы вроде бы и не думаете о движении вперед, о карьерном росте, вы остаетесь на своем месте и наращиваете свое мастерство, пропускаете через себя все более объемный энергетический поток, то есть все полнее реализуете энергию своего духа в деле. Вы делаете это, распространяя все больше любви и света вокруг себя, и в один прекрасный момент происходит качественный скачок, вы оказываетесь на другом уровне профессионального мастерства, на следующей ступени карьерной лестницы, обретаете новый уровень достатка. Это происходит как будто само собой, без вашего активного участия. Так работают энергии нового времени. Вам не надо рваться вверх, вам нужно как можно лучше делать то, что вы делаете, оставаясь на своем месте, и энергии духа сами поднимают вас вверх. Осмельтесь, перейдите на другие рельсы, увеличивайте поток энергии, которые вы способны пропускать через себя. Для этого найдите дело по душе, по способностям, дело, приносящее вам радость и осуществляемое легко, без лишних затрат сил и энергии, без тяжкого труда и преодоления препятствий, как внешних, так и внутренних. А затем, каждый миг своей работы, наполняйте пространство любовью и светом и не заботьтесь о линейном движении вперед и вверх. Оно будет происходить само собой с вашей точки зрения, но на самом деле об этом просто позаботится дух. Крайон Бог вовсе не против того, чтобы мы делали карьеру и стремились к более высокому уровню достатка. Вот только прежние методы достижения карьерных целей не работают в энергиях нового времени. Чтобы преуспевать в новом веке, надо идти к успеху путем духа. Это требует некоторой перестройки сознания, но не является таким уж трудным делом. Упражнение 4. Научитесь идти к успеху путем духа. Найдите возможность остаться наедине с собой. Сядьте в удобную позу, успокойтесь, расслабьтесь, установите внутреннюю тишину. Затем подумайте о чем-то, что вас не устраивает в вашей жизни и что вам хотелось бы изменить. Подумайте о том, какая реакция на подобные обстоятельства вам свойственна больше всего. Обычно это реакция отторжения. Если мы хотим что-то изменить в своей жизни, мы отвергаем имеющееся положение дел, хотим отказаться от него поскорее оставить его в прошлом и двинуться вперед к новой цели. Такова обычная человеческая логика. Логика духа иная. Нам не надо отвергать то, что у нас есть. Вместо этого нам надо подумать, как мы можем в этой ситуации начать проявлять больше любви и света. Таким образом мы будем менять ситуацию качественно, менять ее энергию, вместо того, чтобы бежать прочь от этой ситуации. А из качественных изменений энергии сможет вырасти новая, более благоприятная для нас ситуация. Мы ведь сами создаем эту новую энергию, благодаря чему возможны перемены. А если мы просто отвергаем ситуацию, то мы выходим из нее с нулевым балансом созидательной энергии, следовательно, ничего нового, хорошего, взамен старого, оставленного, создать не удастся. Попробуйте сначала мысленно, а затем и в реальности отказаться от старых планов, согласно которым вы хотели отвергнуть, бросить, оставить в прошлом то, что у вас есть сейчас. Затем обдумайте, как вы будете наполнять пространство этой ситуации светом и любовью. Например, вам не нравится работа, вы хотите ее бросить или вам не нравится ваша должность и вы мечтаете о повышении. Если эти перемены пока не происходят, значит, вам надо попробовать делать вашу нынешнюю работу по-другому, так, чтобы в большей мере реализовать в ней свои возможности как духа. Когда вы вместо резких перемен начнете мягко менять то пространство, в котором находитесь сейчас, перемены начнут осуществляться сами, причем это будут именно те перемены, которые вам нужны, и произойдут они наиболее благоприятным для вас образом. Несите свет и любовь туда, где вы работаете. Человечество – единая божественная семья. Мы все связаны друг с другом. Вот почему, делая благо для себя, мы делаем благо и другим. Когда мы находим дело, дающее нам радость, доставляющее удовольствие, плоды нашего труда будут радовать и других людей. Так распространяется любовь и свет Бога на земле. Если вы вкладываете любовь и свет в дело, вы делитесь с другими. Другие вознаграждают вас за это. Таким образом, стремясь получать радость и удовольствие от работы, мы вовсе не потакаем своему эгоизму. Мы таким образом работаем ради всеобщего блага. Поскольку все мы являемся членами божественной семьи, то никто из нас не может существовать изолированно. Невозможно, найдя любимое дело, делать его в абсолютном отрыве от других людей. Потому что невозможно получать удовлетворение от работы, плоды которой не востребованы. К тому же мир устроен так, что обретение достатка невозможно в одиночку. Для этого нужно участие других людей. Поэтому преуспевает тот, кто заинтересован не только в своем собственном успехе, но и в успехе коллективном. Найти любимое дело, в котором реализуются ваши таланты и способности, это значит найти свое призвание. Но чтобы призвание реализовалось, вы должны найти такое место, где можно приложить свои умения и навыки к делу и таких людей, которые будут вам в этом способствовать, а вы в свою очередь будете способствовать им коллективно идти к успеху. Новое время это время сотрудничества, а не соперничества. Больше невозможно преуспеть за счет неуспеха других, можно преуспеть только вместе с другими людьми, объединенными с вами общим делом. Но пока еще во многих коллективах людей властвуют старые энергии, энергии борьбы, соперничества, зависти к более преуспевающим. Это не способствует успеху ни всего коллектива в целом, ни каждого из его членов в отдельности. Старые энергии требуют трансформации, и здесь очень многое зависит от пробудившихся людей, от тех, кто идет путем духа. Многие из них сторонятся таких негармоничных коллективов, но на самом деле от вас зависит гораздо больше, чем вы думаете. Не спешите увольняться, если вы занимаетесь любимым делом, но вас не устраивает атмосфера в коллективе. Вы своей способностью нести божественные энергии можете приводить к любви и свету целые организации. Если на вашей работе царят дисгармоничные энергии борьбы и соперничества, просто начните нести туда свет. Ничего не нужно говорить, не надо никого ничему учить, просто направляйте свет и любовь всем и каждому. Даже самая неблагоприятная ситуация благодаря этому начнет постепенно меняться. Вы можете сделать это даже в одиночку, неся божественные энергии, вы будете способствовать гармонии, а значит успеху всего коллектива, где вы работаете, а значит и своему собственному успеху, достатку, благополучию. Если же этого не произойдет, все равно ваш труд не пропадет даром. Дух покажет вам новые пути и поможет обрести другое место работы с более гармоничными энергиями. Упражнение 5. Гармонизация энергий на работе. В любое удобное для вас время примите расслабленную позу, закройте глаза. Дышите спокойно и размеренно. Представьте себе то место, где вы работаете. Представьте себя и других сотрудников на своих рабочих местах. Представьте, что вы заполняете все помещение золотисто-желтым светом. Эта сияющая искрящаяся энергия, распространяясь до каждого уголка, создает атмосферу любви и умиротворения. Мысленно окружите себя облаком светло-фиолетовых энергий. Почувствуйте, как они устраняют из вашего сознания любой дискомфорт и любые диссонансные энергии. Вы находитесь в облаке высоковибрационной энергии и чувствуете себя защищенным. Никто и ничто не может вам повредить. Никто и ничто не может снизить ваши вибрации. Мысленно обратите внимание на того из ваших коллег, кто, возможно, вызывал у вас не самые лучшие эмоции, с кем есть разногласия или конфликты. Представьте, что также окутываете этого человека облаком светло-фиолетовых энергий. Мысленно поблагодарите его за те уроки, которые вы проходите благодаря ему. Направьте ему энергии мира и любви вместе со своим благословением. Тот человек, которому вы направляете фиолетовые энергии вместе с благословением, уже не может оказать на вас никакого влияния. Точно также направьте энергии вашей любви и благословения всем другим сотрудникам, независимо от того, какие у вас с ними отношения. Еще раз представьте, как все помещение заполняется энергиями света и любви. Мысленно скажите «Да будет так». Если вы хотели бы поменять работу, найти для себя что-то более подходящее, поблагодарите вашу нынешнюю работу за то, что она вам дала, и представьте, как вы мысленно отпускаете ее. Затем скажите вслух или про себя «Дорогой Бог, я открыт для перемен к лучшему в моей жизни. Подскажи, каким путем мне надлежит идти дальше. Помоги новой, лучшей работе прийти в мою жизнь». После этого будьте внимательны, чтобы за повседневными делами замечать те новые двери, которые начнут появляться перед вами в вашей жизни. Резюме. Чтобы преуспевать и жить в достатке, занимаясь любимым делом, необходимо делать то, что вы любите, что приносит вам радость и удовольствие, поверить, что вы наделены уникальными талантами и раскрыть их, делать то, что у вас получается лучше, чем у других, наращивать объем божественных энергий, вкладываемых в дело, нести любовь и свет в свою организацию, в рабочий коллектив. Глава девятая. Духовный путь в бизнесе. Закон безусловного блага для всех людей. Существует мнение, что бизнес и духовность несовместимы, но это не так. Несовместим с путем духа лишь тот бизнес, который строится в нарушении божественных законов. Желание любой ценой заработать денег, обман, нечестность, успех одних за счет провала других, все это признаки нарушения законов Бога. Тот, кто нарушает эти законы, может какое-то время преуспевать, но рано или поздно он потерпит поражение, просто потому, что его деяния обернутся против него. Карайон часто говорит, что Бог может стать для нас лучшим партнером в бизнесе. Естественно, если наши намерения и помыслы чисты, если мы хотим своей деятельностью приносить благо всем людям и строить рай на земле. Стремиться к благу для всех людей это и есть первейший и важнейший духовный закон бизнеса. Если вы собираетесь заняться бизнесом, если обдумываете проект собственного дела, первый вопрос, которым надо задаться, это вопрос о миссии или высшей цели вашего бизнеса. Если ваша высшая цель заработать деньги, то вы обречены на провал. Это не та цель, которая может стать движущей силой вашего дела. Деньги, как мы знаем, не обладают собственной ценностью. Поэтому все, что делается лишь во имя денег, тоже не имеет ценности в глазах Бога. А все не имеющее ценности не поддерживается божественными законами и очень быстро разрушается. Истинная миссия всегда предполагает благо для других людей. Только такая миссия может стать по-настоящему вдохновляющей. Только такая миссия будет той движущей силой, которая начнет двигать ваше дело вперед. Заметьте, процветают лишь те фирмы, которые приносят пользу большому количеству людей, удовлетворяют их насущные нужды и делают это добросовестно, честно, качественно. Этот закон распространяется не только на крупный бизнес, но и на любую работу. Мы уже говорили о том, как важно иметь чистые источники доходов. Вы будете преуспевать лишь тогда, когда своей деятельностью приносите благо людям, потому что лишь делая что-то во благо человечества, вы можете получать благо в ответ. Упражнение 1. Высшая миссия вашего дела. Подумайте о том, что вам нравится делать, от чего вы получаете удовольствие, в чем реализуются ваши способности и таланты. Задайте себе вопросы, каким образом я могу направить это мое занятие на пользу людям, какие потребности людей могут быть удовлетворены тем, что я делаю, как именно я должен построить свою работу, чтобы наилучшим образом приносить людям пользу и удовлетворять их потребности, каким образом я смогу нести людям добро, свет и любовь Бога, радость, благополучие. Дайте себе достаточно времени для обдумывания этих вопросов. Записывайте все ответы, которые будут приходить вам в голову. В конечном итоге вы сможете сформулировать высшую миссию своего дела. В этой формулировке обязательно должно прозвучать пожелание блага всем людям. Например, моя миссия поддерживать чистоту окружающего мира. Или моя миссия помогать людям сохранять здоровье и так далее. Сделав это, вы заложите тот фундамент, на котором можно строить свое дело. Важно только никогда не забывать о своей миссии и не отступать от нее, не совершать таких шагов, которые вступают с ней в противоречие. Тогда вы будете верны себе, что бы ни происходило, и ваше дело получит все шансы на процветание. Закон честности этот закон кажется очевидным, но и нарушается чаще всего, особенно теми, кто считает, что честным путем заработать невозможно. И все же на планете с каждым днем становится все больше тех, кто понимает только честным путем и можно прийти к настоящему, стабильному, надежному достатку. Нечестным путем можно быстро получить много денег, но затем так же быстро последует путь с вершины богатства на самое дно духовное, нравственное, материальное. В энергиях нового времени стало невозможным долго обманывать людей. Правда очень быстро всплывает наружу. Ее невозможно скрыть. Крайон объясняет это так. Раньше на земле было много тьмы, и ложь могла прятаться во тьме. Сейчас на земле стало гораздо больше света, и ложь уже не может долго скрываться, но тот, кто привык обманывать, подчас все еще не замечает, что больше не существует той тени, где он мог прятаться. Он обманывает, но не видит, что его обман очевиден всем. Он выведен на свет. Тот, кто проявил нечестность хотя бы один раз, очень быстро утратит доверие. Он потеряет своих клиентов, тех, кто мог бы быть заинтересован в его товарах и услугах. Он может найти других клиентов, но их тоже быстро потеряет, если будет нечестен. Заметьте, по-настоящему преуспевающими становятся фирмы, которые поворачиваются лицом к клиенту, по-настоящему заботятся о его благе, не пытаются выудить из него деньги обманом или хитростью. Упражнение 2. Тест на честность. Составьте список из нескольких фирм, услугами которых вы пользуетесь как клиент. Это могут быть и магазины, и фирмы, предоставляющие услуги. Задайтесь целью протестировать их на честность при помощи нескольких простых приемов. Попросите продавца или консультанта дать вам информацию о товаре или услуге. Попросите, чтобы он посоветовал лучший товар из имеющихся. Как вам кажется, он дает вам объективную информацию? Нет ли чувства, что от вас что-то скрывают или сообщают недостоверные сведения? При первой возможности найдите информацию о товаре из объективных источников и сверьте с тем, что вам рассказали? Спросите, от чего зависит стоимость товара или услуги? Вам постараются это объяснить или отделаются отговорками? Спросите, каковы отзывы других клиентов о товаре или услуге? Ответят ли вам прямо или у вас появится чувство, что продавец что-то недоговаривает или сам не знает, что сказать? Задав какой-то конкретный вопрос и выслушав ответ, посмотрите продавцу прямо в глаза и спросите «Это правда?» В ответ вам спокойно подтвердят, что это правда или отведут глаза и постараются уйти от ответа. Во втором случае вы имеете дело с явным обманом. Следите за тем, не проводятся ли в этой организации акции, направленные на то, чтобы хитростью заставить вас купить что-то ненужное, например, потратить незапланированную вами сумму на покупки, чтобы получить копеечный подарок и так далее. Вы сможете заметить, что составить представление о честности или нечестности фирмы не так уж трудно. Нечестность всегда заметна невооруженным глазом. Наверняка вы будете обходить стороной ту фирму, где проявили по отношению к вам хотя бы малейшую нечестность, где хитростью или обманом пытались выудить у вас деньги. Помните, что в таком деле, как честность, мелочей не бывает, даже малейшая нечестность может привести к краху. Имейте это в виду, если будете заниматься своим бизнесом. Закон сотрудничества. Крайон постоянно говорит, что энергии земли изменились и старые нормы поведения, в связи с этим перестали работать. Если раньше можно было побеждать за счет проигрыша других, добиваться успеха за счет неуспеха других, то сейчас это удается все реже и реже. Человечество единая божественная семья. Это единство было нарушено, но сейчас оно восстанавливается. Как следствие, ни в одном противостоянии больше не может быть победивших и проигравших. Либо выигрывают все, либо проигрывают все. Мудрые лидеры, руководители, предприниматели понимают это и начинают налаживать сотрудничество, оставляя позади любые проявления соперничества, борьбы, конкуренции. Ни в одной войне больше не будет победителей. Любая война является поражением, причем поражением всего человечества во всем его единстве. Любая победа одного человека над другим или одной группы людей над другой превратится в поражение для всех. В любом соревновании, где кто-то победил, а кто-то проиграл, проигравшими оказываются все. Крайон. Тот, кто хочет победить за счет проигрыша других, получит обратно энергии этого проигрыша и сам окажется проигравшим. Вот почему от энергии соперничества надо переходить к энергиям равноправного сотрудничества. Как внутри самой организации, так и в отношениях с ее партнерами и клиентами нужны связи, основанные на взаимоуважении и учете интересов всех и каждого. Если только чьи-то права и интересы нарушаются, все дело обречено на неуспех. Это может быть не очевидно поначалу, но если дела идут все хуже, стоит задуматься, не является ли причиной какое-то скрытое соперничество, желание выигрыша за счет проигрыша других. Лучше сразу строить свое дело на принципах сотрудничества, которые должны декларироваться открыто и их исполнение должно постоянно контролироваться. Упражнение три. Настройка энергии сотрудничества. Найдите возможность уединения, устройтесь в любой удобной позе, дышите глубоко и размеренно, чтобы успокоиться, расслабиться и освободиться от посторонних мыслей. Закройте глаза, сосредоточьте внимание на области сердца, соединитесь с вашим божественным центром. Вспомните ситуацию в вашей жизни, где вы боролись и проиграли. Вызовите перед глазами образ этой ситуации, где, как, что происходило. Увидьте будто со стороны и самого себя в этой ситуации. Вспомните чувства, которые вы испытывали тогда, что вы делали, как себя вели, а также каковы были ваши чувства и ваше состояние после поражения. Мысленно поместите образ этой ситуации и себя в ней в сферу ярко сияющего белоснежного света. Скажите мысленно или вслух «Создатель, дай мне энергии божественного света и любви, чтобы разрядить диссонансные энергии, связанные с этой ситуацией, трансформировать их в созидательные энергии и привести ситуацию к равновесию». Представьте перед глазами яркую вспышку, которую вы направляете в сферу, где заключен образ ситуации. Затем восстанавливается прежняя освещенность и вы видите, как картинка трансформируется. Теперь это спокойный мирный образ, отражающий, как вы решаете эту ситуацию без борьбы или решаете вообще обойти ее. Заметьте, как изменились ваши чувства на более мягкие, теплые, доброжелательные к себе и к другим. Чтобы усилить и закрепить эти ощущения, скажите вслух или про себя, создатель, покажи мне, как чувствуется энергия сотрудничества, чтобы я не перепутал ее ни с чем другим. Прислушайтесь к себе и вы почувствуете что-то вроде мягкого, теплого потока энергии, сопровождающегося безусловной любовью и пожеланием блага для себя и для других. Причем вы заметите, что это не пассивное чувство, оно несет в себе энергию намерения и действия, продиктованного заботой о всеобщем благе. Сделайте еще несколько глубоких вдохов и выдохов, почувствуйте свое тело и откройте глаза. Подумайте о том, можете ли вы разрешить имеющиеся в вашей жизни ситуации борьбы и соперничества, используя энергию сотрудничества, так, чтобы они привели в итоге ко всеобщему благу. Закон уважения божественного достоинства всех и каждого. Никогда не забывайте, вы зарабатываете деньги не за счет людей, а за счет того, что делаете что-то для людей. Только тогда ваш бизнес будет основываться на божественных законах и прежде всего на законах безусловной любви. Исходите ли вы из безусловной любви к людям в вашей работе, в вашем бизнесе? Помните ли вы о том, что Богом одинаково любимы все люди, независимо от своего поведения и личных качеств? Уважаете ли вы свое собственное божественное достоинство, как и божественное достоинство других людей? Чтобы делать свое дело хорошо, чтобы ваш бизнес был по-настоящему процветающим, вы должны ни на минуту не забывать, вы человек-Бог, который делает благо для других людей-богов. Только тогда вы будете распространять вокруг себя свет и любовь. только тогда свет и любовь будет во всем, что вы делаете. Нет своих и чужих, любое разделение иллюзия. Прошли времена, когда сходило с рук отношение к людям, как к пешкам, как к винтикам в механизме, которых можно использовать для своего блага без учета их интересов. Люди все больше осознают свою божественность и не хотят мириться с таким отношением к себе. С кем бы вы ни общались, со своими коллегами, с теми, кто выше и ниже по должности, с партнерами и клиентами, видите в каждом божественность, обращайтесь к божественности каждого, не ставьте кого-то ниже, а кого-то выше. Все божественны и все равны. Исходя из этой истины, вы сможете построить бизнес нового типа, соответствующий божественным законам и энергиям нового времени. Упражнение 4. Настрой на восприятие человечества как божественного единства. Найдите время, чтобы остаться наедине с собой. Займите любую удобную позу. Дышите ровно и размеренно. Сосредоточьтесь на дыхании, чтобы расслабиться и отогнать посторонние мысли. Сосредоточьтесь на области сердца. Вы в центре своего существа. Мысленно направьте внимание вглубь внутреннего пространства в области сердца, представляя, что вы выходите в другое измерение, измерение света и любви, и соединяетесь со своей божественной сутью. Представьте, что перед вами огромное пространство, заполненное людьми. Это самые разные люди, разного возраста, цвета кожи и национальностей, и мужчины, и женщины, и дети, и старики. Вы видите их глаза, и все они устремлены на вас, и во всех глазах вы видите любовь и надежду. Людей очень-очень много, и становится все больше, и вы понимаете, что пришли навстречу со всем человечеством сразу. Мысленно отправьте всем этим людям волну любви и тепла от своего сердца. Представьте, как эта волна мягким светом окутывает людей, и на их лицах появляются улыбки. Представьте, что эта волна, охватив всех людей, возвращается к вам обратно многократно усиленной. Вы чувствуете, что и вас охватывают потоки любви, тепла и света. И вы тоже улыбаетесь всем людям, которых видите перед собой. Мысленно скажите себе, это мы. Повторите эту фразу несколько раз, стараясь вдуматься и вчувствоваться в нее. Почувствуйте себя частью единого целого, человечества. Представьте, что вы связаны со всеми и с каждым. Представьте, что вы можете любому человеку на любом расстоянии направить свои мысли и чувства. Установить незримый контакт, и этот человек откликнется, и вы сможете понять, о чем он думает и что чувствует сейчас. Представьте, что вы обращаетесь к божественной сути каждого из тех, кого видите перед собой. Мысленно скажите, «Я люблю вас», представляя, как от вашей божественной сути, из глубины вашего сердца, направляете это послание к божественной сути каждого. Почувствуйте отклик, как потоки божественной любви возвращаются к вам, многократно приумноженными. Представьте, как вас омывают эти теплые, мягкие потоки, и вы купаетесь в них. Теперь мысленно пожелайте всем людям как можно скорее направиться к свету и любви Бога. Скажите, обращаясь ко всем и каждому, «Да будет свет в вашей жизни и в жизни нашей планеты». Повторите несколько раз. Затем снова направьте внимание на область сердца. Вернитесь в вашу реальность, вспомните, где вы находитесь, почувствуйте свое тело, открывайте глаза. При любой возможности, оказавшись среди людей, вспоминайте это состояние общности, которое вы испытали, и повторяйте, «Это мы», а затем направляйте мысли на потоки любви и света от своего сердца всем, кого вы видите вокруг. Не каждому в отдельности, а именно всем сразу, для чего только надо выразить соответствующее намерение. «Направляю потоки любви и света Бога от своего сердца к сердцам всех присутствующих здесь». Закон роста и развития. Кто живет, тот идет, кто остановился, тот упал. Эта восточная мудрость применима ко всем сферам жизни. Но подчас мы заблуждаемся, считая, что развитие нужно лишь на начальном этапе какого-то дела, что после можно будет успокоиться и лишь пожинать плоды уже сделанного. Но практика показывает, что рост и развитие, являющиеся законом Вселенной, не должны прекращаться никогда, иначе в делах начнется застой, а там, где застой, там энергии перестают двигаться, а следовательно, все начинает стремиться к упадку. Развиваться и расти это означает не только вкладывать больше денег, повышать товарооборот, привлекать больше клиентов, создавать филиалы и так далее. Это материальная, физическая сторона дела, без которой, конечно, не обойтись. Но если мы хотим обеспечить себе такой материальный рост, нужно прежде всего создать для него духовные предпосылки. Чтобы создать такие духовные предпосылки, нужно постоянно анализировать, насколько ваша деятельность соответствует вашей высшей миссии, вашей системе ценностей, не противоречит ли она даже в мелочах божественным законам и при необходимости вносить коррективы. Помните, что если пустить все на самотек, то все постепенно начнет разваливаться. Нужны постоянные духовные усилия для того, чтобы ваша деятельность не выбивалась из позитивного русла развития вселенной. Научитесь ничего не пускать на самотек. Не поддавайтесь привычке к неосознанности или неполной осознанности ваших действий. Не делайте что-то только потому, что все так делают. Помните, что у вас есть ваше божественное Я. Это и есть ваш лучший партнер по бизнесу. Советуйтесь с ним. При необходимости призывайте на помощь вашу божественную семью ваших ангелов. Каждое решение пропускайте через свое сердце. Только тогда оно будет правильным. Только так вы сможете выбрать направление вашего роста и развития, которое приведет к успеху. Упражнение пять. Выбирайте только то, что ведет к успеху. Возьмите за правило каждый вечер уделять хотя бы 15 минут, чтобы проанализировать, насколько ваша деятельность в течение дня соответствовала вашим высшим задачам, высшей миссии нести благо, свет и любовь всем людям. Не отклонялись ли вы в чем-то от этих высших ценностей? Если такое произошло, сразу же продумайте, как можно это исправить и впредь такого не допускать. Затем обдумайте те действия, которые вы собираетесь предпринимать и по каждому из них задайте себе вопросы. Действительно ли мне хочется это сделать? Является ли это желанием духа? Радуют ли меня мысли о том, как я выполню намеченное? Водушевляет ли меня такая задача? Уверен ли я в своих силах, возможностях, способностях? Смогу ли я это сделать так, как хочу? Готов ли я справиться с возможными трудностями? Уверен ли я, что доведу дело до конца? Является ли чистым мое намерение на это? Одобряет мое божественное я эти планы? Если вы ответили положительно на все вопросы, можете смело приступать к делу. Если же есть хотя бы один отрицательный ответ, подумайте о том, как скорректировать ваши планы. Резюме Бог может стать вашим лучшим партнером в бизнесе, если вы построите свою деятельность, соблюдая духовные законы. Закон высшего блага для всех, закон честности, закон сотрудничества, закон уважения божественного достоинства каждого человека, закон роста и развития. Глава десятая. Как открыть для себя зеленую волну успеха? Двигайтесь в потоке Вселенной. Восстановив свою божественность, начав жить по высшим законам Вселенной, мы сможем навсегда забыть про слово неудача. Успех естественным образом станет нашим спутником. Бог хочет для людей только счастье, и ничто не мешает нам жить в сотворчестве с Богом, чтобы наше предназначение наконец осуществилось, чтобы дары, приготовленные Всевышним для нас, наконец-то стали нашими. Вот важнейшая истина, знать которую нам просто необходимо для успеха. Вселенная сейчас находится в фазе воссоединения. Все стремится к Богу, к своему источнику. В течение многих тысячелетий люди отдалялись от Бога, погружаясь все дальше в материальность, попадая под власть темных энергий. С этим были связаны боль и страдания. И вот теперь этому приходит конец. Люди начали возвращаться к Богу, а значит, начали двигаться в русле основополагающих процессов во Вселенной. С этим связаны чувства радости, счастья, блаженства, удовольствия от жизни. Вы очень долго шли в материальность, совершая этот подвиг мужества и самоотверженности. Вы шли в нее так долго, что дошли до самого дна. Вы сполна испытали все связанные с этим страдания. И вы победили. Произошло то, чему аплодирует вся Вселенная. Дойдя до дна материальности, вы принесли туда свой свет. Вы победили тьму. Вы окончили победой свой ни с чем не сравнимый поход. И теперь, когда эксперимент завершен, вам пора возвращаться домой, дорогие, к район. Чем скорее мы начнем возвращаться к Богу, чем скорее каждый наш шаг будет продиктован этой задачей восстановления своей божественности, тем более счастливой, благополучной, успешной будет наша жизнь. Наша земля имеет все необходимое, чтобы стать земным раем. Здесь есть все для счастливой, радостной, спокойной, мирной, благополучной жизни. До сих пор люди умудрялись даже из рая сделать ад, потому что удалялись от Бога, потому что следовали не созидательным процессам, которыми руководствуется вселенная, а разрушительным. Нашлись первопроходцы, которые потихоньку начали менять ситуацию. И вот сегодня новые идеи, идеи рая на земле, уже заняли достаточно прочные позиции в сознании людей. Мы уже меняем землю, мы уже меняем к лучшему свою жизнь. Эти процессы не всегда идут ровно и гладко, потому что старые энергии и старое мышление, основанные на идеях агрессии, борьбы, разрушения, так просто не сдаются. И все же они обречены, потому что большинство божественного человечества больше не хочет жить в боли и страданиях. Успех сейчас придет лишь к тем, кто осознанно повышает свои вибрации, то есть устремляет свои помыслы, чувства, намерения к божественности, несет свет и любовь Бога в материальный мир. Успех придет лишь к тем, кто занимается созидательной, а не разрушительной деятельностью. Успех придет лишь к тем, чьи действия направлены на единение людей и продиктованы уважением к божественной сути каждого. Созидание, свет, любовь, единение – вот вектор развития вселенной. Если вы хотите процветать, следуйте ему. Следующее упражнение поможет вам осознанно повышать свои вибрации, идя по пути восхождения из материальности к божественному единству. Упражнение один. Световой столб восхождения к Богу. Возьмите за правило ежедневно в любое удобное для вас время, можно утром по пробуждении или вечером перед сном уделять несколько минут тому, чтобы представить себя в ярком, золотисто-желтом сияющем столбе света. Представьте, что этот столб уходит вертикально вверх в бесконечную высоту. Представьте, что это прочный, мощный столб достаточно широкий, чтобы вы могли свободно парить внутри него. Это ваш собственный луч божественного света, по которому вы восходите к божественному единству. Когда вы внутри этого луча, вы полностью защищены от любых влияний материального мира, вы очищаетесь, просветляетесь, и ваша божественная природа раскрывается максимально. Это высоковибрационный луч, который переводит уровень ваших вибраций на порядок выше. Когда вам удастся достаточно хорошо представлять себя внутри луча света, вы можете воспроизводить это состояние в любой момент, где бы вы ни находились. Небольшое предупреждение. Бывает, когда мы повышаем свои вибрации слишком быстро, наше физическое тело испытывает некоторый дискомфорт, например, головокружение или ощущение незаземленности, как будто мы в невесомости. Если такое случится с вами, сделайте следующее. Войдя в божественный столб света, сделайте глубокий вдох и представьте, что вы силой втягиваете этот свет в себя. Ваша аура уплотняется и сразу же начинает сиять ярче. Вы почувствуете себя более сильным, защищенным и твердо стоящим на ногах. Заземляйте энергии. Что значит двигаться в русле созидательных энергий Вселенной? Это значит все шире распространять любовь и свет Бога. Когда мы вносим божественные энергии во все, что мы делаем, мы неизменно начинаем преуспевать, так как делаем именно то, что хочет от нас Бог. Как следствие, мы непременно получаем вознаграждение, ведь так работают божественные законы, мы получаем по делам своим. Неся любовь и свет, мы распространяем энергии счастья, успеха, процветания, все это и получаем в ответ. Крайон называет работу по наполнению материи любовью и светом Бога заземлением энергии. Каждый из нас, как духовное существо, является проводником божественных энергий. Если мы раскрываем свою божественность и живем в единстве с нею, мы начинаем вкладывать энергии высоких вибраций в земную материю. Мы повышаем вибрации своего тела, а затем и всего, что нас окружает. И, конечно, мы вкладываем божественные энергии во все то, что делаем с душой, что любим, что радует нас и доставляет нам удовольствие. В итоге возникает процесс, который Крайон называет вознесением. Повышая свои собственные вибрации и вибрации окружающей материи, мы буквально возносим и себя самих и землю к Богу. Мы возвращаемся к небесному дому, к раю земному или к царствию небесному, при этом продолжая жить на земле в человеческом облике. Таким образом происходит трансмутация материи, переход ее в новое божественное качество. И каждый человек может способствовать этому процессу, просто заземляя энергии, вкладывая любовь и свет во все, что он делает. Этот процесс сам по себе доставляет наслаждение, а результат может превзойти все ожидания, ведь этот результат Эдемский сад, рай на земле. Следующее упражнение поможет вам усилить свою способность проводить божественные энергии через себя, без чего невозможно подлинное творчество, суть которого соединение духа и материи, наполнение божественными энергиями света и любви плотного материального плана и повышение тем самым его вибрационного уровня. Упражнение два. Практика преображения материи. В любое удобное для вас время, например, утром по пробуждении, закройте глаза и представьте, что находитесь внутри столба света, который уходит вертикально вверх в бесконечность космоса, а вниз в недра земли. Этот столб светится золотисто-желтым светом. Представьте, как более яркий луч этого света концентрируется над вашей головой и входит в ваше тело через макушку, проходит, как струна вдоль позвоночника и через стопы уходит в землю. Эта струна, как ваша внутренняя ось, создает мощный стержень, опору для вашего тела. Яркий свет от этой внутренней оси мягко и плавно распространяется внутри вашего тела, постепенно заполняя его целиком до пальцев рук и ног. Вы ощущаете в ваших конечностях мягкое покалывание и представляете, что в ваших пальцах играют переливающиеся искорки, сияющие частички света. На всем, к чему вы прикасаетесь, остается искрящийся свет. Везде, где вы проходите, остается за вами искрящийся шлейф. Теперь вы можете делиться этим божественным светом со всеми людьми. Для этого вам не нужно ничего делать, просто находиться рядом. Теперь вы можете наполнять божественным светом все то, к чему просто прикасаетесь. Затем представьте, что божественный свет потоком искорок льется из ваших глаз. Вы наполняете божественным светом все, на что вы смотрите. Теперь любой ваш жест, любое движение, любой поступок становится творчеством, потому что вы каждый миг преображаете материю, придавая ей новое качество и повышая ее вибрации своим прикосновением. Следите за чистотой своих мыслей и чувств. Свою реальность мы творим прежде всего намерениями, мыслями и чувствами. Поскольку мы могущественны, то все наши мысли, чувства, намерения так или иначе материализуются. Иногда материализуется то, чего мы совсем не хотим. Происходит такое потому, что далеко не всегда мы относимся осознанно к тому, что думаем, чувствуем, говорим. Иногда материализуются наши страхи, как раз то, чего мы боимся и не хотим. Иногда материализуются подсознательные установки, согласно которым мы недостойны чего-то хорошего. Очень хорошо, если у вас есть сознательная установка на успех. Очень хорошо, если ваши намерения чисты и вы стремитесь к победе. Но помимо этого нужно еще постоянно, буквально каждодневно проверять на чистоту свои мысли и чувства. Не прорываются ли помимо вашей воли диссонансные эмоции? Не возникает ли чувства неверия в себя, тоски, уныния или зависти, злости? От этого никто не застрахован и не надо себя в этом винить. Просто надо знать, что это может помешать вашему успеху. Это может создать препятствие на вашем пути. Свою судьбу вы создаете сами каждый миг своей жизни. Вы создаете свой завтрашний день теми энергиями, которые вы излучаете сегодня. Эти энергии отражаются в ваших мыслях и чувствах. Если ваши мысли и чувства, а соответственно ваши энергии далеки от любви и света Бога, если они диссонансны с любовью и светом, соответственно вы создадите для себя дисгармоничное будущее. Излучаемые вами диссонансные энергии завтра станут нежелательными событиями в вашей жизни. Постарайтесь помнить об этом. Постарайтесь начать отдавать себе в этом отчет. Крайон. Если вы хотите успеха, благополучия, достатка, процветания, счастья, уделяйте внимание гармонизации вашей ментально-эмоциональной сферы. Проще следите за своими мыслями и чувствами, за тем, что вы говорите и думаете, какие эмоции испытываете. Если заметите какой-то диссонанс в ваших мыслях и чувствах, посмотрите на них глазами ангела, глазами своей божественной сути. Направьте на них поток света и любви и трансформируйте эти энергии. Вы поступите как мастер света, мастер энергии, как равный Богу могущественный творец, несущий ответственность за свою жизнь, свои мысли, чувства, намерения и деяния. Упражнение три. Очищение сознания. Выполняйте в любое удобное для вас время. Примите удобную позу, закройте глаза. Направьте внимание внутрь себя и представьте, что вы оказались в бескрайнем внутреннем пространстве. Это пространство вашего сознания. Представьте, что вы как божественный дух обследуете это пространство. Вы присутствуете в нем с большой любовью и заботой, с желанием привести его к гармонии и исцелить. Мысленно обследуя внутреннее пространство, отмечайте, где, как вам кажется, в нем дислоцируются диссонансные эмоции. Определите, где здесь обитает, к примеру, обида, или неверие в себя, или раздражение, злость. Представьте, что это вязкие темные области, куда не проникает свет, и где нет проточности, нет движения энергии. Силой и намерением своего духа направьте туда чистые светлые энергетические потоки. Вы почувствуете, как темнота в этих областях сдвигается, рассеивается. Одновременно могут всплывать эмоции, создавшие эти темные энергетические субстанции. Позвольте этим эмоциям проявиться, и тогда они легче покинут вас. Ничего не бойтесь, помните, что эта тьма представляет собой всего лишь энергии низких вибраций. В присутствии энергий высоких вибраций, направляемого вами света, они просто не смогут продолжать свое существование и будут преобразованы. Представьте, что на месте этой тьмы начинают циркулировать чистые, светлые, прозрачные энергетические потоки, растворяющие остатки диссонансных энергий. Вы в любой момент можете попросить помощи у вашего духа и ангелов для проведения этой работы. Настройтесь на восприятие жизни как многомерной игры. Мы привыкли относиться и к жизни, и к самим себе чересчур серьезно. Мы очень часто принимаем участие в разных драмах и, кажется, нам даже нравится это. Разные драматичные события позволяют нам чувствовать себя еще более важными, значимыми, а, кроме того, более остро ощущать себя живыми, чувствующими настоящими. Карайон напоминает нам, что для нашей истинной, божественной сути, все происходящее на земле является лишь игрой. Это сложная, многомерная игра, но все же это игра. Это игра, которая ставит нас порой в сложные ситуации, заставляет преодолевать трудности, принимать непростые решения, быть смелыми и отважными, держаться, не падать духом. Но ведь и задуманная эта игра была для того, чтобы мы получили бесценный опыт, стали сильнее, научились удерживать и проявлять свою божественность даже в самой сложной обстановке. Жизнь становится гораздо интереснее, радостнее, счастливее, когда мы вспоминаем, что все происходящее игра. Мы бессмертны, а играем в смертных. Мы могущественны, а играем порой в слабых и беспомощных. Мы полны любви и света, но играть можем в жестокость, злость, ненависть. Выигрывает тот, кто может возвысить свое сознание над игровым полем и посмотреть на происходящее взглядом Бога, взглядом любящим, понимающим и всепрощающим, таким, каким самый любящий родитель смотрит на любимое дитя. Если мы воспринимаем происходящее как игру, то даже самые сложные, драматичные ситуации можем рассматривать как игровые задачи, как вызов, который бросает нам игра под названием жизнь. Этот вызов ничем нам не грозит, потому что, будучи духовными существами, мы неуязвимы и бессмертны. Цель вызова проверить нас и помочь нам набрать новый опыт, новую силу. Зная, что это лишь игра, мы не будем тратить силы на потакание своим страданием, мы не будем так сильно переживать из-за неудач и трудностей, мы не будем так легко сдаваться перед обстоятельствами. Вместо этого мы можем наполниться азартом, ну-ка, смогу ли я одолеть и это, пройду ли я на следующий уровень этой игры или оступлюсь и сдамся. Но зачем сдаваться, когда у нас есть еще шансы выиграть, а пока мы живем на земле, эти шансы у нас есть всегда. Конечно, игровое восприятие реальности требует серьезной перестройки сознания. Конечно, реальность вновь и вновь будет пытаться повергнуть вас в драмы и страдания, и все же надо вновь и вновь пытаться вытянуть себя за волосы из трясины драм и страданий, чтобы увидеть картину в целом, прекрасную картину прекрасного мира, где прекрасные духовные существа играют в людей, примеривая на себя разные маски, иногда даже злодейские, но все равно это только маски. Для чего нужна эта игра? Она придумана во имя любви, чтобы мы учились нести любовь и свет в любой ситуации, что бы не происходило вокруг. И когда у нас это получается, жизнь меняется коренным образом. Отступают страдания, приходит счастье, все лучшее, начинает даваться очень легко, и мир открывает нам все свои дары. Награда близка, но путь к ней начинается изнутри, с перестройки своего сознания. С этой целью вы можете прямо сейчас создать для себя особое игровое пространство, не физическое, а энергетическое, и при желании находиться в нем столько, сколько захотите, и даже жить в нем, выполняя ваши обычные обязанности и занимаясь обычными делами. Окружающие ничего особенного не заметят, а ваша жизнь преобразится, даже если внешние перемены появятся не сразу. Упражнение 4. Пространство игры. Останьтесь наедине с собой и напомните себе о своей божественной природе. Направьте внимание на область сердца и соединитесь с вашим божественным Я. Представьте, что вы, прекрасный ангел, смотрите на вас, человека, словно бы со стороны. Затем представьте, что вы человек, передаете контроль над собой и своей жизнью себе, божественному ангелу. Скажите примерно следующее. Дорогой ангел, который является божественной частью меня, руководи мной и направляй меня, пожалуйста, чтобы я мог чувствовать себя надежно, защищенно и вместе с тем свободно в твоих руках и с твоей помощью мог бы легко и раскрепощенно играть любые роли, которые пойдут мне во благо. Представьте, как ангел любует с вами и одобряет вас и представляет вам право играть любые роли. Каким бы вы хотели быть, как хотели бы выразить себя, свою душу, сделайте это прямо сейчас. Представьте, что вы актер на сцене и на вас смотрит ангел, ваш самый любящий, самый одобряющий, самый благодарный зритель. Вы можете быть самим собой, можете делать все, что угодно, и любые ваши действия будут встречены восхищением и аплодисментами. Вы можете танцевать или петь, или просто смеяться, улыбаться, жестикулировать, подтягиваться, ходить по комнате или даже сидеть в молчании и наслаждаться тем, что вы играете роль человека на земле и вам аплодируют ангелы. Запомните, пожалуйста, это состояние. Вы создали для себя пространство игры, оно только ваше и оно теперь всегда с вами. Где бы вы ни были, вы можете вызвать в воображении глаза ангела, вашего самого благодарного и любящего зрителя. Радуйте его своей игрой и чувствуйте себя свободно, спокойно и защищенно. Пока на вас смотрят ангельские глаза, вам ничто не грозит, и что бы вы не сделали, все будет прекрасно, все будет во имя любви. Поблагодарите ваше божественное я и ваших ангельских помощников за то, что они помогают вам играть и наилучшим образом исполнять все роли, которые выпадают вам на земле. Войдите в режим недеяния. Знаете, что происходит, когда мы открываем в себе божественность и начинаем жить в контакте с нею, когда мы живем в режиме сотворчества с Богом, выражая ясные, чистые и твердые намерения, когда мы несем свет и любовь Бога на землю каждым своим шагом, каждым действием. У нас все начинает получаться именно так, как мы хотим. Мы идем от успеха к успеху, предлагая для этого минимум усилий. Складывается впечатление, что кто-то ведет нас за руку именно туда, куда нам нужно, или даже несет на крыльях. Так и есть. Нас несет на крыльях Дух, наше божественное Я. Происходит это при условии, что мы доверяем Ему и следуем естественному потоку жизни. А главное, при этом мы получаем несказанное удовольствие от своего существования. Мы счастливы просто от того, что живем, и чем счастливее мы себя чувствуем, тем лучше идут наши дела. Крайон часто использует понятие синхронистичности. Этим словом обозначается такое особое состояние, когда все события в вашей жизни организуются самым гармоничным образом. Вы попадаете в зеленую волну везения. Вы постоянно оказываетесь в нужное время, в нужном месте. В нужный момент приходят нужные люди, открываются нужные двери, и все складывается идеально. Вас в самом деле несет поток, счастливый, удачливый поток. Это похоже на волшебство. Но на самом деле так действуют высшие законы, по которым существует наш мир. Вам не нужно пробивать стены и преодолевать препятствия. Вы просто доверяете духу и наслаждаетесь своей божественностью. Дух желает вам только лучшего, и это лучшее усилиями духа приходит вашу жизнь. Вы при этом вовсе не остаетесь пассивны. Вы творите свою жизнь вместе с духом, творите своим намерением, своими мыслями, самим своим контактом с собственной божественностью. Вы действуете, вы активны, но это прежде всего активность духа. Это действие, но одновременно это то, что называется недеянием. Деять недеяя, вот формула высшего пилотажа для мастера творца, для воина духа, для того, кто сотворит мир вместе с Богом. Вы выражаете намерение и дальше просто включаетесь в поток, который делает работу за вас. Это кажется нереальным, но лишь до тех пор, пока мы не начинаем испытывать это на практике. И вот тогда приходит понимание истины, мир прекрасен, жизнь удивительна, мы творцы и рай земной не такая уж отдаленная мечта. Упражнение 5. Логика духа, как деять не деяя. Останьтесь наедине с собой, направьте внимание внутрь себя, вслушайтесь во внутреннюю тишину. Соединитесь мысленно с вашим божественным я. Представьте, что ваше божественное я, ваш дух, с огромной любовью смотрит на вас человека. Представьте, что он поддерживает вас, помогает во всем, направляет вас на верный путь, где бы вы ни были и что бы ни собирались сделать. Подумайте о той цели, которую вы хотите достичь, желании, которое хотите исполнить, или о проблеме, которую вам нужно решить. Представьте, что рассказываете об этом духу, вашему божественному я, или всевышнему создателю, ведь ваше божественное я является полноправным представителем Бога. Можете и в самом деле рассказать вслух или про себя, про то, что вас беспокоит, и что вы хотели бы получить. Затем представьте, что вы просто отдаете себя во власть духа. Скажите вслух или про себя, дорогой дух, руководи моими мыслями, намерениями, действиями и поступками, чтобы я решил эту задачу наилучшим образом, для моего наивысшего блага и наивысшего блага всех. Почувствуйте себя в потоке энергии, любви и света, во власти безмерно любящего и желающего вам добра духа. У вас может возникнуть желание что-то сделать, могут появиться неожиданные мысли и решения, связанные с достижением вашей цели, может вдруг открыться ясная картина того, как себя вести, как поступать. Если это призыв духа, то вы можете почувствовать настоятельную потребность последовать ему. Это как какой-то глубинный и очень сильный зов, исходящий из самой сути вашего существа. Если же пока ничего такого не происходит, приучайте себя к состоянию, когда вы словно находитесь в объятиях духа, исследуйте его подталкиванием. Можно просто представлять себя под контролем и наблюдением духа, выполняя какие-то обычные дела, например, трудясь по хозяйству или занимаясь спортом или просто отправившись на прогулку. Представьте, что все это делается не вами, а как бы само собой через вас. Поток энергии изнутри руководит всеми вашими действиями. Вы заметите, что, во-первых, меньше устаете, во-вторых, справляетесь с любыми задачами лучше и быстрее, в-третьих, получаете удовольствие от всего, что бы ни делали. У вас будет четкое ощущение, что кто-то извне дает вам силы, которые превосходят ваши обычные человеческие возможности. Это делает ваш дух, это и есть состояние недеяния. Постепенно вы научитесь находиться в этом состоянии везде и всегда. Это будет означать, что вы всегда и везде остаетесь на пути духа, а на этом пути зеленая волна ведет вас от успеха к успеху. Так что ничто уже не может вам помешать достигать своих целей, получать желаемое и жить счастливой благополучной жизнью. Резюме. Чтобы открыть для себя зеленую волну успеха необходимо жить по законам вселенной, двигаться в одном направлении с ее развитием к Богу, к свету и любви, к созиданию, к единению. Заземлять энергии, внося свет и любовь Бога во все, что вас окружает и во все, что вы делаете. Следить за чистотой своих мыслей и чувств, помня, что сегодняшними мы создаем наш завтрашний день. Выработать отношение к жизни, как к многомерной игре, где каждая сложная ситуация не повод для страданий, а игровая ситуация, вызов, проверка, насколько сильны в вас энергии любви и света. Войти в режим недеяния, когда все нужное приходит будто бы само собой, с минимальными усилиями, потому что дух несет вас на своих крыльях. ... ... ...